Девушки отдыхают 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 Так. Молочка я тебе налью, Женечка. Жень! Кто это там? Жень! Возьми молоко, попей! Кто-то пришёл. Интересно. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А я поезжаю мимо, дай думаю, зайду на вещью Женечку. Как он? Ну, так, поправляется. Он кашляет немного. Что же я вас в дверях-то держу? Проходите, пожалуйста. Только не разувайтесь. Видите, как наследила я сама. Так что, пожалуйста, Виктор Сергеевич, на кухню, пожалуйста, проходите. Фух, в магазин ходила. Столько натащилась продуктов. Вот разбираю. А я вам ещё и яблочки принялась. Ой, спасибо вам большое. Не за что. Садитесь, пожалуйста. Молочка вам налью. Да. А вот смотрите, я пирог испекла. Попробуйте. Да, печенье. Кушайте на здоровье. О! Ой, а Женька у себя сидит. Жень! Виктор Сергеевич пришёл! Вы его не беспокойтесь, пускай занимаются. Это я, а не вовремя. Да ну что вам? Нет. Мы всегда вовремя. Мы вам так рады. Вы для Жени не просто мастер, вы для него флубнир. О! Да, он все ваши романы почти наизусть знает. Живат, Роман. Женька, в комнате. Тихо. Да не волнуйтесь вы так. Нет, нет, я прошу что-то. Ой, Женька, закройте. Женя! Тихо, 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 тихо. Да не беспокойтесь вы. Виктор Сергеевич, я не понимаю, почему вы не слушали. Ну ничего, закрылся, Женька. Ничего. Женечка! Что ты можешь? Все в порядке? Женя! Женечка, дорогой мой! Женя! Что там? Женя! Здравия желаете, товарищ Павловна. Здравия желаете. Ну что? Здравия желаете. Ты работаешь, Стрельцов? Так точно работаю. Ну, давай. Здравия желаете, товарищ полковник. Да ничего особенного. Самострел. Идиот. Ну, молодежь. Мать в шоке. Увезли на скорой. Так, записку предсмертную нашли. Нет, записки не было. Здравия желаю. Но ситуация вот налицо. Один выстрел, значит, с близкого расстояния в голову, в правый висок пуля вошла, слева вышла, дверь была заперта изнутри. Кто нашел тело? Мать и Громов. Громов. Кто такой Громов? Писатель. Он преподает в институте, лекции читает этому студенту, читал студенту лекции. На кухне слышали выстрел, собственно говоря, вот соседи тоже слышали. Время совпало. Да, эти депрессии постоянно с ним случались. И даже участковый говорил. Черт, что это, депрессии? Депрессии? Ну, что, пистолет-то отправим баллистиком. Результаты экспертизы будут завтра у меня утром. Показания свидетелей, так сказать, возьмем. И вот мать оклемается тоже. Ну, все ясно, майор. Все ясно. Разбирается. Будем. Да, кстати. Да. У меня для тебя новость. Какая? Хорошая или плохая? Завтрашнего дня работаешь в управлении. Приказ уже подписан. Вот это новость. Вот новость. А, Юрий Райчук, а уже известно, кто займет место Павла Андреевича? Да уж не ты, Мухин. Не ты. Так, ну что, Стрельцов? Значит так, если ничего, важные не всплывет, то дело можно закрывать и в архив. Сам знаешь, какая у нас ситуация. Так точно, Трича полковник, знаю. Сравни, Господи. Господи. Ну что с тобой еще сделать? Мухина. Я думал, ты уже давным-давно думал. Ага, как же. Блин. Стрельцов, ну вот чем я хуже других, а? Что я работаю плохо? Зараза. Ну почему я не могу стать начальником отдела? Это у нас, оказывается, карьеристка. Да. Я не стыжусь этого. Человек должен к чему-то стремиться. Ай. Я думал, все девушки стремятся выйти замуж. За тебя, что ли, Стрельцов? А ты осторожно, я и соглашусь. Нет, Мухина. Я не позволю тебе разрушить нашу крепкую мужскую дружку. У тебя искра есть? Ну, то есть. Есть. Есть у меня искра. Чего Громов говорит? Да что он скажет. Он в шоке. Думаю, завтра мать допрашивать. Ага. Там же дело темное. Да ясное дело. Творческая натура. Закрылся в комнате. Депрессия. Ну и застрелился. Да ладно, разве из-за этого стреляются? Да из-за всего стреляются, Федь. Ну и стрелялся бы себе на здоровье. Ну, елки-палки. Один дома сидишь. Ну, на кой хрен закрываться? Федь, я тебе тысячу могу назвать причин, чего он там заперся. Не надо мне называть тысячу причин. Заводи. Заводи уже. Стартер крутится, движок не заводится. Движок-стартер. Ласкового слова тебя не услышишь, Мухина. Ну, давай. Давай, Лапулин. Ну, давай. Давай, хорошая моя, давай. Ты что сделал-то? Мухина, в каждом деле нужен свой подход. Больше нежности. Подход. Иди давай. Давай, пока. А хочешь, до дома подброши. По дому. Потом кофе. Потом дети. Не вариант. Дурак. Я тебя тоже люблю, Мухина. Давай. Пока. Ой, Федорников, что-то вы запозднились. Заработались, да? О, не говорите. Ну, я смотрю, тоже сегодня еще никуда не выходили. Забыл. Федя, Федор Николаевич, у вас гость. Федор Николаевич. Какой гость? Мальчик, Гоша. Он еще днем приехал. Папа, подкуда приехал? Не знаю. Папа, из Курска. И спит ребенок. А почему этот ребенок спит на моем диване? Ну, Федя, потому что это ваш брат. Здрасьте. Папа говорил, мы с тобой очень похожи. Кобель наш, папа. Не ругай этого Федя, он хороший, просто очень влюбчивый. А это чье? Мое. Это мой тестат. Я джекстерном закончила школу. Я же говорю, не похожи. Так ты у нас умный? Ты сколько лет, Вандеркенд? Двенадцать. А ты? Что я? Ты тоже очень умный? Я просто умный. Чего приехал? Федь, понимаешь, моя мама умерла, когда я только родился. Теперь еще и отца не стала. Меня к себе взяла тетя Таня. Сочувствую. Ну, от меня-то что нужно? Федь, мы с тобой как-никак братья должны держаться вместе. Вот я и решил к тебе перебраться. Долго думал? Федя, ну ты-то ко мне в Курск не переедешь? Ну, это уже держу пари. Правильно. Потому что здесь работа, карьера. Ну, я-то только жить начинаю. К тому же, говорят, Москва — город больших возможностей. Так, понятно. Кто и номер своей тетке? Буду тебя и отправлять, не то она, наверное, уже весь Курск на уши подняла. Ничего она не подняла. Я у тебя письмо написал. По его имени. Вот. Она ему даже билет на поезд купила. Это эфирист? Нет. Номер? Забыл. Ты у нас умник, да? Хорошо. Эва, все равно узнаем. И как? Я же опер. Да? Да. И очень неплохой. Серьезно? Да, да. Опер? Класс. Здорово. Мне тоже нравится. А только ты номера не найдешь. Ты же и фамилии не знаешь. Ты знаешь? Значит так. Сейчас все равно поздно. Завтра утром я решу, что с тобой сделать. А не найду твою тетку, отправлю тебя в детдом. Подкидыш. И ты сможешь нормально жить, зная, что твой брат в детдоме. И буду счастлив, поверь мне. Спать ляжешь здесь. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже по У нас уже по loversу. Я переговорил субтитры. Я далекая мечтой, не жду тепла, как ты ждала. Она была имплантирована в мозг одной из сестер. Насколько успешно сказать трудно, и я не имею в виду обращения в мозг, а пока... Поразительная штука! Он не работал 17 лет! А сейчас он на все должен! Божкин, ты не денешь! Нет, да что вы! Кстати, Федя, я что, по причине твои инструменты взял? Ничего? Да ты только все успеваешь. Да-да. Вот. Овсянная каша. Хорошая зарядная физическая и умственная деятельность. Да. Угу. 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 Что, не нравится? Главное, хорошо не мучайся. Я еще и амурет пожарил. Угу. Вот. Пожалуйста. Вот что, родственник. Собирай свои манатки. Поедешь со мной на работу. Зачем? Посидишь там в дежурке. Пока я тетю Таню найду. Зачем? Ну давай лучше здесь посижу. Ты же на работу едешь. Я тебе там только мешаться буду. Правда, Феденька. А что вы волнуетесь? Мне мальчик никаких хлопот совершенно не доставит. У тебя пять минут на сборы. Потом с вещами на выход. Вот. Чего? Сажу тебя в поезд, допустим. Помашу ручки. Не забудь попрощаться с Леней Дворичем. Федя! Федеральный рецепт подтверждает самоубийство. Боистот того же мнения. На пистолете только пальчики покойного Евгения Авдеева. А серийный номер удален механическим способом. Пистолетной экспертизе. Здрасте. Ну что, оперативно работаешь, Мухина? Как говорится, с огоньком. Юрий Петрович. Здрасте. Я подумала… Да, Батов, после обеда позвони. Я подумала, может проверить биографию этого пистолета. Ну, вдруг там серийный номер сохранился внутри или еще что-то. Я закажу дополнительную экспертизу. Пусть проверят. А вдруг за этим пистолетом что-то чувствуется? Рвение твоего, Мухина, похвально. Только это не имеет отношения к делу. Так, все. Я сказал, закрыть, оформить и в архив, как говорится. Есть. Так, вы ко мне? Прошу. Ну, где я у нас-то, а? А? Это тебе. Победу? Нет. Пошли, пошли. Тетушки, пошли. Вы в столовой? Чем приду? Не понять где, неизвестно с кем. Федь. А это твой брат, что ли? Глабресый? Да. Да. Симпозный. На тебя похож, между прочим. Лазенками таком нахлопает. И думает, как разрушить мою и так несчастную жизнь. Федь. Да ты что? Это ж... Это ж брат твой. Ну, вот у меня тоже брат есть. Это хорошо. Твоему брату сорок лет. Он живет в Калифорнии, у него трое детей. Младшему из которого девять. Есть разница, ладно? Ну да. Да достали. Значит так. Девять тысяч умножить на восемьсот семьдесят пять. Получится? Семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч. С ума сойти. Хорошо. Ладно. А пять тысяч сто семьдесят пять разделить на пятнадцать. Ну-ка давай. Три сорок пять. Блин. Тебя. Ты видел, что твой брат говорит? Так. Тише. Я тебя прошу. Значит так. Ребенок. С ума с... Здрасте. Если ты такой умный, буду говорить с тобой по-взрослому. Пока я не нашел твою тетку, ты останешься пожить у меня. Но только пока я не найду твою тетку. Федь, ну... Нет. Ты не сможешь остаться у меня навсегда. Вопрос закрыт. Надюш, можно мне кофе, а? Спасибо. Федь, да не волнуйся ты. Я тебе дорого не устану. Но ты же тысяч пятнадцать зарабатываешь, верно? Макварплата, телефон. Ребята, я только кофе возьму, ладно? Мобильник тебе обеспечивают, так? Я что-то не понял. Ну всякие там сигареты, непредвиденные расходы. Это еще полторы тысячи. Остается около десяти тысяч. Если тебе семьдесят пять процентов, а мне двадцать пять, получается двести сорок девять шестьдесят. Тебе хватит двести пятьдесят рублей в день. Ты не можешь остаться со мной жить. Ну почему? Потому что работаем. Потому что и работаем. Что у нас там по экспертизе? Осталось записать только показания свидетелей. Парень зашел в комнату, включил классическую музыку. И бах! Федя, прощай мир. Пиши отчет. На, на. Спасибо, Надюша. Спасибо. Пожалуйста. Как можно такую юбку носить на обычном месте? Вот как, вот эту юбу с этими ногами. Отличные у нее ноги. Какие отличные? Ты посмотри на коленки. Ну посмотри, коленки какой-то. Идеальные у нее коленки. И пропорции то, что надо. Мухина, ты придираешься. Ну чего не придираешься? Ты придираешься. Погодите. Я вот что-то не понимаю. Если он собирался устрелиться, зачем он тебе пирог принес? Что он просто постоял? Ну разве это не подозрительно? Чего пирог? Зачем он принес его, если не собирался есть? Зачем ему есть перед самоубийством? Эти данные позволяют... Эти данные... Да. Федя. Да, я слышал. Ну а может Гоша прав? Федя. Что? Я говорю, зачем он припер туда этот кусок пирога, если не собирался его есть? Ну правда нелогично. Мухина, ты мне сама сто пятьдесят раз говорил, что можно найти объяснение любому самому нелогичному поступку. Было такое? Ну было. Ну я теперь не понимаю, почему слова неразумного дитятя на тебя производят такое впечатление? Федя, этот дитятя умнее нас с тобой в сто пятьдесят раз. Не надо обобщать. И если он тебе так нравится, берись, забирай, дарю. Только оставьте меня в покое, умоляю. Мне что надо писать? Мне Шубин за горло держит. Не могу поверить, что тебе интересно написать какой-то отчет. Мне не интересно написать отчет. Но это часть моей работы, а свою работу я люблю. Понятно? И вообще положи, что ты там сейчас взял. Федь, ну... Что? Сейчас не вмешивайся. Иди встань здесь, чтоб я тебя видел. Так, эти данные, эти данные... Зачем вообще ты тут работаешь и себя так напрягать? Значит, во-первых, закрой рот. А во-вторых, сложи все так, как было. Федя, ну... Что Федя? Это документы. Кофе-пироги. Твою дивизию. Эти данные позволят. Ну, конечно же, это мелочь. Ну, как говорил, фаненсуал «Грысток», даже в маленькой детали можно разглядеть часть большого замысла. Чего? Мне кажется, задача детектива — отслеживать детали, анализировать тонкие связи малозначительных явлений. Слушай, Гоша, хорошо, парня нашли мертвым в запертой изнутри комнате, так? Ты можешь это объяснить? Ну, убийство в запертой комнате — это классика. детектива. Вообще так делал для того, чтобы все выглядело как самоубийство или несчастный случай. Убийца мог следовать через окно. Или покинуть комнату уже после того, как обнаружит тело. Надо бы еще раз хорошенько осмотреть место преступления. Я уж вам в свое не верю. Надо еще раз просмотреть место преступления. Ну, в этот дом. Вот и приехать. Спасибо. Давайте, золотая моя, пойдемте. Спасибо большое. Ну, как ты, душа моя? Ну, давай. Катя. Мир Леонидовна, а можно я возьму на память компьютер Жени? Тот, который я ему подарил на день рождения? Да, конечно. Зачем вы мне? Как все это нелепо, глупо, так несправедливо. Спасибо, Виктор Сергеевич, за все, что вы сделали для Женички. Ну, ладно. Я открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Мир Леонидовна, она вернулась. Опять к вам из милиции. Спасибо. Здравствуйте. Пара вопросов у меня к вам будет. Скажите, пожалуйста, у Евгения были враги? Или, может быть, у него с кем-нибудь были плохие отношения? Ничего такого не было. Он никогда со мной не откровенничал. У меня с ним никогда не было никаких проблем. Нина Леонидовна столько уже пережила. Давайте ее на время хотя бы оставим в покое. Да, вы правы. Но дело в том, что у нас есть несколько деталей, которые нам необходимо уточнить. Все в порядке. Виктор Сергеевич, все в порядке. Они делают то, что им нужно. Осматривайте все, что хотите. Спасибо. Если можно, я только это... Пойду, прилягу. Да, конечно. Спасибо. Виктор Сергеевич, одну минуту. Дело в том, что у нас тут объявилась интересная деталь. Вам, как автору отректива, будет она любопытна. Да-да. На столе у убитого стоял пирог. Какой пирог? С лимоном. Согласитесь, что человеку, который задумал самоубийство, было не до пирогов. Да, молодой человек согласен. Но и вы тогда в свою очередь согласитесь, что не все самоубийства планируются. Женя был человеком импульсивным. Думаю, в этом случае я отметаю возможность какого-то внезапного порыва. Тем более, что внезапное самоубийство совершается подружными средствами. Угу. А здесь пистолет. Пистолет. Какие интересные увлечения у вашего ребенка. Да, я люблю детективы, и у меня некуда деть. Когда мы услышали выстрел, Женя находился в комнате. А комната была заперта изнутри. У Элли Реквина есть хороший роман. А там убийца закрывает дверь снаружи при помощи магнита. Магнита? Любопытно. Я не читал. Ну, никакого магнита тут быть не может. Это понятно. Да и дело не в этом. Видишь ли, Георгий, в расследовании главное определить мотив. Ведь так? Кому было выгодно убивать этого парня? В страховании жизни. Отпадает. Я проверял, у него нет страховки. Соперник в любви. Романтично. Но я не думаю, что преступления на почве страсти, они так тщательно планируются. А может, у нее что-то украли? Вот это самое вероятное. Кхе-кхе-кхе. Извините. Туда все сходится. Он налил себе чаю, взял пирог. Пошел в комнату, не зная, что он сейчас умрет. Вот, кстати, Евгений учился на писателя? Да. А можно посмотреть то, что он написал? Посмотреть? Это его комната. Разрешите? Я... А сколько стоит хороший роман? О! Ну при чем здесь сколько стоит роман? Я не думаю, что кто-то будет убивать из-за романа. Это глупость. Странно. Я осмотрю системные протоколы и вижу, что именно вчера с этого компьютера был удален большой текстовой файл. Вот. А может он случайно удалился в роман? Из-за этого и застрелился? Вот тебе и мотив. Скажи, а восстановить этот файл можно? Да можно, но это не так легко. Ну и тут и делал. Как раз. Извините. Да, Мухина. Стрельцов Лейкуй, ты оказался прав. Да ты что, кто бы мог подумать. Снаружи номера стерты, но внутри обнаружилось кое-что интересное. Короче, пистолет перебрали и обнаружили отпечатки пальцев. Я пропустила их по базе и... Чёрт! Мухина, не томи! Короче, отпечатки принадлежат некому Петру Воскобойникову. А в базе они потому, что он сотрудник частного сыскного агентства с правом ношения оружия. Слышишь, Стрельцов? Координаты его нашла? Да. Я сейчас на углу его дома. Проведу задержание и допрос с пристрастием. Пока, Стрельцов. Не суйся туда одна, это опасно! Мухина! А что, ребёнок отправляется с вами в это опасное место? Знаете что, часа два я бы с ним мог здесь побыть. Ну, а потом здесь его и заберёте. Нет, мы и так бы зря задержали. Гоша, мы едем. Ну, Федор, да пожалуйста! Ну, я ещё не закончил. Кош, какие вопросы могут быть? Ну, Федор, да пожалуйста! Ну что ж, вздай всё это дело! Это не баловство, Гоша! Ну, худо же посмотреть то, что он стёр! Ну, конечно, Федор, и езжайте спокойно, у нас тут дел по горло! Спасибо! Здравствуйте! А вы ко мне? Воскобойников Пётр Васильевич? Да, я Воскобойников. А вы из Жека, да? Лейтенант Мухина, уголовный розыск. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Так. Как-то неожиданно. Позвольте пройти? Да, конечно. Ходил вот жене подарок купал, у неё именины завтра. Как вы считаете? Прекрасно. Позвольте пройти? Да, конечно, конечно. Подержите, пожалуйста. А в чём, собственно, меня обвиняют? Собственно, пока ни в чём. Пистолет с вашими отпечатками пальцев был найден на месте преступления. Вы можете объяснить, как это получилось? Пистолет. Нет. Стоять! Держите! Смотрите, на окне отпечаток. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот. Да, действительно, рука. Но это может быть чья угодно рука, отпечатка здесь нет. Потому что на преступнике были перчатки. Он позаботился о том, чтобы меня ставить отпечатку. Да? Ну, с другой стороны, хозяйки иногда надевают перчатки для того, чтобы помыть окна. Вы согласны со мной? Согласен. Но окно-то грязное, а след свежий. Надо выйти на улицу и осмотреть все вокруг дома. А-а-а. Простите, а компьютер у вас там, кажется, что-то восстанавливает? Там всё делается автоматически. Как раз к нашему приходу всё будет готово. Есть! Что-то, да! Что-то тоже уйдет. Что-то, что-то дряногаращая, держи. Надо! Давай! Алло! Что сниться? Ну, давай! Да! А, Matter? Там! Андрей! Как сейчас пришли, а сейчас. Убийца не уходил через переднюю дверь. Он вылез через окно, пролез по трубе и спустился по лестнице. Если твоя теория верна, значит, меня использовали как свидетеля преступления. Это все правильно. Только одного не могу понять. Чего именно? Зачем убийца так сильно рисковал? Ведь до выстрела в комнату могли прийти и обнаружить тело. Ну вот видишь, ты же сам ответил на свой вопрос. Потому что это самоубийство. Ну, конечно. В случае, если не хотели вас заставить поверить в это, что парень застрелился, хоть убили его еще до этого. Но я же слышал выстрел, я в своем уме. Выстрел можно имитировать. Каким образом? Ну, к примеру, вызвать его дистанционно или взрывать лизопалом. Это вообще самое легкое. Значит, ты хочешь сказать, что я слышал не выстрел из пистолета? Любопытно. Но тогда, если парня убили до моего прихода... Я понял! Выстрел, заглушил звук проходящего поезда. А, и тогда убийца дождался, пока приедет мать Жени и я, и вызвал взрыв дистанционно. Абсолютно. Ай, поразительная вопроградия. Ну, все же есть одна нелестка. Какая именно? Милиция бы нашла следы от взрыва. А их там не было. А до милиции в квартире было только двое. Мать Жени, на этой версии отпадает сразу. И... И вы. Хочешь яблочко? Митя. Митя Митя ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! Все, 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 сдаюсь, все, сдаюсь! Сыпряки! Сбежать хотела. А где? А где рыбка моя? Куда дело? Съела я твою рыбку. Ну, количество от спортсменов зашел убил студента Евгения Евгеева. Встал, поездка! Какого студента? Не знаю никакого студента Евгения Авдеева. Евжения никогда никого не убивал. Да, ты что? Мамой клянусь! Ставим вопросы на даче. Как твои отпечатки пальцев оказались на пистолете, из которого был убит Авдеев? Быстро отвечаю! В каком пистолете? А, тридцатьсмой калибр и номера стерты. Посмотри, сам сознался. Ну, надо же. А чёрт! А чё, мой ствол. Только я его потерял недавно. Честно потерял. С какой целью стерли номера? Быстро! Да! Короче, спёр я его на бывшей конторе, на работе. Два месяца не давали зарплату. И уволили меня к тому. Вот я его взял, всё с зарплатой. А чё, неправильно сделал, слушай! Ну, смотри, какой оригинальный экзем-хэр. Ну, чё, наряд вызываем, а мы сами в отделение повезём. Какое отделение? Давай, веди его. Какое сами, вы чё? Не поеду я никуда. Давай, давай. Ребята, ну, да вы чё, а? Ребята, ну, у моей жены, у моей жены именины завтра. Родственники придут, целая куча народа. Да придёт, придёт, между прочим, дядя, дядя и уважаемый человек, профессор и писатель, писатель! Фамилия писателя? Про писателя по подробам. Короче, писатель преподает в институте, читает лекции, пишет монографии романа, но я его не читал. Фамилия, говорю. Пушкина! Родственника писателя твоего. Ну? Громов. Ноги умирают! Быстро! Чего? Быстро! Звони матери Авдеева, она тоже в опасности. Откуда у меня её номер? Дежурному буду звонить. Другой захвата надо вызывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично придумал, Георгиевич. Влез на крышу, расследовал преступление, шлёпнулся вниз и сломал свою цеплящую швейку. К сожалению, успел тебя поймать. Сото и большая ошибка останутся! А ты у меня полетишь, как рыбка, в речку вниз головой, чтоб наверняка. Ну что, прыгнешь сам? Или помочь тебе, щенок? Так что никакого писателя Громова не было. Вместо него работали литературные рабы. Евгений Авдеев был не первым. До него тоже работали несколько ребят подмастерьями. Студенты. Ну что, неужели он сам ни одной книжки не написал? Да нет, почему же написал? Да, и первую, последнюю. Но она, правда, даже стала бестселлером. Но потом, как это у писателя называется? Выдохся. Да. Ну теперь понятно. Стал использовать дешевый студенческий труд. А где он их находил? Громову предложили место преподавателя в институте. Ну, вот там, собственно говоря, и подыспивал талантливых ребят. Ну, конечно, они работали не бесплатно, но платил он им копейку. Да. Есть даже договор с издательством на серию книг. Как видите, сумма очень значительная. А последний роман киношники хотели даже экранизировать. Но там сумма на порядок больше. В общем, Авдеев узнал об этом и затребовал у Громова свою долю. Ну, теперь понятно. Деньги не поделили. Так точно. Громов спланировал идеальное убийство. Украл у мужа племянницы пистолет. Ну, в общем, рассчитывал, что мы поверим в самоубийство парня. Так, полный отчет. Завтра мне на стол. Есть, товарищи. Есть. Да, Стрельцов. Да. С понедельника назначаешься исполняющим обязанности начальника убойного отдела. Приказ я подпишу. Юрий Петрович, я тоже участвовала в операции. Я тоже участвовала в операции, Юрий Петрович. Мухин, я полный. Молодец. Продолжай работать с огоньком. Все, свободно. Филимонов, давай машину в управление. Здравствуйте, Татьяна Оксановна. А, вы соседка. Здравствуйте, соседка. А где Татьяна Оксановна? Далеко уехала? На весь отпуск. Семей, послушайте. Ребята, не видели пацана? 12 лет, рост 145-150. Фетя! Да. Фетя! Да. А я его с собаками ищу. Георгий! Я просил меня не нервировать. Фетя, я тебе не я просто читал. Ну, поднимись, ну смотри. Тело спортсменки нашли в бассейне. Притом, до этого она поругалась со своим тренером по плаванию. Ну, устал бы он оставлять тело там. Чтобы стать главным подозреваемым. Вот. Ну, разве это не подозрительно? Горе мне, горе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Где взял? Ленит Львович подарил. Экс. До приезда тети Тани из отпуска, дай бог ей здоровья. Остается 26 дней. Федь, а хочешь я и тебе чего-нибудь поглажу? Не хочу. Я отлично глажу рубашки. Манжеты, полочки. А я отлично хожу мяты. Ну тогда я борщ сварю. Послушай меня, Зорушка. Со мной твои уловки не пройдут. Через 26 дней ты возвратишься в Курск и будешь слушать там пение соловьев. Там будет самый сезон. Хнип ешь. А вообще-то рекомендуется вставить в центр обеденного стола базу с разноцветными цветами. Начиная с гиацинтами. Еще одно слово, и ты будешь есть эти гиацинты. Все 26 дней. Да. Понятно. А ужинал. Я тут, коллега, подойду. О, ну че, шансы есть? Ай, там, ну, да, на счет, там, вошел в часы. Вот, конечно. Ну, че ты не наш мукина? У нас, у нас тут труп, Федор Николаевич, мужской. Ну, напомни, с каких пор мы с тобой новы, по имени отчеству. Ну, так должность ваша теперь располагает. Кость, закончил там, нет? Издеваешься, да, Катька? Ну, ладно, пойдем посмотрим, что там. Да нечего там смотреть, Федор Николаевич. Вон, головешка одна обгоревшая. Ребята говорят, только часы остались. Вонище. Ну, пойдем, прикинь, часы посмотрим. Пойдем. Пойдем. Так, вот еще раз, вон, вон, ничего не подъехали. Пойдем, мать и вы, ежемая, пойдем, мать и вы, пожалуйста. Давай, 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 еще раз, вот так, вот так, вот еще, вот и все будет. Сейчас все будет хорошо, сейчас все будет, хорошо будет, сейчас все. Вот вы его, сейчас. Опа. Ну, что, Светочка, я вам и очень доволен. Все очень хорошо. Встречаемся завтра, три часа. До свидания. До свидания, дорогая. Родителям привет. По теории социолога Пуссена, отношения между пожилым мужчиной и молоденькими девушками обращены на провал в 87 случаях из 100. А по теории приличных людей, врываться в комнату без стука недопустимо. и устраивать такие чудовищные инсинуации, глупые по своей природе. Я разочарован в вас, Георгий. Разочарован. Стойте, девушка, спиной нельзя. Да какое вы имеете право, мне хватает. Да мне надо пройти. Зайдите за ограждение. Да вы не понимаете, это наш магазин, мой, моего мужа. Володь, слушай, что случилось, девушка? Что вообще происходит? Это мой магазин, мой, моего мужа. Мужа? Володь, пропусти. Идите за мной. Капитан Стрельцов. Я так понимаю, это магазин нашего мужа. Где он сам? Он сказал, что закроют магазин и приедет. Понятно, займись. Пойдемте, пойдемте со мной, сейчас я водичку дам. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Пойдемте, пойдем туда в машину. Тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Тихо, 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 спокойно, спокойно. У девушки, между прочим, хронический танзелит. То есть горло болит. А я врач. Отоларинголог. Неужели ваш брат об этом вам не говорил? Извините, пожалуйста. Был неправ. А брат что? Ему ведь некогда мной заниматься. У него ведь работа на первом месте. Сами понимаете. А может... А, хотите предложить мне партию? Надеюсь, мы не разочаруем друг друга. Значит так, Федь. Владелец магазина, он же потерпевший, Виталий Тихонов, звонил жене примерно два часа назад. Пожарные говорят, что в это же время случилось возгорание. Оксана, жена Виталия. Федор Николаевич, фотографии делаем на глянцевой бумаге. А на какую еще? Ну, есть ничего матовое, шубин всегда на ней требует. Так, слушай, делай на матовое, не пари начальнику мозга. Давай, давай, давай. Значит так, безутешную вдовую вывезли, она, в общем, в истерике два слова связать не может. Костя! Ой! Так, наблюдение мне за вдовой организовать. Быстро. Что, прям сейчас? Прям сейчас. Я хочу знать, что она сейчас сделает. Быстро. Хорошо, хорошо. В общем, мы закончили. Вот здесь подпишите, пожалуйста, Актик. Я тут при чем? Мне сказали, что вы здесь главный. Или нет? Ну, вы решайте быстрее. Меня же люди ждут, ну. Актик, спеши, тебе говорят. Сразу бы так, это пишу, не пропишу. Берут по объявлению. По описи. Пропало. Ты поговоришь, но когда-нибудь. Занятой такой стал? Да. Так я же на... Шубе на ковер требует. Пойдешь со мной? Товарищ начальник. Я хоть человек маленький, но свободный. У меня рабочий день заканчивается. Пойду. Костя! Чего? У меня свидание, шеф. Да не дырей ты, Феденька. Ну, надо бомбиться. Впервые, что ли? Ты самое главное, только с начальством не ссорься, ладно? Ну, я тебя прошу. Вот ты кивай и соглашайся на все, ладно? И ты, брат. Да иди ты. Главное, кивай. Всего доброго. Ты еще подчиненный. Завтра без опозданий мухим, да? О, 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 о. Катерина, 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 не злей. Ну, не назначили тебя, ну, плюнь-то и забудь, господи. Нашла чему завидовать. Должность-то, ой, хуже не придумаешь. Собачий ведь. Ну, что замолчал, Стрельцов? Продолжай, я внимательно слушаю тебя. После насмотра места преступления выяснилось, что пропало драгоценностей на сумму более полумиллиона американских долларов. И обнаружен труп мужчины, предположительно, хозяин магазина. Все нормальные люди уже дома сидят. Упроньки под бочком. Вот скажи мне, Стрельцов, тебя дома ждут? Я бы с радостью. Как вы меня, товарищ полковник, вызвали прямо с места преступления. Я даже рук не успел помыть. Ну, ты не дерзи, не дерзи. Какие версии? Ну, отрабатываем пока ограбление, убийство и поджог с целью сокрытия улики. Выпьешь? Я в рабочей времени пью, товарищ полковник. Ну, а что тогда сидишь? Иди, отрабатывай. Да, и напиши мне отчет. Толстый и красивый. Юрий Петрович, когда мне его писать? А кто убийство будет раскрывать? Твое дело теперь работу в отделе организовывать. Ты должен руководить и направлять. И сам, чтобы в кабинете сидел. Я проверю, зайду. Да, и по поводу отчета не забудь. Всего доброго. Что, неприятности какие-нибудь? Сложный случай? Нет, случай как раз простой. Ограбили ювелирку, убили хозяина, все облили бензином, подожгли и концы вода. Меня на новую должность назначили. Чувствую себя жёлтой. Кругом одни добы, а я не знаю, какая свинья меня съест. Странно. А зачем вы обители... Вот действительно странно. Время уже начало первого, а ты до сих пор еще не в постели. В чем дело? М? Да поджог этот. Довольно странный способ избавиться от улик. Нормальный способ. Поверь мне. Лучший способ. Огонь уничтожает все следы. Безо-грамотей просто так, на будущее. Ну, это понятно. Он специально нести с собой наделок канистру с бензином. Федя, по-моему, Гоша прав. Гоша у нас всегда прав. Конечно. Гоша же у нас гений. О какой теории ты говорил, что тайна всегда становится явной? Это не по теории, а по жизни. Ладно, я спать пошел. Всем спокойной ночи. Какой ночи? Пусть тебе приснится мисс Маркл. Вы уж извините, Леонид Львович, что так все получилось. И вам эти неудобства. Но поверьте, как только приедет его тетка, я отправлю их вместе в Курск и все. Ну, что вы говорите, Федя? Ну, какие неудобства. Ну, чудесный мальчик. Умница. Ну, уверяю вас, вы еще сами не захотите отправить его в Ксетку. Ну, да, конечно. Да, вот послушайте меня. Вот так и будет. Семен Ватвич, ничего, что я так поздно? Я тоже думаю, что ничего. Тут у нас ювелирку грабанули. Я рад, что вы в курсе. Так хотел бы услышать от вас версии. Так давайте вот завтра с вами встретимся и поговорим. Вы меня выручили, а я в долгу быть не люблю. Так вот, Федор Николаевич, никто из местных мазуриков ваш магазин не брал. Но кое-что у него есть. Что же? Вы ведь знаете мою специализацию? Тут меня, Давича, кореша попросили проверить на подлинность большую партию ювелирков. Опа, некие. Вот именно. Только давайте договоримся, Федор Николаевич. После этого дела мы с вами краями. Вы меня не знаете, а я вас. Угу. Я теперь в завязке. Мой возраст уже не позволяет промышлять гоп-стопом. Ну, и как стоит ваше золотое дело потерю стукача? Да, и не запалите меня перед корешем. Уговор дороже. Угу. 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 Алло. Алло, Мухина, ты мне нужна, срочно. Кажется, у нас зацепка. Да, товарищ полковник, информация точная. Налетчики попытаются сбыть похищенное золото. Прямо сейчас. Юрий Петрович, все под контролем, люди уже на месте. Мухина участвует, куда же я без нее. Юрий Петрович, виноват, подъезжай, конец связи. Черный комар, гос. номер Харитон. 886, Харитон, Роман, 97. Отправляем на третий уровень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, я перезвоню тебя, не могу поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 – Да что ж такое? – Простите. – Тихонов! – Ну что, молодой? – Тихонов, подожди. – В порядке. Тихонов и Давыдова зарегистрировались? – Да, зарегистрировались. – Отлично, спасибо. – Вы куда? – Ворону! – В чем дело? – Стоять! – Стоять! – Стоять! – Стоять! Руки! – Стоять! Мы проверили кредитную историю Тихонова. У него огромные займы в банке, а погашать нечем было. Тихонов рассказал все своей любовнице, а она разработала план. Вот, сразу улететь за границу они не могли, поскольку у Давыдовой оставались здесь дела, ей нужно было несколько дней для их решения. Она прячет Тихонова в лечебницу, выдавая его там за Гриценко. И он спокойно ходит по лечебнице, смотрит футбол, играет в шахматы. В общем, они уверены, что им ничего не угрожает. Да, но один раз они чуть было не прокололись. Это когда Усип Матвеевич с Мухиной, в общем, когда они пришли в лечебницу. У Давыдовой, правда, оказались железные нервы, надо отдать ей должное. Она идет в архив, берет медицинскую карту Гриценко, меняет на ней обложку на новую и в новой обложке вписывает Тихонов. Детали, Андреич, таким образом мы снова были введены в заблуждение, что труп в магазине Тихонов, просто у покойного с медицинской карточкой совпадали все показания, там, зуб сломанный, почка, черти где сидит. Вот, но псих опознал по фотографии Тихонова. Ну, что ж, Стрельцов, за самодеятельность твою, выговор с занесением. Ну, а так, прекрасная работа, молодцы. Кстати, внеси в свой отчет. Все. Свободно, ребята. Гоша. 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 Значит, так, смотри, у меня предложение. Сейчас обедаем, потом в кино. Потом в вызывательный центр, а там либо картинги, либо, либо игровые эти, автоматы. Не, Федь, я более тихий не хочу. Там же лекция интересная. Где, наверное, проблематика в языкознании. Хватит, стоп, хватит учить. Я тебя прошу, если вы по-человечески, а ты по-братски. Ладно, едем в институт. Ура! Давай, иду в машину. Спасибо. От бабы дуры. Надо же такой влюбиться. А мы вечно в кого попало влюбляемся. Стрельцов. Ладно, давай. Нет, стоп, куда? Ну, я умоляю тебя. Катя, ну, я там у русла скупил. Пройдем вместе. Ну, вы идете? Из тебя мороженое. Идем! Разумеется. Идем! Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Алло, Лильд Плович. Да, здравствуйте, это я. Вас не затруднит забрать меня? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, вижу. Только что мимо меня проехали. Ей! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сержант, успокойся, Эл! Успокойся! Я сейчас покажу тебе удостоверение, слышишь? Лежать! Сейчас подкрепление придет, я посмотрю. Да, да. Сержант Приходов, да, да. Тупик. Зеленая улица. Приходов, сержант! Да. А чего преступник-то не убегает? Лежать, даю я вас таких! Мне батя все рассказывал! Я тоже хочу это узнать! Сержант! Сержант! Сержант, я вижу, вы недавно в органах. У меня в правом заднем кармане удостоверение. Посмотрите сами. Вот подкрепление придет. Все, высмотрю! Ну вот. Буду чинить. Ой, Гоша, к сожалению, тут я тебе не помощник. Да ну и что? Да? Леонид Хилович, может вы блинчики пожарите, а? Скоро Феде с Мухиной портут, а они голодные. Гоша, ты должен признаться, я в кулинарии так же слабо разбираюсь, как и в технике. Да ну не проблема. А я вас научу. Ну-ка. Берите эту желтую кастрюльку. Так. Три яйца из холодильника. Угу. Только разбейте их, ладно? Гоша, ну как-нибудь соображение, я такой сейчас старый дурак, как ты считаешь? Да, Федя тоже говорил, что знает об этом. А потом уж удивлялся, почему есть миксер в скорлупе. Зато Федор виртуозно ловит преступников. Вадя! Ну слава Богу! Вадя! Вадя! Держите, я сейчас! Они говорят из милиции! Удостоверение вот у нее в заднем кармане! Удостоверение! Отбой, сына! Наши! Заставление давайте! Нас увижу, да? Как ты емаё! Это когда же его зацепило-то? Ну, чего здесь сержантик стреляет? Думаешь, сержант? Как у снайперов. Один выстрел, один труп. Так, пошли, надо наших вызывать. Ой, испортил, блин. Ну, ничего не сделаешь. Так, ладно. Эй, Лович. Да? Смотрите, есть картинка? Есть. Есть, есть, есть изображение. Какая-то выставка. Отлично. Кто-то говорит, только звука нет. Ты можешь сделать громче звук? Да, я сейчас переставлю клемму. Давай. И все будет в порядке. Ты, пожалуйста, какие последние новости? Иди с кразой иконой. Тебе изображение сейчас. Ну, что у тебя за телевизор? К сожалению, нам придется подождать. Нет звука, нет изображения. Нет изображения. Нет звука. Боже. Ну, наверное, что в схеме напутал. По факту кразы иконы Ахтырской Божьей Матери. Сейчас может быть уникальная возможность. Ахтырской Божьей Матери. Ну, что ты, знаешь, что вы издавали? Что вы там стоите? Давай. Давай скорей. Ну, иди сюда. Ну, возьми его сама. Ну, что мы идем? Здорово. 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 Да, и... Поехали сниматься. Ну, ладно, спасибо. Ну, ладно, спасибо. Рассказывай. Так. В него стреляли часа три назад. Кровь запеклась уже. А вся ваша карусель часа полтора максимум. Хранили сквозное. Силен бродяг. Долго жил. Так что отпускайте, парни. Я же говорю, в воздух он стрелял. Воздух тоже, знаешь, понятие растяжимое. Твой сержант ответить не может, когда он в воздух стрелял или в сторону. А мои товарищи в это время героически морды в землю падали. Мой парень все делал по усталу. Все нормально, все в порядке, капитан. Ну, какие могут быть претензии? Все по инструкции. Ты молодец. Спасибо тебе. Счастливо. Всего доброго. Добрый. Ну, ребят, а? Ну, что вы не можете спокойно телевизор купить, а? А я? Я говорил ей. Это мухинские штучки. Я говорил, возьми по интернету, закажи. Привезут, нормально установят. Все, все будет классно, нет, надо поехать в магазин, потому что там можно потрогать. Ну, да. Там же можно пощупать, понюхать, попробовать на зуб. В итоге мы не имеем телевизора, зато мы имеем труп. Ну, ладно, про понюхать я ничего не говорила. Ладно, хватит собачиться. Вот. Все, что есть. Коллектив у нас слаженный, работаем с огоньком. План у нас горячий, только зарплата холодная. Женат? Нет. Ну, невесту мы тебе найдем. Москвич? Да, коренной. Ну, коренной у нас только Юрий Долгорукий, да конь его. Хороший день. Да, пожалуйста. Ну, что, познакомьтесь. Пополнение у нас. Прошу любить и жаловать. Познакомьтесь. Закончил, так сказать, с красным дипломом. Анатолий, как вас? Зайчиков. Зайчиков. Федор. Приятно. Стрельцов. Ну, вот. Ну, а что у вас? Результат погони труп. Ты мне скажи, Стрельцов, ты что, специально ходишь по городу? Трупы отыскиваешь? Да еще явный висяк. Здравствуйте. А что мне было делать? На моих глазах угоняют машину у нашего сотрудника. Угу. Что мне им дорогу указывать? Ну, ты мне тут не дерзи. Я сам все понимаю. Ну, что у вас по этому угонщику? Товарищ полковник, версию угона отметаем сразу. Дело в том, что сквозное ранение пуля прошла на вылет, а в машине не обнаружено. Это мое место. Зайчиков. Ранен он был до того, как попал в машину. Угу. Так что получается, значит, он бежал от убийцы, так сказать. Понятно. Черт вас сдернул в этот магазин пойти. И вы что, в другом районе не могли телевизор купить? Ну, ладно. Что делаете? Разослали ориентировки. Может, где всплывет? Сплывет, всплывет. Плавает у нас только и всплывает сам, знаешь что. Ладно. Ты лучше разберись с этим Колпаковым. Разберусь. Кто это? А это хозяин. Одиннадцатой модели, которую ты угнал. Я ничего не угонял. Я изъял для погони. Он тут приходил, такой скандал устроил. Сфены дрожали. Значит так. Вот ты это и укажи в письменной форме. В двух экземплярах. И Мухина тоже. Юль. Все, свободно. Есть. Простите. Это у вас что? Это мои вещи. Учебники. Учебники. Ну иди, иди. Проходите. До свидания. Ой. Я не могу больше. Если это меня, я умер. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Угу. Да. А сейчас можно приехать? Да. Угу. Спасибо. Выезжаю. Все. Машину можно забирать. Стрельцов, гони ключи. Угу. Давай-давай-давай. Просыпайся. Угу. Это... Федь. Аюшки. Это угонщика ключи. Ты улику домой припер. Я твои ключи как улику сдал. Федя, ну... Ну что, Федя? Ну... Ну что? Зачем надо было меня тащить с собой в этот магазин? Если ты не поперся с тобой в этот магазин, не было бы трупа. Если бы не было бы трупа, не было бы глухаря. Да... Что? Да при чем здесь? При чем здесь? При чем здесь магазин? Что-то все в одну кучу. Я не могу ничего в одну кучу. Постойте. Постойте. Это очень интересно. Что? Я уже видел эту туфельку. Над обувным магазином. Который находится рядом с моим книжным. Я туда почти каждый день хожу. Я не могу ошибиться. Все понял. Гоша, спасибо. Молодец. Дураки-то, а? Магазин закрыт уже у всех. Вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. У меня к вам несколько странный вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. Вам знакомы эти ключи? Здравствуйте. Это же мои ключи. Господи. Боже ты мой. Я же, я… А где же этот мерзавец? Кто? Да Гришка-то мой охранник. Да это что ж такое? Он два дня на работу не ходит. Угу. Пьет. А я как мучаюсь? Вы не представляете себе, как я? Как я должна была открывать магазин? От входной двери? Угу. От всех ящиков? От подсобок? А вы, собственно, кто? Я… Вот. Чем я вам могу помочь? Скажите, вы можете мне ответить? Это Григорий? Мухина, делом займись. Ну, что-то он странный какой-то. Может, не живой, что ли? Он что это? Мертвый. То есть, вы подтверждаете, что человек на фотографии – ваш охранник? Ну, только… Мертвый. Боже ты мой. Будьте любезны. Скажите мне его фамилию и дайте его адрес и номер мобильного телефона. Фамилию я его не знаю. Что, из-за него замуж, что ли, собирался? Что вы? Нет, я, я… Мне нужен был охранник. Я позвонила в охранное бюро. Дала заявку. Мне его прислали. Нет, подождите. Я могу вам помочь. У меня где-то визиточек остался от этого охранного бюро. Сейчас, 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 минуточку. Угу. Так. Ну вот, пожалуйста. Защита, охранное агентство. Да. Спасибо. Вы нам очень помогли. Да. Мухина. А? Хватит копаться. Пойдем. Ага. Скажите, а у вас есть такие же, только на размер побольше? Угу. К сожалению, последняя, пожалуйста. Ну, у нас скоро будет заводчик. Ну, ладно, тогда я вот эти и возьму. Это ваше? Пожалуйста. Спасибо. А у Григория был такой бейджик? Ну, конечно. Маша. А? Принеси форму Григория. Оттуда. Давай, давай. Сейчас. Конечно. Ой, прям страшно. Ну, вот видите, Белков Григорий. Вот и фотографии. Ну, что там? Спасибо вам огромное. Ну, что ж. Вы мне очень помогли. Да не за что. Спасибо. Кать, мы идем? Да, да, Федь, идем. До свидания. Угу. До свидания. Ну, что? Ты понял? Угу. Чтобы ни грамма. Может, я сгоняю к Мукиной, а? У нее отличные таблетки есть. Снимает все симптомы отравления, недомогания. Как рукой. А не поможет. Я уже рассол с утра и ноги в кипятке держал. Не помогает ничего. Слушай, ты можешь это остановить? Слушай, что ты несешь? Какой рассол? Ты лучше мне покажи, где протоколы делала Петрухина. Так вот же, в синей папке. Вы вчера уже все подписали. А что по угонщику? Ну... Охранное агентство проверили? Да, проверили. Здрасте. Здравствуй, здравствуй. Ты чего хроманишь, Мухин? Я на роликах каталась, Юрий Петрович. Ну, наверное. Очень хорошо. Ты бы лучше на своих роликах вовремя на работу приезжала. Извините. Ну, что там, Стрельцов, давай продолжай. Вот. Охранного агентства защиты не существует. Электронный адрес Липовой. Неужели это? Вот. И... Белков сейчас пробивает толик по базе. Ну, а как же тогда эта дамочка из магазина его наняла? Юрий Петрович, да обычная схема. Ну, открывают на месяц Липовую... Открывают на месяц Липовую фирму. Нанимают туда всякий сброд, а документы оформляют, будто московская прописка и все как следует. А на самом деле гастарбейтеры со всех концов страны. Ну, короче, тут тоже тупик. Нашел. Я нашел угонщика. Только наш Белков это совсем не Белков. А кто? Вячеслав Семенович Колорадов. Он же один из лучших медвежатников страны. И безвестный в Костромской губернии Колорад. Сейчас отчису не легче. Слушай, Мухина. Тут мне Стрельцов сказал, что у тебя какие-то есть волшебные таблетки, что ли. Слушай, принеси, а? Угу. Юрий Петрович. Колорадов Вячеслав Семенович. 1967 года. Рождение. Кличка Колорад. Так. Понятна статья. Освободился из места лишения свободы два месяца назад. Так, адрес. Мухина, из тебя такой же штурман, как из меня космонавт. А? Чего я тебя послушал? Хотел же повернуть направо. Нет, налево, налево. Слушай, я не говорила налево, налево. Ты сам взял и свернул. Я вообще предлагала остановиться у людей и спросить, где эта зона. Ну, конечно. Чисто по-женски. Простите, вы не подскажете, где здесь зэки живут? Народ пугать надо. Слушай, народ нас с годами пуганый, ничего страшного. А что, лучше круги наматывать три часа подряд? Ну, посмотри карту есть ты такой, деликатной. Прости, Стрельцов, я забыла, ты только с игральными картами умеешь. Мне за дорогой надо следить, там мелко напечатан. Да какие у Колорадо враги, что вы. Он, в принципе, спокойный был. Работящий. Бригадирова Борька Шуйский. Нарадоваться на него не мог. Ну, что еще вам про него сказать. Мужик он был видный. Красавец. Таких бабы любят. Кстати, через это себе неприятности нажог. Что за неприятности? Серьезные? Слушайте, а я же совсем забыл эту историю. А вполне может быть и месть. Короче, сидел с ним один парень. Пашка Матылецкий. А хоть да баб был, но просто страсть. Кошмар. Ну, приезжала к нему одна края. Колорадо ее заприметил. Выждал момент. Перекинулся парой фраз. Ну, и потом вроде как она ему писать стала. Мотыль взревновал. Ну, и поклялся. Мол, откинусь, а тебе не жить. А что, так любил эту девушку Мотыль, да? Да я вас умоляю. Какая любовь? О чем вы говорите? Мое. Никому не дам. Колорадо ему так и сказала. У тебя каждую свиданку новая баба. Делись. Мотыль ни в какую. Понимаете? Вроде мелочь. А вполне мотив. Кстати, освободили Мотыля три недели назад. В этом году. Понятно. Дело его есть? Конечно. Сейчас. Здравствуйте. Закисывай адресок. Угу. Бери Усима Матвеича. И к нему на свидание. Угу. Спасибо. Спасибо. Да не за что. Приезжайте еще. Спасибо. Ой. Куда? Чего идем? Вообще не понимаю, как вы с Федки все это объясните? Ну, Мотыль поднял Колорадо, это я понимаю. Совершил так свою месть. Ну, а Колорадо что, напоследок решил на чужой машине покататься что-то? Осип Матвеич, ну что ты? Помнишь дело, как его, этого, Свистуна было? Ну? Ну. Там такая ситуация, конечно. Да, только Свистун-то успел на поезд сесть и до Орла приехать. И там только помер. Слушай, какая улица-то, все очень может быть. Ну, куда мы пришли? На босьмое квартиру. Извини, Матвеич. Извини, что эти молоденькие бегают туда-сюда. Ой, Кать, старостная радость. Какая квартира-то? Возьмай. Оно. Давай, звони. Не работай. Что случилось? Никакого покоя. Хоть милицию вызывай. Не, не надо. Что это такое? Нет, нет, спокойно, гражданочка, мы милиция. Ну, отца изверьте, невозможно жить. Сумасшедший дом. У Паши каждый день скандалы. Наверху сосед ремонт делает. Соседка из десятой родила двойную. Жить невозможно. Понятно. Лена, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, Паша Матылецкий и Павел Борисович. Нам бы с ним поговорить. А его дома нет. Куда же стервец делся? У Паши произошла стычка с Катериной. И она его сковородкой по голове ударила. Скорую вызывали. В больницу увезли. Скажите, а Катерина жена Матылецкого? Нет. Паша не женат. У него, знаете, каждый день разные женщины бывают. Поэтому Катериной недовольна. Извините, Катерина, нам бы поговорить. Что мне с вами разговаривать? Эта сплетница вам все уже рассказала. Никакого разговора не будет. В больнице он, ясно? И вообще, если у вас есть ко мне вопросы, вызывайте меня повесткой. Я ваши знакомы знаю. Ну и баба. Осип Матвеевич. Тарасову из пятой палаты на ультразвук. Подождите, доктор. Ультразвук. Я уже три клизма сделала. Ей надо на операцию. Слушай, не клюй мозги Петрова. У меня без тебя. Добрый день. Простите, это вы доктор Реваков? Ну я что надо. Нам надо переговорить с одним вашим пациентом. У меня семьдесят пациентов. Какой именно? Нам нужен Мателецкий Павел Борисович. Есть такой. Но, боюсь, поговорить с ним не удастся. А почему? Помер что-то? Да Господь с вами жив, относительно здоров, но поговорить не придется. Да вы нас проводите к нему, а мы же там договоримся, я думаю. Ну да. Ну, воля ваша. Прошу. Здравствуйте. Ну вот он ваш Мателецкий. Прошу. Ох, сильна Катерина. Что ж она его? Господи. Так вот прямо сковородкой делала. Какой сковородкой? Отстаньтесь, он под машину десять дней назад попал. Едва собрали. Мателецкий. Матель, ты слышишь меня? Ой, спасибо. Челюсть, кстати, тоже сломана. Ага. Не мог он колорады грохнуть. Видите, в каком состоянии в такой мясорубке побывал. Пойдемте. Спасибо большое. Спасибо. Федя! Ну, сколько тебе повторять? Держите разловесие! Осторожно! На! Перекладный все тело сделал слева, так и на правую. Федя, я тебя сломаю. Федя, давай, давай, давай! Ой! Зачем ты бы и я их покупал? Деньги такие идиотские потратил. Жил же без этих роликов и нормально жил. Петь, ну дай помогу. Уйди! Ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ты можешь посадить? Осторожно! Ну что ж, как его? Ни хрена они не защищают, они только натирают руки. У меня убийство не раскрыто, а меня Шубин гнать собирается, а я тут с вами дурью маюсь! Что значит убийство не раскрыто? Вы же были у этого мотыля? Ну, были. Ну и что? А че толку-то? Он весь как? У меня с ног до головы замотан. Ну и что сказать? Подожди! Подожди! Что значит с ног до головы? Ну, Гоша, ну с ног до головы замотан бинтами. И лица не видно? И лица не видно. Не, ну глаза видно. А с чего вы взяли, что под бинтами именно Маталецкий? Может, вообще другой человек? Кать, быстро меня к машине отвези. Только осторожно! Давай! Быстрее! Эй, ребят, вы куда? Ладно, сам домой доеду. Все, спасибо. Маталецкий? Я? Нет. Яковлевская фамилия. Ты что здесь делаешь, Яковлев? Так это, врач попросил. Я это, бомжую я. Вот раз в месяц в больничку закладываюсь. Отлежаться, отосваться. Вот доктор и попросил этот раз сам. А ты спишься. Где врач? Где доктор? Так, что здесь происходит? Выезжайте, выезжайте. Ты у меня сядешь за соучастие в убийстве, ясно? Какое соучастие? Да обыкновенное соучастие. Алиби дружку обеспечил. Какое алиби? Да башка от бабы своей гуляет. Он поступил ко мне в больницу с побоями. Я его за два дня на ноги поднял. Он ей говорит, дай погуляю чуток. А Катьке скажешь, мол, под машину попал. Где гуляет твой дружок? Быстро! На даче, на даче у меня. Адрес пиши. Боже, ты чего? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, Белочка моя, тихо. Тихо-тихо, Белочка моя, тихо. Нашли, суки. Пашунь, кто? Ух ты, суки. Нашли, а? Пашунь, а ты куда? Ничего, ничего. Я скоро вернусь. Скоро вернусь. Ах ты, Белочка, ты моя, а ты? Лежать! Ну, мальчики, я, собственно, уже лежу. Федор, он уезжает! Быстро, в машину! Леша! Извините, надо сюда вернуть. Уйдет! Давай! Стой! Уйдет же! Стой назад! В машину! Иду! Уйдет за все это, такие-то. Блема! Он уже редко! Баб-баб-баб! Аааа... КОНЕЦ 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 Все, 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 мужики, все, все, поймали, 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 сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь Матылецкий, ты подозреваешься в совершении убийства Колорадо Вячеслава Семеновича Че? Э, 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 мужики, не надо, не надо, не надо Он у тебя бабу вел Баба его, сука, оказалась, она, она стукачка, я вам говорю, мужики, она стукачка Потом, потом, мы с Колорадом закоррешились, вы подумайте, я только что с Китти откинулся Потом я на работу устроился, моделью Чего? Ну, это, могу контракт показать А зачем тогда убегал-то, гонщик? Баба моя, она сказала, что если с бабой какой меня застукает, то кранты братану свои подошлет и отрежет Ну, я подумал, что вот она вас и подослала, чтобы вы мне... Не был двадцать четвертого, вечером Мимо, мужики! Мимо, у меня двадцать четвертого дочка родилась, дочка моя маленькая, можете поздравить У меня, у меня, у меня свидетель, целая бригада врачей, целая бригада врачей и свидетелей, можете поздравить Можете поздравить Двадцать четвертого, дочка у меня родилась, двадцать четвертого, ну я вам говорю Бригада, поздравьте меня Слез поздравим, подожди Значит, алиби у мотыля? Ну да, у него любовница рожала, а он ее за руку держал Ну мало ли, может отбежал он на полчасика Нет, не получается Дело в том, что он там в обморок грохнулся Ну и отлеживался под капельницей Вот показатели акушеров Ну и что, какие версии остались? В том-то и дело, что никаких Вернулись на исходную точку Ну ничего, так бывает Одним висиком больше Ну что, Мухина Премию ты не получишь Продолжай кататься на своих роликах Понятно Ну а ты, Стрельцов Я В отпуск пойдешь в январе Третий год подряд Все Конец месяца Я уже отчет напечатал Мне что, все показатели менять? Все, идите и думайте Понятно, будем думать А о чем? Кто убил этого Колорадо и как он в твоей машине оказался, Мухина Понятно Все, давайте, идите и думайте Сообщник грабителя так и не найден По каплям крови милиция установила, что он был ранен Это указано Что ж такое? Ему вообще нельзя починить Да не может этого быть Боже Ну оставь ты в покое эту шарман Ну я прошу тебя как человека Завтра пойду в магазин, куплю Мухиной новый телевизор Ну дай ты поспать, ну ради бога Нет, Федь Я с принципа починю этот Спасибо Агрегат Федя От магазина техники до выставки совсем недалеко Ну и Выставки Выставки Выставку ограбили двадцать четвертого Ну Тиснули икону Что-то по двух миллионов стоят Ограбителей было двое Один погиб А второй бежал с ранениями Найду я, не волнуйся Может и то он сел в Катину машину Короче говоря, когда мы подъехали, труп уже остывал На, смотри сам А рядом Вот здесь валялся ТТшник Вот тут Ну Тик Ну уже стреляли, правда Личность трупа Установлена Борис Моисей Шуйский Кличка Жук А вот второй свалил Слушайте, Шуйский Шуйский Черт Я слышала уже недавно эту фамилию А что если наши с тобой дела связаны как-то, а? Есть вероятность того, что ТТшник из которого был убит Шуйский Из него уже задели Колорадо Есть вероятность? Шуйский, Федь Шуйский Ээээ Борис Моисеевич Правильно? Жук Он был бригадиром Колорадо Ну ты что не помнишь? Нам начальник колонии рассказывал Они вместе сидели Шуйский и Колорадо Феденька Шубин на ковер требует Производится осмотр места преступления Прибытие в милицию возле мустрового бака лежал раненый преступник Возле него валялся пистолет Наружное пятно темного цвета Предположительно кровь По промежутку времени между ограблением выставки и угон автомобиля Можно сделать и выводы, что преступник где-то отсиделся Вопрос где? Вопрос где? Точно Как и предполагалось Второй преступник тоже был ранен Приходил себя в соседней подворотне Так Теперь вопрос где же пуля Класс Товарищ полковник Ну по всему видать, что колорады и шуйские, они вместе провернули это дело Икона на их совести А доказательства Только не надо про ранение и сидельца в камере Я уже это слышал в разных интерпретациях Товарищ полковник, ну это очевидно Очевидно пуля из пистолета, вот это очевидно А обстоятельства ранения это только предположение Все, свободен Стрельцов, занимайся делом Вы разрешите войти? Так, а это еще что такое? Что вы тут развели в детский сад? Да еще в кабинете начальство Да вы встаньте, смотрите У меня пуля с места преступлений Так Товарищ полковник Может ее на экспертизу? Прямо сейчас, а? Ну что, ладно Стрельцов Будем надеяться, что эта пулька и пробила нашего угонщика Вопрос в другом Где икона? Колорад с напарником зашли в музей Хапнули икону А на обратке на охранник открывались Началась перестрелка Перестрелка напарничка колорадовского ранила Но до ближайшего двора он дотянул Колорад понял, что напарник не леется Решил один дернуть А тому обидно стало Вот он у него и шмальнул Ну, колорад отсиделся в ближайшем переулке И на проспект рванул в первую попавшуюся машину По-моему все ясно Ребята, что у вас? Товарищ капитан, нет здесь ничего? Плохо Плохо Где же эту икону искать? Это не иголка Какая ты маленькая Слушай, что ты так паришься? Ну, в конце концов, наше дело Преступление раскрыть и убийцу определить А Богоматерь-то приятное дополнение Не скажи Ну, чего? Товарищ капитан, мы три раза все перекопали Дошли до самого магазина Нигде ничего нет Все плохо Едем домой Ребята Сворачивайтесь Отбой Спасибо Леонид Лёвич Заводите Заводите Заработала Гений, гений Молодец Да Наши едут А, да Привет Привет Здрасьте, Леонид Лёвич Здрасьте Слышите Че? Дверь здесь работает Ну? Завел Пять лет машина стояла Он же завел Гений, мальчишка Да ладно, Леонид Лёвич Икон-то нашли Не переживай, найдем Эх ты Хорошо вам А у меня вон Машина разваливается И гений Ваш телек мой Совсем Вот напрасно Вы на мальчика ругаетесь Мальчик вам Телевизор починил Телевизор починил Да Ладно? Да Идите посмотрите И ловит он сто сорок мялов Смотрите Сто сорок Сто сорок Ха-ха-ха Телевизор починил Девушки отдыхают МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты куда качаешься? У меня, наверное, в жизни так не получится. С дома. Ты знаешь, я так хочу научиться танцевать, а? Элина, стой, мне нужно с тобой поговорить. Я же тебе сказала, оставь меня в покое. О, Федя, привет. А у меня катар верхних дыхательных путей. Чего путей? Верхних дыхательных, катар. А, понятно. Ну, вообще-то это называется просто УРЗ. Мне больше нравится катар. Где ты этой ерунды набрался? У Ленина Ида Львовича? Да, он мне целую медицинскую энциклопедию дал почитать. Ясно. Ты что-то забыл? Я тебе лекарство привез. О, вот. А Дмитрий Львович пошел в аптеку. Угу. Потому что катар лечится не анальдином. Ремнем его лечат. Горло сильно болит? Нет, Федь, не беспокойся. Все нормально. По приезду тетки мне выздоровел, понятно? Здоровым приехал, здоровым уехал. В здоровом теле вообще здоровый дух. Федь, а ты знаешь, что кара головного мозга называется дура? Угу. Не знаю. Мухиной скажи. Ей это понравится. А еще у нас... Да, алло. Тихо. А почему я никогда ничего не забываю? Да у меня младший брат, самостоятельный у вас всех вместе взятых. Ну так вот, а еще в нашей голове есть... Тихо. Тихо. Подожди. Так. Я побежал. Таблетки пей. Ну так вот, а еще... Некогда! Федь! Простите. Ой. Дмитрий Анатольевич, значит, никого подозрительного вы в тот день не видели? Да тут многие ходят. Кто ж им запретит? Двор сами видите. Проходной. Вот. А я тут тротуар метал. Понятно. Да, иду. А что вы делали в подъезде в то время? Да так просто зашел. Я ж дворник. Я тут везде ухожу. Понятно. Спасибо за сотрудничество. Если что, обращайтесь. Хорошо. Тихо. 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 Господи. Кровищи-то сколько. Тихо. Да, не повезло. Ранение одно, но смертельное. Убитая Егорова, Ангелина Анатольевна. Красивая. Толик? Следов насилия не обнаружено? Пока ничего. Да и вещи похоже целы. У нее в кошельке полно денег. И побрякушек хватит на полкило. Слушай, а может какой-то ревнивец сумасшедший? Ну, наверное. Так, ладно, ребятки, давайте-ка быстро проводим обыск. Потому что нам еще определяет круг ее знакомства. Алло. Ой, Линка, привет. Не догнал тебя Руслан, слава богу. Ну, какой Руслан? Ой, а кто это? Девушка, не кладите трубку. Это квартира Ангелины Егоровой. Я сотрудник уголовного розыска капитан Стрельцов. Кто такой Руслан? Руслан, парень Лины. Мы все вместе в институте учимся. На тебе? Да. Дуй в управление. Девушка, здравствуйте, не кладите трубку. Быстро пробить мне по базе. Крикожная Руслана, быстро! Лейтенант Мухин, уголовный розыск. Представьтесь, пожалуйста. Иду. Я иду уже. Ну? Командир! Не подскажешь! На Абутырскую 86 как проехать? Ну, сейчас вернешь направо, до кольца доезжаешь, опять поворачиваешь направо. Спасибо! Чудно. Мужик мой дом ищет. Эх, поймали бы преступника, дали бы нам портальную премию, купила бы маме пухоный комбайн. А ты думаешь, это этот, как его, Пригожин убийца? Да, конечно, Пригожин. Слушай, подруга подтвердила факт ссоры, сказала, что он доставал Егорову с ценами ревности. Да, конечно, он. Кому же еще? Да, Толик. Ребята, я только что был в общежитии. Пригожина здесь нет. Всех опросил, все обыскал. Он еще с утра ушел и не возвращался. Понятно. В бега ударился. Хуже. Я знаю, куда Пригожин поехал. Только давайте быстрее. Не дай бог опоздаем. Ну и что случится? Да еще один труп. Что, Федь? Адрес давай. Солнечный проспект. Дом 86. Что, надеюсь, не опоздали? Никак. О, мужики! Где Пригожин? Руслан где? Русик, мы же с ним пьем здесь. За женщин, которые... Спокойно. Ручкой, ручкой, ручкой. Толь, держи. А присутствие. Куда они? Второй. Лину Егорову за что ты грохнул? А, сама Егора виновата. Я сама. Бери его. Вставай. Понятно. Вставай быстро. О, Федь, привет. Это что? Это мои книжки. Ответа они приехали. На форе приехали? Почему? На газели. Понимаешь, Степан? Степанин сосед. Он каждый раз ездит в Москву продавать капусту. Вот и захватили. А где мы жить теперь будем? Где я спать буду? Федь, эти книжки еще мама с папой начали собирать. Ну, а потом я подключился. Подключился. Какие шиши-то я подключился. Подключился. Садись. Федь, понимаешь, я участвовала в разных викторийных конкурсах. Ну, в общем, там, где можно выиграть книгу. Лучше ты квартирой выигрывал. Таи! Федь, не волнуйся. У меня есть план. Завтра я сооружу шкаф. И все туда поместится. Совести у тебя нет. План у него есть. Федь, может, ты есть хочешь? Я хочу есть. Оставь меня в покое. Может, и чая принести? Уйди с глаз! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Так, коллеги, вот экстратное заключение. Ножечко не тот. Как говорится, чудо не произошло. А мы не будем огорчаться. Никто не предполагал, что Пригожин будет расхаживать по городу с орудием убийства. Давайте-ка я его сюда на допрос. Он сейчас с такого бодуна, что возьмет на себя и Хиросиму, и Нагасаки, и все за бутылку пьев. Правильно? Хиросиму, Нагасаки. На, кофе держи. Держи, держи. Спасибо. О, горячий. Ты сам как с бодуна. Что случилось-то? Ложка заболел. Всю ночь ворочался, глаз не замкнул. Температура высокая. Угу. Слушай, бедный парень, мама считает, что... Подожди, какой бедный парень? Я ворочался, я глаз не замкнул. Присаживайтесь. Пригожин Руслан Игоревич. Да, это я. Присаживайтесь пока. 1989 года рождения. Так? Так. Вы подозреваетесь в убийстве Егорова и Ангелина Анатольевны. Не понимаю, что вы говорите. Егорова и Ангелина Анатольевна, 89-го года рождения. Ничего не понял. Прекратите истерику. Сустрять. Всю жизнь мне сломала. Все? Угомонился? Что сказали? Лина, когда? Я же только вчера ее... Коша, иди в горло по ночи. А я плоскал, живой. Леонид 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 сказал, каждые два часа. Давай, вперед, быстро. Линцов? Привет. Пэ, берегись, привет. Ого! Вы что, переезжать собрались? Привет, Пэш? Да кому мы нужны? С таким барахлом, разве что разорившимся библиотеком. Ну-ка, на. Я вот еще Гоша книжечку принесла от мамы. На, Гошечка. У тебя так мало книжечек. Мое почтение, Катерин. Прошу простить, мой внешний вид, я не одет. Вы нужны наставить, вы садите сколько минут. Мне нужно прополаскать горло. Температура, что ли? От нет, сударыня. Мальчик откопал в этих завалах книжку по этикету, тюрьмается. Садись. Благодарю. Ой. Так. Раз. Да ладно, варенье. Полинова. А то. Я все магазины оббегал, везде этот конфитюр и джем. Нормального варенья уже не найти. Где откопала? Вот почему откопала. Сама сварила. Вот этими вот ручками. А я еще холодец умею. И вышивалась. Тамбурный шум. Везде вот кому-то с женой. А елку ногой притаранила? Это не елка, это кипарис. Гоша нужен смолистый свежий воздух. Так, ладно, пошла я. Подожди, а этот Пригожин облегчил душу признанием, нет? Да нет. Адвокат ему уже из состояния аффекта обещал, все что угодно не колется. А что, тут все понятно. Убийство на почве ревности. На, ты просил у ксерокопии протоколом осмотра места. Вышит. Спасибо. Его еще приедет к старецу. Кать, Катя! Подожди, я тебя провожу. Не гадость. Хватит елку тирать. Пять сядет от окна продует. Первый день без температуры. Все-таки как-то странно. Почему же не было мобильного телефона, а? В Москве у человека нет мобильного. У кого? Какого телефона? Да убитой этой девушке. Егоровой. Представляешь, у нее даже были две кредитные карточки. Мобильного ни одного. Откуда ты про карточки знаешь? Вот зараза, а! Но, Федь, ну, как-то все-таки не складывается. Егоровой должен был быть мобильный телефон. Но его нет. Значит, он на убийце. Правильно? Я тебе сколько раз говорил, не совать, нос чужие дела. Ну, что это такое? Федь, ну, 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 это же не мелочи. Это не мелочи. А как говорил герцог Мальбро... Ты что, курю, что ли? Ты что, Федь? Спенсер Черчилль, герцог Мальбро, говорил, что... Дьявол в мелочах. Ты знаешь, Кать, читая эти протоколы, сомнений вызывает одна маленькая деталь. Мелочи. Как у современной девушки и нет мобильного телефона. Так что, я думаю, займись-ка делом и проверь, покупала ли она на свое имя номер мобильного телефона. А я пока займусь пригоженным. Надо дожать на живой Тайлы и узнать у него, куда он в запаре дел мобильный телефон. А? Федь, слушай, да это ж... Как мы за такой деталь не зацепились? Ну и ну, ну ты молодец, Федь. Ну, почему не зацепились? Просто вспомнил слова сэра Уинсона Черчилля. Он же Спенсер, он же Леонард, Мальборо. Так вот он сказал, что дьявол в мелочах. У Егоровой был мобильный телефон? Был, конечно. Я сам его и подарил. У меня коробка до сих пор вообще и лежит. Там же гарантийный талон. Ты куда трубку дел? Вы думаете, это я мобильный забрал? Ира все время и звонил со своего мобильного, когда мы с ней поссорились. Можете проверить. Я же не мог ее убить и звонить ей, правильно? Телефон Леонард забрал настоящий убийца. Вот его-то вы ищите. Потому что, если я отсюда выйду, найду его сам, ничего хорошего из этого не будет. Это я вам обещаю. Вечно попадаете в какие-то передряги. Что по поводу убийства Егоровы? Неужели нет? В конце концов, версии. У нас даже задержанные есть. Да. Бойфренд Егорова и... Руслан Пригожин. А чистосердечные? Нету. Нету. Ну что ж ты тогда языком попуст умелишь? Зато у нас зацепка есть. Мобильный телефон. Какое мобильное? Понимаете, Юрий Петрович, у Егорова ничего не пропало. Деньги, драгоценности, все на месте. А мобильного нету. Мы думаем, что именно убийца его и забрал. Вот, сейчас ищем. Кого ищете? Мобильный или убийцу? Значит так, в поле и чтобы без частуки назад не возвращались. Все, свободны. Слушаемся. Ясно. Так. Теперь, теперь, теперь я взял. Теперь я ехал. Ну, пойдем. Что, Федя, какие-то сложности с расследованием? Да нет, Леонид Леонидович, никаких сложностей. Тупик. Где я в Москве найду мобильный телефон, когда родящих собак не то меньше? Почему вы думаете, что именно преступник взял этот мобильный телефон? Уж больно модель, дорогая. Отсюда мы делаем два вывода. Первый, выкинуть сим-карту и задвину телефон по рыбе. Второй, преступник опять же достал сим-карту и оставил телефон себе. И в том, и в другом случае я его не найду. Почему? Потому что слишком много технических аспектов, нюансов. Боюсь, тебе не понять. Извини. Понимаешь, Виня, в мире уже давным-давно существует программа, которая определяет источник электромагнитного излучения, которым без сомнения является мобильный телефон. Это неважно, включен, он выключен или без сим-карты. И по какому принципу она работает? Понимаешь, Федь, есть много всяких технических нюансов, аспектов. Думать тебе это не понять. Извини. Ладно, Федь, будет тебе завтра эта программа. Ты серьезно? Конечно. Телефон это единственная зацепка, которая у нас есть. Вот, все, смотрите. Подожди, стой. Единственная зацепка, которая у нас есть. Ну что же, думаю, телефон мы отыщем, если, конечно, преступник его не уничтожил. Понятно. Номер знаете? Да. 8-916, сейчас я скажу точнее. Федь, не беспокойся. Я запомнила номер Аймай. Записывайте. 35-37-38-04-16-00-7-8-13. А я это... International Mobile Equipment Identifier. Это то же самое, что и серийный номер телефона, только круче. А, ну вот. Гарантийный талон сохранился, Валерий Иванович. Нам повезло. Ну, тогда нет проблем. Саша, ты у себя. Я к тебе через пару минут гостей приведу. Ну, не давай. Гоша, положи. Валерий Иванович, а можно уставать мы? Гоша. Пожалуйста. А лучше дверь. Гоша. Да хоть три, Гоша. Для тебя я ничего не жалко. Спасибо. А с Гошкой-то как вы познакомились? Он в Москве-то совсем недавно. У нас выставка была в Курске. Он к стенду к нашему и прибился. Распушил у них вообще. Экспертов в пух и прах раскатал. Гениальная голова. Вообще молодец. Золотой мальчик. Я так и знал, что он в Москву переберется. Нету вашего телефона. Как корова языком слезала. Подожди, дай мне. Гоша, проблемы? Подожди, Федь, нет. Все нормально. А про программу кое-то это вы ему рассказали? Да вы что? Коша, эту программу специально для нас разработали. Подожди, подожди. Есть! Значит так, запоминай адрес. Лучше запиши. Селесневская, 29. Бери людей, выезжайте туда. Ну я, Синпень, убийца. Нет, я своим ходом на метро. Мне так быстрее. Значит, смотри, это через двор после дома Егоровой. Понятно? Давай, я быстро. Федя, телефон ты как будешь искать? У вас, видом, они маленькие. Нормально, найду. Чего, без сопливых? Не впервой. Ладно, на. Че это? Это сканер. Дальность метров 20-25. Ну а рядом с нужным телефоном он замигает. Разберешься, думаю. Сам придумал. Да ты что? Это японцы. Ладно. Окей. Спасибо. Федя, можно я с тобой? Нет, нельзя. Я же тебе. Я сказал, нельзя. Все. Мать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! А, привет, Лесь! Да, отшабашивал. Ну что у нас с тобой? Все в силе остается? Профилактический прозвон, цепей. Откройте, пожалуйста. Да у вас все в порядке. Я вам сейчас этот приборчик дам, вы вот на эту кнопочку нажимаете и по всем комнатам проходите. Если будет гореть красной лампой, будет иск, значит, проводка веткая, будем ее обменять, я думаю, на следующей неделе. Скоренько. Да, конечно. Что-то я недопонял, а? Сопля! А-а-а! А-а-а! Мы такие гордыцы! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня, не надо! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! На пол, милиция! Юра! Ты как? Нормально. Только ухо болит. Ты больной? Ты еще злишься? Ты еще спрашиваешь, как бы… – Зла не хватает. – Прихладывай. Видеть его не могу. Я тебе сказал дома быть. Так и домой поехал. А в топ-фи понял, что все это нечестно. Ну, мы же вместе с тобой все это придумали. Слушай, Гоша, я же с тобой на содержание специально поехала. Гоша, ты вообще понимаешь, чем ты рисковал? Нет? Да ничего он не понимает. Этот человек преступник, он мог тебя, как котенка, задушить и все. Да в этом я фидис. Валшесман меня услышал. А не из того, что ухо. Ухо. Гоша. – Мухина. – Да не могу. – Давай, держи. – Сделай одолжение. Отвези его домой. – Этого лопоухого. – Ладно. Мне еще злодея колоть. А что, не раскололся еще? Куда он денется? Как у тебя оказался телефон убитой гражданки Егоровой? Так нет, Григорьевна мне его сама подарила. Ну, старушка, учительница. Я ей старый диван помог разобрать и выбросить. Ну, а новый собрал. Вот она мне и телефон подарила. Ну, и бутылочку, конечно. Ты, что, похож на идиота? С каких пор у нас старушки-учительницы дарят мобильные телефоны? Ты из-за этой трубы невинную девчонку грохну. Да никого я убивал, грохну! Грот! 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 Федя, ты больше не сердишься? Нет, давай спать, я плызну уже. Ты дворника его убил? Да. А он признался? Спать иди. Зачем он ее убил? Я откуда знаю. Урод, потому что, потому и убил. В алиби у него никакого нет. Он мне какие-то басни плел про старушку-учительницу, которая ему телефон на старый диван. А ты ее допросил? Да умер. Да умер там все же. Нет никакого дивана. Люди вон на книжках спят. Иди спи, я тебя прошу, я устал как собака. Федь, диван-то был. В дворницкой стоит такой старый и разобранный. Федь, я тебе честно говорю, я сам ее увидел. Достал ты меня уже. Или ты сейчас же заснешь, или я тебе всыплю по первое число. Ясно? Поехали. Альо, в общем, я просила четверых человек. Слушай, заканчивай свои шпионские игры, ладно? Следопытские. Угу. Потому что у меня дел не в проворот. Я в них как в море, не в Наде Берегов. Что, Гошка? Ну, а кто еще? Борец за свободу негров. А так же дворников. Устроил тотальный опрос населения. Подтвердил ей старушку-учительницу. И диван, и сахарный песок, и хренов кусок. Оказывается, старушка-учительница жила в одном подъезде с убитой Егоровой. Угу. Извините, а вы не Нина Григорьевна? Нина Григорьевна на четвертом живет. Дверь направо. Ага. Спасибо. Входи. Ну, что? Понимаете, я из школы, юный журналист. Садитесь. Мне поручили сделать специальное расследование про убийство в вашем доме. И не ори. Я не глухая. Я и не ору. А что тебе от меня-то нужно? Понимаете, в милиции сказали, что убийца дворник Тимошенко из соседнего дома. А вы с ним пересекались. И мне стало интересно с вами поговорить о нем. А мне совершенно не интересно о нем разговаривать. Как дворник у меня никаких претензий к нему нет. Есть еще вопросы? А правда, что вы подарили Тимошенко мобильный телефон за то, что он диван разобрал? Ты что, меня решил допрашивать? Нет, понимаете. Я подумала, что вы мне подробнее расскажете про Алину Егорову. Ну все. Хватит. Я занята. Мне надо обед готовить и учить лодыри таких, как ты, математики. Выход сам найдешь. Алину Егорова Ты не ушел? Что тебе надо? А, не-не-не, ничего, я ухожу. Может, уйдем пораньше и в кино сходим? Федь. Забудь об этом. Катя, Федя, я знаю, кто я был Егорову. Господи, это старушка. Ты на самом же дворник мобильник отдала за диван. Слушай, Гош, у тебя голова не болит? Может, ты заболела опять? А слушай, у меня хотя бы раз в жизни. У меня такие же ножницы, как был в дворницкой. Я дома не хватает. Ее напросить надо. Слушай, Гош, а пойдем с тобой в кино? Да ну его. Да пойдем, я тебя приглашаю. Пойдем, пойдем. Стоп. Вам плохо? Да, неважно, себя чувствую, недавно инфаркт принесла. Сочувствую. Здравствуйте. 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 У вас есть еще ко мне вопрос? Вы знаете, больше вопросов нет. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Нина Григорьевна, простите, вы же математику преподаете. Вы знаете, брату моему какую-то задачку задали. Мы всей семьей бьемся, бьемся, не можем понять. Посмотрите, пожалуйста. Простите, я ничего не понимаю. Это же какая-то абракадабра. А, да, но ваши отпечатки пальцев на ней остались. А теперь мы сравним их с теми отпечатками пальцев, которые остались на ноже, которыми убили Лину Егорову. Ну вот, все и кончилось, слава богу. Если бы вы знали, как тяжело жить с этим грузом на сердце. Вы убили Лину Егорову. Да, я. Мне надо было спасать на его внука Ваню. Мой сын и его жена погибли у него на глазах. Пожалуйста. После этой аварии я с Ваней пять лет ходила по врачам. Думала, никогда не заговорит. Заговорил. А потом, когда Лина сняла квартиру в нашем доме, они как-то сразу сдружились. Хотя Ваня такой скромный, застенчивый, молчаливый. А она... Ох, я слишком поздно поняла, что он влюбился. Почему вы были против их отношений? Да она использовала, только пока он был ей нужен. А потом она обжилась, появились новые поклонники. А Ваня часами ждал ее у подъезда, мучился. Ну, а потом как-то у них все наладилось. Ваня даже пошел работать и все, копил деньги, чтобы сделать ей какой-то особенный подарок. А потом застал ее сочленным ухажером. А я нашла его в ванне. Он вены вскрыл. Его еле спасли. И я пошла к ней поговорить. Лина! Лин! Что надо? Мне надо с тобой поговорить. Мне некогда. Это очень важно. Возьми деньги. Возьми. И уезжай из нашего дома. Сними себе новую квартиру. Иван, смотри. Иду. Иван, из-за тебя. А ты тоже мне полиция нравов. Пошла вон отсюда. Старая дура. Я стерпела это унижение. И снова пошла говорить с ней. Лина! Чего опять надо? Лина. Я дам тебе это кольцо. Оно мне досталось от бабушки. Только уезжай из нашего дома. Нет. Я тебя прошу. Иначе ты пожалеешь. Что? Угрожать вздумали? Оставь себе свою дешевку. Мало он в дурке провалялся. Так я еще раз организовать могу. Чтобы уже не откачали. И запомни. Я отсюда никуда не уеду. Подожди минутку. Сейчас принесу тебе то, что тебе по-настоящему понравится. Сейчас принесу. Субтитры сделал DimaTorzok Доварищ полковник. Как приказывали, чистосердечное признать. Погодите, а как? Нож попал к дворнику. Ороде убийства. Все просто. Она его выбросила на помойку. Ну а дворник на помойке его приметил, подобрал. Хозяйственный мужик. И чуть 15 лет себе не схозяйничал. Ну а вы молодцы. Орлы. Поздравляю. Это не мы. Это все, Гошка. А все-таки книжный шкаф получился замечательный. Не правда? Ну вот так. Кто же проектировал? Сдаетесь? Нет. Я думаю. Кто бы это быть? Чего тебя хватит? Здравствуйте. Я к вам. Здравствуйте. А тут какие-то ящики привезли. Говорят, к нам. Какие ящики? Гошка, твои выходки? О, как Степан. Тетя Таня сосед. А это что? Да, Гошкины книжки. Здравствуйте еще раз. Вы не закрывайтесь, у меня еще одна ходка дониза. Опять книжки. Федь, Федь, Федь. Так в прошлый раз все не поместилось. Я... Я не могу в таком бардаке жить. Да я, в конце концов, на Мухиной женюсь, у меня отдельная квартира. Я к ней перееду. Сколько у меня комнат? Одна. Правильно, Федя, скорее женись на Мухиной. Если еще и у Мухиной шкаф поставить, она может, будет всю блядь, теку перевезти. А это не все. Это? А тут только половина. Эй, Федя, 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 тихо, тихо, тихо. Вот и все. Ну, До свиданечка. Тешка, счастливо оставаться. Все хорошо. Как договорились, через недельку твой станок переплетный из сарая сюда привезут. Ну все, тещу привет. Еще и в станок. Бум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я так все понимаю. Ну что? Бату нашел. Я найду сейчас. Ну так я жду. Э, Федорик, ничего страшного нет. Действительно, мальчик упал. Ударился. Мы сейчас залепим его пластырем. Скорую вызывать абсолютно нету никакого резона. Груша, разговор не окончен. Благополучно. Ну вот и все. Спасибо, Леонид Ильич. Спасибо. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, куда обращаться, да? Значит так, потерпевшая, Маргарита Групецкая, она же Багира. Вот у женщины с тренингом, с сигаретой. Это ее тренер. Мужчина рядом с ней, это в синемайке, это Роман Групецкий, муж Багира. С ним разговаривать невозможно, но у него ступор. Понятно. Вот эти трое. Чего они так раз одеты? Вроде не кабары. Кто это? Это... Федь, вот сразу видно, не увлекается боксом. Это называется группа поддержки, для большего эффекта. На эффекты, Федь. Ну эффектно, понятно. Кого удалось опросить? Никого, только их. Когда мы приехали, уже почти никого не осталось. А эти, кому удалось допросить, говорят примерно одно и то же, мол, ничего не знаем, ничего не успели понять. Ну в общем, как раз. Ну что, друзья? Здорово. На жилое проникновение смерть наступила мгновенно, сердце. Так что, как всегда, результат после экспертизы. Понятно. Ясно. Но жуко рядом с телом, естественно, не обнаружили. Нет. И паспорта убийца тоже не оставил. За что? Да. Какой запах. Это что? Это у нас на ужин будет? Да. Боюсь, кожа на это не остынет. А месть надо подавать в холодном виде. Вы меня пугаете. Что это за баррюш такое? Пока что, Леонид Тивович, это секрет. Так. Но я скажу, что я задумала один эксперимент. Сможет ли интеллект побороть силу? Ну, пасаран. Тело. Сейчас, сейчас. Подожди. Повезло, говорю. Повезло. Бой и награждение снимали на видео. Пойдем глянем. Спасибо. Федь, ну идешь? Спасибо за чай. Ну, ну вот, ну вот, видите? Охрана не виновата. Оп. Да. Информации не густо. Мы забираем пленку. Да забирайте, если надо. Слушай, мы всех допросили, кроме тренерши, а она сейчас в раздевалке Багира приходит в себя. Пойдем? Да, идем. Жанна Борисовна, скажите, пожалуйста, а кому, по-вашему, была выгодна смерть Багира? Как кому? Это же очевидно, Люське и выгодно было. Людмила Шапкинга, Лучея, соперница с тобой. Да, Лучея, блин. Да нет, ей смерть рейты по всем статьям. Во-первых, пусть победители уходят к ней. И во-вторых, огромный гонорар. А это стауриты? Я посмотрю. Если что хотите. Я теперь все равно. это Виточка, девочка. Ой, такая была старательная, добрая, нежная. Так любит детей. Скажите, как долго вы ее тренировали? Да почти семь лет. Вы что думаете, женский бокс, молодой спорт? Ошибаетесь. Опа, иди. Это что такое? Не уйдешь из бокса, тебе не жить. Ну, ну, Люська, сука, больше никого. Где нам ее найти? Знаю я, где она. В больницу ее увезли. Я это заберу. Спасибо. До свидания. Анекдот. Боктера не одной с рыбой. Слушай, ну они тоже люди. Тем более, она женщина. Выхода... к Людмиле Шапкиной. Ну неужели нельзя с этим подождать? Пять часов утра. Девочка и так настрадалась. Вы кто? Я Семен Павлович Шапкин. Я менеджер Лесеньки. Шапкин, в смысле, муж? В смысле, отец. Ей только что капельницу прокапали. Господа сыщики, ну надо понимать, я вас умоляю, крестом богом, вы хоть с ней поделикатнее будете. Очень деликатно. Мы на секунду. Вы простите, она нам вовна. Простите, мы из милиции, нам необходимо задать вам конец фанатус. Называла я ее. И титул мне этот ваш не нужен. А мне вообще теперь бокс не нужен. Я... Ритке нету, мне нечего на ринге делать. Мы еще ничего не успели у вас спросить, а вы уже... Так я не дура. Я догадываюсь, что вам это Жанна наговорила. Вы не верьте никому. Это все не Ритка, а она мне как сестра была. Я друг, настоящий, единственный, понимаете? И это все шоу, и никто не знает, потому что мне не нужны никакие деньги. Мы с ней все гонорары пополам делили, понимаете? Кто бы не выиграл, неважно, чья победа, все пополам. И я сдохну без нее. Мне теперь ничего не нужно. И что вам? Уходите отсюда. Уходите отсюда. Оставьте меня. Я ничего не хочу. Уходите отсюда. Убирайте. Убирайте все. Уйдите отсюда. Людмила, уходите отсюда. Спокойно. Уходите. Оставьте меня. Оставьте меня. Уходите. Убирайте. Уходите отсюда. Уходите. Оставьте меня. Я успокоюсь. Тихо, Людмила, спокойно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Все, это крах. Это полный крах. При меня от денег отказалась. Позвонила в Федерацию. Продиктовала заявление об уходе. Все, конец карьеры. Люся, она действительно дружила с Групецкой? А что вас так удивляет? Вы что, полагаете, что если профессиональный бокс, то обязательно надо ненавидеть друг друга, чтобы честно биться? Да это все пиарщики придумывают. По большей части. А Жанна Борисовна сказала нам, что девочки враждовали. Ну, собственно, только поэтому... О, Жанка, как же без нее-то? Да, она никогда не хотела, чтобы девчонки дружили. Они в конце концов решили, будем врагинями. Жанка успокоилась, стала работать нормально. И вообще между нами, я вам так скажу. Девчонки всегда ноздря в ноздрю шли. Ну и решили, в конце концов, сегодня одна ляжет на ковер, завтра другая. Я сильно подозреваю, что деньги в результате впору поделили. Не верите? Да как-то все туманно. А что вы на это скажете? Да ничего я на это не скажу. Вы сыщики, вы и разбираетесь. Проверка дала положительный результат. Шапкина действительно перевела гонорар за бой на счет детского дома. Да. И заявление об уходе от нее в федерацию бокса приняли. Но там, Юрий Петрович, в великой печали двух таких спортсменов потеряли. А по вопросу свидетелей, Групецкая была девушкой доброй, милой. Многим помогала, кому деньгами, кому еще чем. А по вопросу близких, выяснилось, что явных врагов она иметь не могла. Все ее любили, холили. От тренера до уборщицы. Так, ну одному человеку она все-таки дорогу перешла. Эту дорогу? Да. Что делать собирается скорее? Записочка вот она, перед вами в наличии. Значит и мотив должен был? Товарищ полковник, есть у нас пара версий, но они еще не обманывались. Ну так идите, оформляйте, окружение трясите, мотивы выясняйте. У каждого есть свой скелет в шкафу. Извини, Федя, но я считаю, что ты не прав. Что это за запах? Не знаю. Гоша! Гоша, опять твои опыты, что ли? В этом кастрюле не отмо… Гоша! Федь, я все отмою. Федь, короче не прав ты. А я говорю, что я прав. А я говорю, что я прав. А я говорю, что я прав. А я говорю, что не прав. Спорим? Спорим. Спорим. Садись. Садись. Сядь. Значит так, смотри. Шапкина. Так. Убирает свою подругу. Так. Выигрывает чемпионат. Ну. И уходит из большого спорта вся в лаврах. Ну. Всеми любимая. Мотив? Нифига не мотив. А зачем она тогда огромную сумму денег перевела на детдом? Ну что, для отвода глаз, что ли? Не может этого быть. Я думаю, Людмила правда за подругу переживает. Ну, не там роем, Федь, не там роем. Гоша, чего у тебя там, кисель? Это что такое? Переходный возраст, что ли, начался, а? Гоша, я тебе лучше чай сделаю. Спасибо. Слушайте, а вы же про Багиру и лучи говорите, да? Ну да. Да, я смотрела репортаж. Красивая. Да ну, слишком уж она какая-то сладкая. Белая и пушистая. А информации серьезной нет. Где ее добыть-то, информацию? У фанатов. Они просто знают о своих кумирах больше, чем мать родная. Слушай, а он прав. А у Багиры точно фанаты были. Я рад за нее. Где я фанатов буду искать? В интернете. Это у всех спортсменов такой сайт, да? Пельцов, ну я тебя удивляюсь. Современный опер в век нанотехнологий и не умеешь пользоваться интернетом. Я тоже знаю умные слова. Я, как современный опер, должен пользоваться серым веществом. Старая плесень. Господи, правец. Зеленая поросла. Ну а вы ругаться будете или читать, а? Тихо, тихо, тихо. Смотри, сколько фанатов этой Багиры. Угу. Вот это, смотри. Это некие. Угу. Вот это их не болтовня. Угу. Смотри, а вот это старшая. Старшая. Погляди, сколько сообщений. Можешь посмотреть? Трепа за последние дни. Тихо. Стоп. Привет, челы. Если кто хочет стать членом клуба фанатов Багиры, берите мой телефон. В личке? В личке. А ты Акаки Пафнутич. Акаки Пафнутич. Полный отстой. Если еще раз будешь угрожать Багире, пожалеешь. Этот Акаки угрожал Багире через сайт. Стрельцов. Да у тебя прогресс налицо. Ура. Так, ну-ка, найди мне его сообщение от этого Пафнутича. Я хочу почитать угрозы. Угрозы на форум не увешивает модератор. Модератор – это человек, который администрирует сайт. Я знаю. Ну, вот если старшая написала ответ Акаке Пафнутичу, значит, она и есть модератор. Я знаю. Вот. Давай-ка, найди мне ее телефон. Она говорила, у нее в личке это есть. Вить. Да вот же он. Лена, где детство со стаканами? Слушай, как-то нехорошо. У них тут поминки, а мы… Я на работе, извините. Выпейте за папу, пожалуйста. Я поздно. Конечно. Выпейте. Ребята, ну и где мы ходим? Давайте, все уже начинают. Стакан нанесите в комнату. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а кто здесь старшая? А зачем она вам? Понимаете, мы занимаемся расследованием убийства Маргариты Крупецкой. Простите, что в такой день необходимо задать несколько вопросов. Подождите на лестнице, и она сейчас к вам выйдет. Вот интересно, хотя бы половину людей из тех, которые там сейчас наверху, она в лицо, видел? Зато они ее знают, этого достаточно. Извините, мне нужно было прийти в себя. Вы знаете, я сама хотела идти к вам в милицию. Мне кажется, я знаю, кто убил Риту. А Катя Пафнутич? Да. Да, мы заходили на форум. Я зарегистрировала свой сайт пять лет назад. И он был одним из первых, кто откликнулся. Сначала, как все, присылал восторженные отзывы. Ни одного плохого слова. А вот буквально полгода назад он начал такие вещи писать, словами не передать. Ну, вы все-таки попробуйте, мои взрослые. Ну, мерзости всякие. Что-то типа, если ты не уйдешь из порта, я тебя грохну. Или смерть тебя. Не уйдешь из бокса. Не уйдешь из бокса, тебе не жить. Точно. Ну, естественно, что я все это на форум не выкладывала. А потом он меня так достал, что я ему сгоряча написала сообщение. Понятно. Понятно. Скажите, а где его искать? Ну, вы знаете, вживую я его ни разу не видела. И ни на одном собрании клуба он не появился. Разве что вот здесь его электронный адрес и сообщение, когда он их присылал. Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Может, поможет. Вы простите, я пойду? Да, конечно. Конечно. Ну, чего? Малина поперла. Давай звони спецам, пусть пробивают адрес. Спецам? У меня свой спец. А вот смотри. Привет твоему спецу. Да, есть. Записывай. Нечем записать. Ой, господи. Давайте сейчас это, асмс отправлю. Давай, давай, пока. Здравствуйте. Что желают господа милиционеры? Что вы, бармены, за народ такой? Что у нас на лицах написано или у вас третий глаз? Как вы нас вычисляете? По холодному блеску глаз. Из вашего интернет-кафе неоднократно были посланы вот эти сообщения. Судя по их количеству, клиент ваш завсегдатый. Вы не могли бы сказать, кто здесь чаще всего появляется? Да половина зала. Вот та девчонка в пирсинге целыми днями здесь торчит. Пацан в углу, тоже не вылезает. Старикан раз в два дня заходит. Ага. А как ей Пафнутич? Да. У вас ручки не найдется? Сейчас, сейчас, Машенька. Где ты была? А как ей Пафнутич? А как ей Пафнутич, извините. Угу. Вот там? Да. А как ей Пафнутич? Да. Вы задержаны по подозрению в убийстве группецкой Маргариты Васильевны. Что? Да вы с ума сошли. Групецкая Маргарита Васильевна, она же Багира. С вашего компьютера неоднократно были посланы угрожающие сообщения на сайт ее форума. Не отпирайтесь, доказательства у нас есть. Форум? Угу. Да, форума. Какой форум, дочка? Я даже не знаю, что это такое. Ну, конечно. Я с внучкой своей по интернету разговариваю. Она у меня в Канаде живет. И никакой Багиры я не знаю. Эй, так вам, наверное, Митька нужен. Какой Митька? Да, это он Багира бредит. Где он? Да вот сидит. Стоять! Стоять! Стой! Стой, говорю! Ну, гады. Держитесь. Спасибо. Руки! Встал! Спокойно! Спокойно! Еще секунду. Хорошо, что я курить бросил. Да мне эти деньги, да я ни копеечки не потратил. Оно все как лежало на этих счетах, все так и лежит. Слушай, хватит нам про счета мозги парить, а? Как? А вы разве меня не за хакерство взяли? Это отдельный разговор. Про хакерство ты нам потом все подробно расскажешь, правильно? Само собой. И понесешь ответственность? А пока давай колись. За что ты Маргариту Групецкую ножом пырнул? Багиру? Я? Вы что? Нет, это не я. А кто? Кто это? Это... Вот! Вот это вот нашли у Багиры. Это распечатка твоих угроз на ее сайте. Ну что, будем продолжать упорствовать? Да, это я сделал. Вот. Все? А теперь давай с тобой под протокол. Куда нож дел? Какой нож? Слушай, Мить. Хватит, а? Ты же хорошо начал. Сказал, а? Ну, давай дальше. Все по порядку рассказывай. Да я имел в виду эти угрозы. Ну, на сайте, на форуме, на почту ей слал. Любил я ее очень, понимаешь? Ну, нравилась она мне очень. Я везде за ней ездил, по всей стране, на все матчи ее ходил. Сумку ее таскал, за сигаретами бегал. Я предложение ей сделал, а она отвергла. Ну, разозлился я очень, понимаешь? Очень я разозлился на нее. И убил ее. Да нет, да ну просто на нервах я хотел ей поиграть. Че не... Слушай, да и не был я на этом матче вовсе. Там же не было этих билетов. Билеты все продали, понимаешь? Да и потом... А у меня альби есть. Вы че? У меня аль... Я ж в тот день в клубе в сетевуху играл. Понятно? Давай, проверьте. Иди про... И вообще снимите эту... Эту вот железку. Давай, снимай свою. Снимай железку, говорю. Ты че такой борзый? Ты че такой борзый, а? Он, конечно, сейчас все проверит. Но сначала ты со мной поговоришь про хакерство. Одумайтесь. Все одумайтесь. Ты толстяк. И ты долговязый. Сейчас подколем. Светет на вас кара небесная. Слышь, ты... Че это там бормочешь? Ха! Ой, толстый, щеплый. Гляньте, да это же вы. Это, по ходу, дело я. Похож. Че это мы все в уголках? Если ты меня тронешь, грозный мям тебя покарает. Да ну, правда. Эй, мяу, где твоя предъява? Нету. Так что давай, а не бабки. Послушай, Стрельцов, а что это тут начальник экономического отдела заходил, бутылку поставил? Этот Хлопенко, он оказался хакером компьютерным. Он с чужих банковских счетов снимал деньги, воровал и переводил на своих. Наши за ним полгода гонялись, а так получилось, что мы это дело раскрыли. Да. Ну вот, молодцы, хвалю. Коллегам помочь святое дело, а так плохо работаете. Стрельцов, скажи мне, а что это вы все на одном месте топчетесь? Никак нет, товарищ полковник. Мы отработаем версии. Это метода исключения, Юрий Петрович. Перестаньте, я вот всех вас поувольняю методом исключения. Опять висяк в отделе. Какая еще версия не отработана? Так это… Полковник Шубин. Давай, давай, давай. О, красавец. Ну, показывайся, показывайся. Откуда ты знаешь, где я? Догадайся, с трех раз. Леонид Львович звонил, сказал, что въехал головой в трубу. Давай, расскажи мне, как ты зачитался опять. Не-не-не, Федич, я все никак не могу решить уравнение. Ага. Вот я и задумался. А может ты мне поможешь? Ладно, хватит из меня идиота делать. Тем более у меня и так уголовяет не уравнение. Это что, новая музыка? Это запись. Боя. Видно только мужика с бумажкой, потом какая-то суматоха, покушение не видно. А чего за мужик? Зритель или сотрудник? Зритель. Сидит за столом, рвёт бумажку, ныреет в толпу, дальше суматоха. Долго врача ждёшь? Петь, погоди, а ты знаешь, что на любых боях работает тотализатор? Например, поставил он деньги на луче, а выиграл Багира. Вот тебе и мотив. Как это увязать с тотализатором? Как против денег, букмекеры вот дают квиток оставки. Ну? Так может, её-то он как раз рвал. Сомнительно, конечно, но интересно. Ну давайте посмотрим. Правда аппаратура у нас не такая мощная, как у ваших коллег. Так, давайте не отвлекаться. Так, ну вот. Стоп! Что это? Что это за бумажка? Букмекерский квиток. Ну, такими у нас после каждого боя весь пол усыпан. Вот этого мужика я знаю. Он у нас постоянно здесь шарится. Гигант. Молодец, братишка. Гигант. А что же вы мне не сказали про него раньше? Ну так вы ж не спрашивали. Понятно. Скажите, а может быть вы что-то вспомните? Я не знаю, лицо какое-то подозрительное, смах руки, жест. Все очень важно. Любая мелочь. У меня там столько народу было. Жанна рядом прыгала. Массажистка Уленька есть. Скажите, а сзади, сбоку. Свои и чужие. Хотя... Что-то такое блестело на вспышках камер. Часы. Да, точно. Часы. Вроде ваших. Приметные такие, командирские. И стекло. Стекло разбито. Трещина. Боря! Бусы. Боря! Вот он, в центре. Слушайте, это бред какой-то. Я этого человека в первый раз вижу. Спокойно, спокойно. Скажи мне, просто ответь, зачем ты ее убил? Спокойно. Зачем? Успокойтесь. Успокойтесь, Роман Григорьевич. Ну что, можете работать, когда захотите. Молодцы. Оперативно работаете, так держать. Товарищ полковник, можно я занесу тогда? Оформлю дело и вечером его отдам. Давай, 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 Федя, не затягивай. Остальные я пока попридержу. Кать, а ты чего эту голову повесила? Что-то не вижу у вас радости. Юрий Петрович, ну не признается этот Переверзев, как его игрок. Не признается. Как мы его не припирали. Не убивал и все, говорит. И ножа мы у него не нашли. Ну и что? Мотив есть? Есть. Огромные бабки просажены. Опознание свидетелем есть? Есть. Так что не дурите мне голову. Юрий Петрович, ну не складывай. Все, все, Катя, дело закрыто. Все, свободно. А вы кому? Мне нужен Федор Николаевич. Вон Федор Николаевич. Здравствуйте, это я. Прошу вас, умоляю вас, разберитесь, пожалуйста. Ни мукой, Валерка, ни кого убейте. Встаньте, вы кто? Я жена Валерия Переверзева. Вы посадили его за убийство боксерши этой. Понимаете, а он не убивал. Не убивал он, понимаете, он игрок. Он играет, деньги все просаживает, это да. Бестолковый он, я согласна. Шалопай, понимаете, я согласна, это да. Но не убийца, понимаете? Я понимаю. Сейчас все извиняемся, начало не было. Гоша, постой, 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 постой. Держи. Это все, кроме пяти рублей. Извини, мы не правы были. Ну, ну, тостый, как там? Извини нас за все. Ну, за те шняги, которые мы сделали. Да, извини. Извили, обокрали. Чего за ребята такие резвые? Да так, друзья. Знаешь, и все-таки я гений. Ну, а главное, скромный гений. Ну, а у вас-то как дела? Нормально. Поговорили с этим Переверзевым? Ну, что я с ним разговариваю? Все против него. Федь, ну, ты хоть сам понимаешь, что что-то не складывается. Нанести с собой нож. Он сам рассчитывал на победу. Ну, правильно, рассчитывал на победу. А Багира проиграла, он ее убил. Вот и все. А ножик он как пронес мимо охраны. Там всех проверяют. Я тебя умоляю. Там что такое подробный шмон устраивают? Вот в чем закавыка. Надо искать среди персонала. Ты в своем уме? Представляешь, сколько это народу? Тогда начнем с самого начала. Начнем. На основании чего его взяли? Муж Багира его опаздывал. Муж Багира? Мы его не проверяли. Не может ему со смертью жены никакого гешефта не быть. Не может. Понимаешь? У тебя в голове только деньги, а у людей любовь. Понимаешь? Ты видишь, в каком был состоянии на даче показаний, Федь? Может, у людей любовь? Положи нож. Нож положи. Если у них любовь, как ты говоришь, такая вот. Положи нож. Положу. Я хожу с тобой на все фильмы, включая индийские. Договорились? Подожди. Но это не значит, что мы сейчас не попробуем, как я прошу. Хорошо. Все по плану. По плану. Простите, ради Бога, дела. А, Роман Григорьевич, а вот Вера, это вы сами делаете? Да нет, что вы. Это Рита собирает. Точнее, собирала. Знаете, она все свои деньги тратила на путешествия в основном. И вот на вот эту коллекцию. Ходила по пять лет в одних джинсах. А вот на весь этот хлам денег не жалела. Яблочки не хотите? Нет, спасибо. Может, виски? При исполнении. Понимаю. Выходит, больших денег стоит эта коллекция? Ну, в общем-то, да. Если все вместе собрать, то на несколько тысяч долларов наберется. Может, больше. Не знаю. А чем могу быть полезен? Заминка у нас с этим Валерием небольшая. Да, ну. Вернее, большая. Алиби у него железное. Он левша. А удар был нанесен правой рукой. В область сердца невиновен. А кто ж тогда виновен? Да по всем фактам, Роман Григорьевич, вы. Да что за чушь? Мы тоже так думали. Но два часа назад нам дали диск. На нем запись последнего боя Риты и ее убийство во всех ракурсах. Федь, давай диск, сейчас кино сорганизуем. Давай, давай, давай. Федя! Как тебе нож? Мог я на ключи, блин? Мог я на ключи. Я на ключи. Мог я на ключи. Без огонь. Для него мечты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! Стоять! Давай, околись, что ты там не плёк, Риди. Вера, куда дел деньги с женой? Успел перевести на заграничные счета? Или у нее уже там были? Стоять! Дурак, ты как-то. Да не нужны мне ее деньги. Нет ее больше, все кончено. И теперь я свободен. Значит, вы утверждаете, что Крупецкая вас систематически избивала. Что? За что? Ну, я так думаю, Рита только со мной была настоящей. А за пределами дома она все играла. Такая простая девчонка, своя в доску. Она когда за границу уезжала, у меня прям праздник. Да вы мою карту посмотрите медицинскую. У меня разрыв селезенки и легкая отбита почки. Ты что, не мужик, что ли? Ты что терпел-то? У-у-у, молодой человек. Мы ее не знали. Я пытался сбежать, так она меня находила. Она валялась в ногах, прощения просила. А потом все снова. Все утверждают, что она была широкой души человек. Ага, конечно. Я семь лет терпел. А в последний раз просто не выдержал. Семь лет. Семь лет, это же не один день. Почему? Сначала любил, потом боялся, а потом устал. от унижения устал. И все-таки, господа, пить пиво, а тем более курить нецелесообразно. Опять-таки, грозный меня может покарать. Парень, ну отстань. Мы тебе деньги отдали, отдали. Твой брат обещали к тебе не приближаться. Проближались? Нет. Отстань. А к какому брату? А при чем тут мой брат? Я думаю, вы испугались грозного миама. Какого грозного миама? Грозный у тебя только брат. Гоша, проблема? Да нет, Витя. Твоими стараниями проблем у меня теперь точно нет. Да, все-таки я проиграла. Интеллект не всегда эффективен, платит в силу. Чего ты взял такой глупый вывод? Ты сделал из-за них? По-твоему, я не интеллектуал? Интеллектуал. Спасибо. Только между нами, двумя интеллектуалами, мне хотелось бы просьба. Еще раз. Давай еще раз. Ну, давай, через силу. Давай последний. Ну, давай, 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 молодец. Все, не могу. Не могу. Все ли он, братец? А, откуда Групецкий узнал, что мотив у Валерия был? Не поверишь. Услышал, как Переверзев на весь бар орал, что после боя станет миллионером. Групецкий, естественно, это все услышал. А тут еще мы его вызываем к себе. Да еще и задаем нужные вопросы. Идиоты. Ну, и все. Понятно. Ну, ладно, давай еще разок. Я тебе сейчас сделаю. Пошли. Он меня сделает, щегол. Молись. Давай. Давай, догоняй. Где-то там есть. Давай, давай, давай. Ты хочешь умереть? Здесь. Все-таки интеллект победил сегодня. Вставай. Ой, нет, я лучше полежу. Таааааааа. Так. А. éd. Таа. Дай. Продолжение следует... 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 Фёдор Николаевич, будьте добры, вот там у меня в шкафчике водка стоит. Георгий, сполосните стакан, пожалуйста. Ага. Чёрт. Нажал у вас комок горли, комок горли, какой комок, я не буду понять, ни черта я не понимаю, старый дурак. Может, её убили? Ага, убили. Силы и мысли. Гоша. Кто убил? В квартире никого не было, кроме нас. Хорош параноид. Вот что я скажу. Это было похоже, это было похоже на разрыв большого сосуда. А может, её отравили? Ну, отравили. Ты как старый чекист. Ну, отравили. Кому она нужна? Что она, миллиардерша? Банкирша? Она сказала, что она модель и она хочет выздороветь, чтобы участвовать в конкурсе «Крысанты». Вот, вот, всё понятно. Правильно, прям как я и говорил. Я знаю, я знаю какую-нибудь конкуренцию в этой модельной отрасли. Убили её. Привет. Привет. Федь. Привет, говорю. Привет. Ты заболел, что ли? Ты чего не здороваешься? Нет. Всё нормально. Нормально? С правом ничего у меня есть. Ну? Влюбился, что ли? Ну, ты даёшь. О, как всё запущено. На свадьбу-то пригласишь? Герой-любовник. Чтоб ты понимала, Мухина, это Анастасия Царёва, восемнадцать лет. О, боже мой! Та самая пациентка, которая умерла в кабинете у Леонида Львовича. А, прости, не поняла. Слушай, так там же всё чисто вроде, никакого криминала. Да, всё чисто. Старика только, жалко, убивается. Считай, что он во всём виноват. А ты что думаешь? Да я Синпинь, он не виноват. Ну, понимаешь, дело какое-то мутное. Ну… Смотри, девчонке восемнадцать лет, приезжает она в Москву из города Прокопьевск, где это вообще не представляют. В шестнадцать лет без проблем поступило в модельное агентство и тут же попёрло в гору. Модельные показы, обложки журналов, рекламные ролики, даже участие в конкурсе красоты. Правда, она на него не попала. Ну, можно, конечно, попробовать прощупать, кто у неё там были конкурентки, я не знаю, доброжелатели. Ну, слушай, в этом бизнесе это нормально, я не думаю, что что-то найдём. Прощупать можно. Но дело не открыто. И щупать придётся на свой страх и риск. И я вот что подумал, Катя. А может, ты сходишь в это модельное агентство и всё там разузнаешь? Нет, я не пойду. Катя. Как этот Паша ваш вообще. Просто, вообще, такой Паша. Вот. А Игорёсик меня ждёт в Хорватию на яхте кататься. Не знаю, согласиться, что ли. А ты такой какой. Тем более, Игорёсик твой женат. Так, на секундочку. Подумаешь, женат. Это давно стало проблемой, а? Вообще ничего. Ой, а девочки, зажигалочки не будет? Можно? Спасибо. Большое. Ну, что, строго тут у вас? Да как везде. Понравишься Уварову? Возьмут. Да не понравишься. Только Уваров у нас блондинок предпочитает. А. А Уваров это кто? Ай, что смешно, что из деревни проездных хозяин агентства Уваров Павел Иванович. А. Клёвый дядяк. Только его сегодня не будет. А, у вас девушку тут, говорят, убили? Как убили? Разве Стаска не сама умерла? Слушай, а тебе чего надо? Ты что тут всё вынюхиваешь? Может, мне охрану позвать, а? Не надо охрану. Зачем охрану? Ну, а что, подруги, поговорим? М? Федь. Да? Короче говоря, у Царёвой был роман с хозяином этого модельного агентства, неким Уваровым Павлом Ивановичем. Понимаешь? Понятно. Откуда карьерный рост? Ну, вот. Короче, девицы доложили, что Уварова, супруга этого самого, значит, хозяина агентства, приходила в агентство, грозилась разбить Царёвой морду и вообще разогнать к чёртовой бабушке эту богадельню. Понял? Жена знает о существовании любовницы, это мотив. Ну, мотив. Я говорю, мотив. Фёдор, вот, судмедэксперты прислали. Это заключение по Царёвой. Смерть наступила по естественным причинам. В заключении так и сказано. Аневризма, дуги, аорты. Леонид Львович, вы ни в чём не виноваты. Это эксперты говорят. Аневризма? Да. И никаких следов отравления, Холмс. Аневризма, аорты? Ну-ка дай. Разрыв большого сосуна. Послушайте. Я же говорил. Пойдёмте покушаем. Федя, ужин там на столе. Я его в одеяло закурсила, чтобы не остыло. Ты человек. Леонид Львович, а что такое аневризма, дуги, аорты? Аорты – это самый большой сосуд в организме. Диаметром 4-5 сантиметров. Как хороший садовый шланг. И давление такое же. Когда он истончается, словом, когда он лопается, смерть наступает буквально через 2 секунды. Я так не играю. Там опять сырники. А где печёнка? Федя, извините, я в магазин сбегать не успею. А не вред. Завтра всё непременно, Леонид Львович. Да. А из-за чего стенка аорты может стать тоньше? Из-за холестериновых бляшек. Скажите, пожалуйста, может, мы всё-таки оставим эту лабудень и пойдём поужинаем, а? Да, хорошо. Пойдёмте. Федя, подожди ты. Это как-то нелогично получается. Я думаю, что холестериновые бляшки — это из-за неправильного питания. Гамбургеры, жирные, жареные. А что, есть по-двоему надо сырое и безвкусное, и это самое, пресное? У меня предложение. Сейчас мы все вместе идём на кухню, скрываем там холодильник и наедаемся жирным, жареным и побольше. Как? Кто не успел, тот опоздал. Гоша, а ведь вы правы. Не может быть у девушки юной, помешанной на правильном питании, такое количество холестерина. От лица главка выношу вам благодарность за поимку особо опасного преступника, рецидивиста, гражданина Крюкина. Вот. Нет, только ты, Стрельцов, особо не радуйся. У меня тут к тебе два очень неприятных вопроса. Ты почему по ЦАБу покойную Царёву пробивал? Она что у нас, по делу проходит? Дело в том, что... Юрий Петрович, дело в том, что по факту смерти Царёвой вскрылись кое-какие новые обстоятельства. Кем вскрылись, Мухина? Экспертами было установлено, что причина смерти Царёвой аневризма... аневризма для аорты. И какие такие эксперты пришли к заключению наши? Ну вот, Лен Лёвич. Это чай из ромашки. А вот гормоны стресса из организма. А что больше? Ни одного пациента больше к тебе не примете? Нет, не приму. Я не буду больше лечить людей. Пусть молодые лечат. Я всё равно докажу, что её отравили. И вы снова будете лечить людей. Вот только у меня книг по этой маловато. Алло, Алло, Катя. Здравствуйте. Да, это Гоша Стрельцов. Только не называйте меня по имени, пожалуйста. Что вы в каждом туре криминалов... Да, у меня важное дело. И Фёдор, тоже не говори, что я вас поняла. Вы бы не могли бы мне найти опыт веще в сумочке Царёвой. Может, там лекарства будут какие-нибудь. Или конфеты. Мне просто название переписать, и всё. Это очень-очень важно. Да. Так, для Лилии Ленковича. Хорошо, спасибо. Всё, буду ждать вашего звонка. До свидания. Вот здесь что-нибудь по растительным гемолитическим ядам. Например, туды профессора Тихомирова. Вот мальчик. Спасибо. Слушай, так может быть, я всё равно тебя проведу домой? Нам, тем более, всё равно по пути. Мы на одной ветке живём. Да нет, нам всё-таки в противоположной стороны. Да? Ну, это частность. Частность. Да. Да нет, я всё-таки сама. Только ты не обижайся. Ну, конечно. Надо же помочь бедному коту. Пока. Я к коту. Пока. Пока. Котом меня ты назовёшь. Котом, котом, котом. Ну, что? Отшили тебя Стрельцов. Эх. Не очень-то и хотелось. Ну, да. А хочешь, я тебя до дома подброшу? Мне по дороге. Катюха, а чё мне дом делать? Леонид Тливович лежит, уткнувшись носом в стену. Всё переживает. Кошка носится по квартире с лупой, в свечи следы отравления. Понятно. И ещё через каждые пять минут сумасшедшие пациенты приходят. Понятно. Обстановочка приближенная к боевой. Пока, Стрельцов. А я воспользуюсь моментом и напишу всё-таки этот отчёт. Пиши, пиши. Надо же его когда-то закачивать. О, привет. Привет. Ну, чё? Слушай, а Феди ещё нет дома. Да? А зачем мне твой Федя? Ты же мой заказчик. Твоя пись вещей принесла? А если чаем угостишь, ещё и почитать дам. Щу-щу-щу. Угу. Как Леонид Львович? Да плохо, Леонид Львович. Лечь-то никого. Страдает. Жалко. Да, ужасно жалко. Я даже пытался изобразить, что у меня аппендицит. Так он меня в трещота расколол. Слушай, а может мне какой-нибудь изобразить? Ну, полезен. Вдруг он меня посмотрит. Надо же его как-то в жизни возвращать. Слушай, точно. А изобрази коклюш. Это как? При коклюше очень громко кашляет. А он там? Да, в своём кабинете. Леонид Львович, ну, ну, коклюш похоже. Смотрите. Леонид Львович, совсем плохо. Катюш, кашляете замечательно. Да и вообще вы славная девушка. Очень хорошая. И Гоша славный мальчик. И Фёдор Николаевич. Большое вам всем спасибо. Но я не могу лечить. Но... Я боюсь. А врачи не должен бояться лечить. Понимаете? Я понял. Ты глянь. Царёва убили таблетками для похудания. Смотри. В твоей сумочке было обнаружено пустой пузырёк, а таблеток Вегас Лимс. Состав. Леонид Львович, здесь даже состав приводится. Таблеток Вегас Лимс. Вот. Так. Корень ременя, листья гуацумы, экстракт перукании. А что, от этого, от этого правда худеют? Умирают от этого. У Тихомиров и Ханка, я считал, что древние охотники вот этой самой перуканией смазывали там стрелы, копья. И ждали, пока дичь сама от этого сдохнет. Да, вообще-то, действительно, существуют растительные яды, которые вызывают образование тромбов в организме. А что самое интересное, вот эта самая перукания вводится из организма, ну, буквально за несколько часов. Надо срочно узнать, кто дал ей эти таблетки. Да не могу я в агентство идти. Я уже перед Шубиным засветилась. Все. Тогда... Ага. Итак, на счет три делай мне гламурно и сексуально. Раз, два, три. Это не то. Не то, не то. Ну, тогда давайте смеем девушек. Вы каких предпочитаете? Есть мулатки, есть пофигуристые бельевые, но предупреждаю сразу, они дороже. За те бабки, что вы из меня слупили, я хочу креативных идей, а не это безобразие. Банальность, пошлость. Я колготками торгую, а не презервативами. Повторяю вам еще раз, у нас сегодня идет кастинг на рекламу колготок. Туда ни мальчиков, ни пожилых людей не берут. Почему? Так мальчики же колготок не носят. Вот. Вы напрасно подаетесь обаянию простых решений. Между прочим, реклама, в которой снимаются дети, аж на 27% обриезжает рекламу с эротическим подтекстом. О, пацан, отжигает. Это мой внук. Вундеркинд. Заказчик. Так, представьте себе такой сюжет. Ребенок цепляет колготки матери мобильником, портфелем, ракеткой. А колготкам все нипочем. За такими колготками очереди будут. А ведь он дело предлагает. Вундеркинд-то ваш. Дело, дело. Отличная идея. Роберт, Роберт, иди сюда. Да. Какой винтаж. Какая пластика. Это ж раритет. Не уступите? Нет, не уступлю. Возьми пацана, поработай с ним. Да, по колготкам. Только сперва поговори с ним, потом за помаду хватайся. Фотографии я сам посмотрю. Суды. Хорошо. Подождите часочек. Можно кофе попить. Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Курение неотвратимо портит цвет лица. Говорю вам, как старый доктор. Простите, позвольте представиться. Леонид Леонидович Ройтман. Потомственник диетолог. Ой, вы правда диетолог? Правда. А что вы скажете насчет кремлевской диеты? А, кремы, кремы от целлюлита. Почему не помогают? Подожди, подожди насчет крема. У меня тут есть таблетки для похудания. Так. Но на них не написано, как их принимать. Посмотрите, пожалуйста. Откуда у вас эти таблетки? Слушай, Стрельцов, она тебе что, правда нравится? Кадюх, какая тебе разница? Ладно, помогу тебе во дружеске, Стрельцов. Федор, Надежда согласилась попить с нами компочку. Ты угощаешься. Федя, вы нашли убийцу. Федор Николаевич, Федор Николаевич, кое-что прояснилось. Кое-что. Присаживайтесь. Садитесь. Кое-что. Никита Роберт поставляет моделям вот это. Вега Слимс. А я тебе, между прочим, говорила. Вот это приятная. У меня за спиной, да? Послушай. Я ничего не хочу слышать. Федь, ну... Федор Николаевич, ну так нельзя. Ну это же доказательство, Федь. Дай тебе объяснить. Ну подожди, ну что ты, так же нельзя. Дай людям сказать. Это же братик твой родной. Ну глянь, такой же славный, как ты. Давайте. Ну, рассказывайте. Угу. Лучше мотор и выключаем радио, Роберт Петрович. Не оборачиваемся и не дергаемся. А то не успеете пожалеть. Не оборачиваться. Отвечай на мои вопросы быстро и четко. Что такое Вега Слимс? Это такие пилюли. Таблетки для похудания или вроде того. Кто тебе их поставляет? Алла Анатольевна. Уварова жена нашего хозяина. Откуда она их берет? Понятия не имею. Это не в моей компетенции. Ну вы же сами понимаете. Я наемный служащий. Адрес? Чей? Твой я знаю. Алла Анатольевна Уваровой. Ее мобильный. Да, но... Я скажу. Я скажу. Я все скажу. Ну чего? Че он? Все в ажуре. Наш Роберт поехал мыть салон. С полными штанами. Вот вы с кошкой пройдухи. Уйдет. Может мы и пройдухи. Зато госпожа Уварова у нас теперь в кармане. Со всеми раскладами. И все. Правда, боюсь ее с такого же кондачка уже не взять. Добрый день. Здравствуйте. Алла Анатольевна Уварова. Совершенно точно. А вы, вероятно, гражданин начальник Федор Николаевич Стрельцов. Да. Ну, то есть, зачем же так, гражданин начальник? Пожалуйста, присаживайтесь. Я вызвал вас для того, чтобы задать пару вопросов. А вы не собираетесь бросать меня в тюрьму? А я уже вещи собрала. А вот, пожалуйста. Справа мой супруг собственной персоны. Павел Иванович Уваров. А слева царевна Анастасия. Любовница моего мужа. Бывшая. Ну, выходит, вы понимаете, зачем я вас вызвал. Да, вы думаете, что я убила Царева при помощи этих таблеток? Да. То есть, нет, конечно, извините. Вы очень милый мальчик, Федор Николаевич. Вы даже мне нравитесь. Если бы вы были немного помоложе, то я бы вас обязательно соблазнила. Извините, Алла Анатольевна, но меня совсем не интересует роман с замужними дамами. А, понимаю. А вот что меня действительно интересует, так это эти таблетки. Вы в курсе, что в их состав входит перукания. Это сильнодействующий яд растительного происхождения, который способствует образованию тромбов. Что вы говорите, Федор Николаевич? Перукания. Придется устроить выволочку моим рекламщикам. Вечно они гоняются за новыми словами. Извините. Алло. Да-да. Рекламщикам? Вам сейчас все объяснят. Хорошо, спасибо. Разобраться надо с этим Стрельцовым. Разберитесь. Ну что Стрельцов? Опять? Как руководитель, извиняюсь. Да не стоит так извиняться. Уверена, что произошло недоразумение, причем довольно забавное. Да, и оно могло причинить вред деловой репутации моей клиентке. Федор Николаевич совсем не хотел меня обидеть. Если бы я хотела убить Цареву, я бы по мелочам размениваться не стала бы. Я бы ее на куски изрезала. Живьем. Всего доброго, Федор Николаевич. Ради Бога. Всего хорошего. Пирогани, блин. Охотники за привидения. У тебя что, крыша поехала? Уварова это, эти таблетки чертовые. Подмосковье тоннами штампует. У меня вся документация. Мел, сахар и слабительный. Вот и весь состав. Только я вот еще что-нибудь просто, просто заподозрю. Я вас обоих под домашний арест. Ну, вы-то верите, что ее отравили. Слушай, я верю в военно-полевую хирургию и в горчичники. Я думаю, вы ошиблись только в таблетках. Еще Макгрейгер писал, что в неком африканском племени в качестве оружия использовали отравленные стрелы. И у Конандоли тоже были стрелы. Помните? Туфли. У нее в туфлях могли быть отравлены гвозди. Сейчас. Да. Да. Хорошо. Спасибо. Двенадцать, да? Спасибо. Я вас поздравляю, Георгий. Звонили из рекламного агентства. Вас приглашают участие в рекламе колготок. Есть. Срывается весь творческий процесс. Я могу перегореть внутренне. Ищу увольнение это. Ну почему все должен делать именно я? Что за увольнение? Да Гальку с работы велели выгнать. А можно по этой погулять? Да по мне ты хоть вообще пропади. Туалет по коридору направо. Третья дверь. Да-да. И не вздумай тоже исчезнуть. С костюмом поаккуратнее, реквизит. Я все понял. Это тебе не за спиной у Царевой отсиживаться? Причем тут Царева? Что вы все к ней пристали? Как жива была, так ей все в рот смотрели. А теперь Ариночке готовы ноги целовать. Целовала бы Ариночке. Не пришлось бы сейчас тебя выгонять. Я стилист высшей категории. А мне Арина ваша при всех по лицу. Можно подумать, Царева была ангел. Не ангел. Но и не орала без повода. И подарочки всегда дарила. Вон я на последнем показе все ее булавками исколола. Так она ругнулась только и все. Арина бы ваша убила бы меня на месте. А ты что тут делаешь? Я это просто заблудился. Заблудился. Испачкался весь, как поросенок. Приведи его в порядок и веди на съемку. Ты сам сказал, что меня уволили. Вот сам тут все в порядок и приводи. Тогда оставь казенные вещи. Мне за них отчитываться. Ну хватит вам. Ну все нормально. Я знаешь, растяпа ужасная. Вечно все теряю. Правильно на меня все злятся. Это у вас, Галя, комплекс неполноценности. С ним надо бороться. Он вредный и плохой. Как с ним бороться, если руки не тем местом пришиты? А зачем вы кололи царю булавками? В совместе? Ты что? Какая месть? Булавка — основной инструмент стилиста. А как, по-твоему, за три минуты платье на модель подогнать? Так на живую скалываем. Как ежики иногда, девчонки. Все в иголках. И сама наколешься, пока показ не закончится. А откуда у вас эти булавки? Из подушки. У меня такая подушечка была. Специальная для булавок. Мне ее наш хозяин подарил. Павел Иванович. Кто-кто? Павел Иванович, он добрый человек. А он вам вместе с булавками подушечку подарил? Ну, конечно. Я год пользовалась очень удобно. А потом куда-то растяпа потеряла. И как назло, прямо накануне показа. Так мне Павел Иванович лично новую привез. Такую красненькую, с сердечком. Вот, как эта. Только булавки тупые какие-то. Я тогда Стасю всю бедную исколола. Не знала, что я в последний раз на показ выходить. А взглянуть можно? На подушечку. Да. Странно. Я совершенно точно видела ее утром. Кому она могла понадобиться? Кажется, я знаю, кому она могла понадобиться. Начинается регистрация билетов для оформления багажа пассажиров. Что ж ты у меня такая? Что? Нервничаешь? Первый раз в жизни на конкурс красоты. Ну, а что, если не займу первое место? Ты не займешь? Займешь! Обязательно займу! Павел Варов, Павел Иванович. Да, это я. Придется проследовать с нами. А в чем дело? Вы подозреваетесь в убийстве Царева Анастасии. Руки, пожалуйста. Да что вы себе позволяете? Хватит! Что вы делаете? Вот тебе, получай! Бегена, бронь ты ее, уходят! Пошел! Эй! Стой! 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 Машина! Скорей! Чего не едем туда? Твою девизу! Ну что? Давай вниз! Я вниз! Быстрее! Черт! То модели, то гаражи какие-то! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Непременно. Эх, дадолчина! Повезло ему с женой. В машину! Так и попасться недолго. Сучонок. Леониду Любовичу не скажем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот он, нет. Сворожи. Гошка! Руки давай! О, живой! Башка разбита! Руки за голову, за голову я сказал! Встать ровно! Чего ты там болтаешь? Федя! Да, что с ним? Все нормально, живой. Тихо-тихо, не двигайся, Гоша, не двигайся. Ключи от машины! Ёлки зеленые! Держи, держи, держи. Давай, давай. Ветя, я его задержала. Давай, давай. Молодец, ты его задержал. Ты задержал его. Как ты? Ты точно не видишь, что все в порядке? Трех дней не прошло, а ему всего двенадцать. Может, рентген или анализ крови? Папаша, да все с вашим Гошкой в порядке. Руки-ноги целы, голову зашили. Заживает, как по волшебству. В рубашке он у вас родился. Вот, еще к тебе посетитель. Я к тебе с официальным визитом. Это от Шубина. Привет, поздравления и с боевым крещением тебе. На. Гоша, ты прости меня, брат. Я не прав. Из тебя получится отличный выбор. Отличный, понимаешь? Да, да. Мы без тебя это дело не раскрыли. Да, я тоже так считаю. Кать, скажи ему. Ну, в общем, у меня есть друг. Он работает в школе милиции. О, спасибо. Я с ним поговорила. Ну, годика через два, чтобы не пугать приемную комиссию, двенадцатью годами поступишь всех делов. Знаешь, Кать, я передумала. Все-таки работа у вас опасная. Подаю в науку. И, как Леонид Львович, буду лечить людей. Боже ты. Вот радость-то. Калего. А ей все-таки бог сошлите, как говорит Федька, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Нет, потому что мы же со Светой чай пили, а потом Светка побежала Амелиной маску снимать. А я вернулась к себе. И тут Светка как заорёт. Я в Ледовый дворец. Кто со мной? Я. Фёдор, я останусь. Мне бы хотелось здесь всё завершить. Можно? Осип Матвей. Так, Катерина. Идите работайте. Конечно. Спасибо. Осип Матвей, заканчивайте. Леночка, успокойся, пожалуйста. Посмотрим. О, простите, пожалуйста. Спасибо. Милый, мы спешим. Пойдём, скорее, скорее, пойдём. Может, помощь нужна? Скорей. Наш ребёнчик дождался нас на катке. Да я просто думал, помочь, мало ли. Федя. Ты посмотри, на каких тачках ездят спортсмены. Зависть, между прочим, грех. Как и блуд, кстати. Да я тут каким глазком. Федя. Ниже, волчок, ниже. Давай, не спи, Ветлицкая. Не спи, господи. Где стать фигуристкой? Я не понимаю. Ну и кто из них тренер? Работаем, работаем, не спим. Вон тот, наверное, который орёт. Что с какой-то Ветлицкая? Ну, ёлки-палки. Товарищ тренер! У меня голос всё. А, простите, пожалуйста. Товарищ тренер! Извините, пожалуйста. Здрасте. Кто сюда пустил, а? У нас пригласительные с собой. И что? Вы помощник Амелиной. Я, да. Простите. Сергей Павлович, она закончена сегодня, ладно? Ты можешь закончить. Ты закончишь точно. Но только пока Амелина не придёт, ты отсюда не уходишь. Вот вы понимаете, дело в том, что Валерия Никитична не придёт. Её убили. Как это, убили? Это что, шутка такая, что ли? Нам необходимо пообщаться со всеми, кто работал с Амелиной. Состоять списки. Как раз не вопрос. Все здесь находятся. Просто, наверное, это ошибка какая-то. Она должна вернуться с минуты на минуту. Она была в салоне красоты. Вот, вот, вот. У нас есть информация, что в салон красоты, где, собственно, её убили, приходил кто-то из фигуристок. А может, это Люба? Возможно, она же с ней поссорилась. Тихо, стоп. Вы сказали Люба. Да нет. Ну, просто Люба у нас катается. Амелина её не пустила на соревнования. Люба устроила здесь истерику. Боляла здесь на катке. Ну, естественно, Амелина её вышвырнула со льда. Нет, ну, потом она проревелась и собрала шмотки и пошла к ней прощения просить. Понятно. А где нам Любу найти? Она ушла только что. Так вот же, только что вышла. Люба, это рыжая такая на спортивной машине. Кто-нибудь знает адрес Любы? Нет, нет. Ну, что, Люба, рискнём? Так, ну вот, всё сделали. А ну-ка, друг мой, вали, ещё три этажа тащится. Давай-давай-давай-давай. Спасибо, друг. Давай-давай. Приехали. Ой, забыла чего, дочка? Господи, простите. Только не говорите, что Любы нет дома. А Любы нет дома. Моей спорткомитета, здрасте. Да, здравствуйте. Люба ушла. Амелина к ноге призвала, она и побежала, как собачонка. Форменное самодурство. То из команды выкидывает, то срывает на сборы, чёрт знает куда. А куда на сборы сорвали, не подскажете? Подскажу, в Питер. В Питер? Угу. Любаш поехала в Шереметьево. Прибежала, как бешеная. Паспорт схватила и умчалась. Сказала, сумка уже собрана, в машине лежит. Вот минут десять, как умчалась. Может, догонить? Катюш. Фу. Это катастрофа какая-то, не машина. Что на этот раз? Ну, бензин, наверное, кончится. Чё, а ты заправлять не пробовал? Слушай, у меня датчик не работает, сам знаешь. Ну, вон заправка. Давай, давай, иди назад. Дотолкаем. Дотолкаем. Я буду толкать. Давай, отрешни. Слушай, ты мужик? Конечно. Толкай. Стрельцов. Что? Чё ты истеришь? Лучше попробуй вспомнить номер машины. Чего? Номер машины. Хорошая мысль. Толкай. Стрельцов! Да я толкаю! Во! Заворачивай давай! Погнали, погнали! Я тебе, Толя. Заворачивай. Слушай меня внимательно. Нам нужно задержать желтый Мерседес, СЛК, госномер 765 Ульяна. Алёна, Алёна, Анна. Регион. Ну, напиши 177-й. Давай, давай. Стрельцов, у тебя даже имена все женские. Ну, хоть бы одну мысль в другом направлении. Толкай. Блин. Затуркало. Давай, давай, толкай. Стрельцов прекрасный. Вырождены толкать. Давай не это самое. Ну, что случилось-то? Давай направо. Мухина, вылезай. Люба, а я вас ищу. Здравствуйте. Позвольте, помогу. А, здрасте. Да вы что, это не я. Я не делала этого. А мне, сдается, все было по-другому. Что ты пришла в салон просто извиниться. А она, видимо, тебя послала. Да, и ты нанесла ей увечья, несовместимые с жизнью. Ну, конечно, в состоянии аффекта. Да не поговорила я с ней. Постояла у двери. Духу не хватило. Почему вы не даете мне сказать? Пожалуйста, говорите. Я даже дверь открыть не смогла. Потому что поняла вдруг. Ну, не простит она меня. И не потому что поругалась. Просто неинтересна я ей уже. И ссора это только повод. Я повернулась и ушла. Поверьте мне, это правда. Тебя кто-нибудь видел? Нет, я одна стояла. Ну, тогда извините. Значит, мы должны задержать вас по подозрению в убийстве. Подождите. Подождите. Я вспомнила. Я когда около двери стояла, там мужчина по коридору шел. Я сумкой его задела. Он ключи уронил. Точно. Он сотрудник салона. У него на кармане бейдж был. Честно. Поедемте. Он все подтвердит. Гражданка Рукавишникова. Ну, если вы не причастны к убийству, чего ж вы тогда сбежали, а? Я испугалась. Он убил Амелину. А я следующая. Так, стоп. С этого момента. Не торопясь. Четко. Подробно. Ой, простите, ради бога. Ой. А Федор Николаевич у себя? Он на совещании. И мне тоже надо на совещании. Анатолий. Елена. Я могу вам чем-то помочь? Ну, Федор Николаевич просил меня зайти протоколы подписать. Ага. Ну, я, наверное, попозже зайду. Нет, 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 что вы. Давайте мы подпишем эти протоколы. Прямо сейчас. Вот это мой стол. Любовь Рукавишникова каталась в паре с Александром Заверовым, который был ее официальным супругом. Да это я понял. Почему Амелина поменяла мужа Рукавишникова на другого партнера? Ну, потому что с точки зрения спорта она посчитала это более перспективным вариантом. А Рукавишникова стала кататься, ну и влюбилась. И ушла от Заверова. Ну, теперь понятно. Ревнивый муж что, действительно грозился убить? Не знаю. Рукавишникова говорит, что приходил пьяный, орал, что убьет Амелину, потом ее. Вот она испугалась и рванула в Питер к подруге. А мы ее перехватили. Орлы, ничего не скажешь. Но где этот муж, как его там, Заверов? Ищем, товарищ полковник. По месту прописки полгода он уже не появляется. Со съемной квартиры съехал. Сейчас пробиваем его друзей, знакомых, приятелей. Простите, чего тебе? Все, совещание закончилось. Как? А я там. Вот и иди обратно туда. Есть. Да, Палитыш. Клепа, не бойся. Клепа, не бойся, все будет нормально. Клепа, не бойся. Клепа, не бойся. Господи, за что мне это, а? Почему всех, братья, как братья, этот же норовит что-нибудь сломать? Что-нибудь испортить, что-нибудь взорвать, устроить пожар, наводнение. Федь, вообще-то еще я разу не устраивал наводнение, ничего не ломал и уж тем более пожары. Ну хорошо, ладно, про поджечь, может быть, я покорячился. А то эксперимент с хрустально чистой водой. Соседи снизу до сих пор не здороваются. Ну сейчас мы пьем Родникова и воду за то. За такие деньги? Где вообще мой второй ботинок? Вообще-то Федя в таких кроссовках нормальные люди даже мусор не выкидывают. Ну как ты понимаешь, взял бы лучше любимому брату, починил бы лапоть. Владеть, на первое время хватит. На первое. Я в них уже полгода хожу. Чем клеил? Супер клеят Георгия. Все хочу включить в ее состав Кучук и этим приселином. Ой, все, хватит. Не забивай мне мозги. Да, алло. Привет, Мухина. Слушай, что у нас с этим Заверовым? А, видишь, у брата скрывался, но мы его и там нашли. Ну что ж, есть бог на небе. Свет, не можешь говорить? Толик, вам же стой ружет. Алло, давай я... Хорошо, давай ты, только обязательно перезвони, я буду... Первый, тут восемнадцатый. Ну что это за е-мое? Шеф, шеф, да ты не расстраивайся. Она, наверное, просто чем-то занята. Тихо ты. Куда мы зашли-то? Это я тебя хочу спросить. Вот восемнадцатый дом, где шестой? Ну, вон первый. Ну, я же не виновата, что здесь такая странная нумерация, Федь. Кругами ходим полтора часа. Надышалась воздухом в Подмосковье? Скажи мне. Федя, я... Пять минут пройди, сейчас найдем, быстро. Ну, пошли вон туда. Куда? Вот, пошли у людей спросим. Вот, пошли, пошли у людей спросим. А что случилось, простите? Девочка побежала. Девочка побежала туда, за кошкой. Да, стоп. Тишина! Вы говорите. Внучка Валентина Петровна, девочка, ей всего пять лет, побежала за кошкой туда. За ней молодой человек, а там что-то рушится, гремит. Дом-то столетний, недавно. Знаете же, вот, боже. Скорую вызывай. Ты куда? Что? Скорую. Скорую. Стрельцов! Стой, не двигайся. Да плевать, девочку найти. Она здесь, здесь где-то прячется. Ноги целы? Не знаю. Давай, толкай. Держится. Давай, давай. Да черт с ним. Девочку, девочку найди. Нормально. 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 Здесь будет я, за тобой вернусь. Он здесь где-то прячется. Где моя кошка? Где моя кошка? А тебя все ищут. Где моя кошка? Сиди здесь, я за тобой вернусь. Кот этот. Путин не ладен. Федя, все нормально? Нормально. Тебя как взевать, спаситель? Федя. Ты как, воды не надо, все в порядке? Нет, жизнь домашнего органа не задет. Ты дурак. У парня похожа нога сломана. А дом номер шесть здесь рядом. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Заверов Александр Дмитриевич здесь живет. Да, Заверов Александр Дмитриевич, мой брат. Но его сейчас нет дома, он за хлебом ушел. Понятно. А можно его подождать? Конечно, ждите. А то знаете, пока к вам доберешься, то с приключениями. Уходите, присаживайтесь. Спасибо. Как зовут? Дима. Дим, где я могу руки помыть? А то грязное аж пить хочется. Вон, там, прямо по коридору ванна. Пойдемте, покажу. Спасибо. Кать, а Федор-то у нас настоящий герой. Девочку эту спас. И мужика. Только не сдавай, что я сказала. Ну что ты. Да, вот значит, как живут чемпионы. Саша ушел из порта. Никак работу найти не может. Страдает. Представляете, даже голову обрил. Ну вы угощайтесь. Спасибо. Голову, говоришь, обрил. Ага. Ой, я сахар забыл. Алло, Салон? Чай на лифт? Да, это я, привет. Малыш, у меня к тебе вопросик. Скажи, вчера мимо твоей стойки не проходил такой... Пей чай. Ну, бритый. Лысоватый, может... Пей чай. Растет смена. Я слышу. Леночка, ну о таких вещах надо же сразу говорить. Разумеется. Все, я тебе перезвоню. Ага, все. Есть, есть. Он там был. Все это складывается. Это тайно. Тихо, Толик. Смотри теперь сюда. А теперь представьте его брит. Вау. Чего желаете? Меня интересуют подержанные ноутбуки. Подержанные ноутбуки? Ага. Есть модели, можете пройти посмотреть в подержанных ноутбуках. Спасибо. Так. А зачем тебе это ископаемое? На нем же только печатать можно. И то с трудом одним пальцем. Да я и не буду на нем печатать. Я буду заниматься трехмерным моделированием. Знаешь что, парень, зайди ко мне дня через два, и я тебе за те же самые деньги намного лучше машину сделаю. Хорошо. Сколько гаишникам отдала? Скажешь тоже. Служебное положение помогает. Да. О! А вот и клиент. Федор, здорово. Здорово. Здорово, коль не шутишь. Ну, как? Да вот гипс наложили. Слава Богу, не сломал. Трещина. Вот сижу, друга жду и домой отвезет. А давай мы тебя отвезем? А? К нам, в отдел. Сам признаешься? Или будем играть? Вопрос-ответ. Сам признаюсь. Если скажешь, в чем признаться. Ты убил Амелину. Она убита? Да ладно, не может быть. Хотя ничего неожиданного. Даже так? Даже так. Поверь, никто не заплачет. Где ты был в четверг с двух до трех? Постой, ты меня обвиняешь? Да мы с тобой вчера жизнью рисковали. А ты, значит, вот как. Вы угрожали Амелиной. Своей бывшей супруге тоже. Мотив налицо. Да не убивал я. Угрожал было дело. По пьяни. Проснулся, отпустила. Где вы были вчера с двух до трех? На велике я катался. Свидетели есть? Думаю, нет. Плохо? Плохо, что нет у тебя алиби. Ну, вот он вроде бы. Эда, вы что, тут офонарили, что ли? Тише будь. Вы уверены? Ну, там темно было. Лысый, с бородой. Да. Он. Послушайте это место. Тихо, 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 тихо. Сумасшедший какой-то. Спасибо, ребята. Вы можете идти. Все, 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 Лена. Кошмар какой-то. Что ж такое? Он вообще сумасшедший просто. Лена, расскажите, пожалуйста, вот здесь и здесь. Где галочки? Угу. Испугалась? Толечка, конечно, испугалась. Все, пойдем, провожу. Ты у нас дебошир, Шурик? Он меня чуть не убил. Ты видел, он у меня набросился? Я думала, он меня задумал. Шурик! Можете упрятать? На пару суток, а? Да. Имеем полное право. Ты вот хоть и на одной ноге так ускачешь от нас. Ищи тебя потом. Хочешь, все, подпишу. Вам же нужен убийца. Ради бога, вот он, я. А ты разубеди меня, я буду только счастлив. Повторяю, ни в каком салоне я не был. Врет она все. На велике я катался. Где катался? В лесу. Аж до мкады докатил его обратку. Не убедил. М-м. Некрасивая история. Да, алиби нет, мотив есть. Руками-то размахивать гораздо. Забирай его. Посиди, подумай. Алло, Света? Добрый день. Это Стрельцов. Пойдем. А я сейчас не могу. До вечера. Что-то в деле беспокоит. А Заверов что говорит? Федь. Заверов ничего не говорит. Спорим, он не убийца. Но заговорит. Поверь мне на слово. Какой-то он странный. В четверг он совершает убийство. А во вторник благородное дело. Я логики не вижу. Я тоже не вижу. Гоша. Что такое? У тебя проблемы, Гоша. У меня нет проблем. Ошибаешься, брат. У тебя есть проблемы. Ой, Светочка, спасибо вам огромное. А то, знаете, просто как снова родилась. Ну что вы, Дарья Николаевна? Знаешь, очень хорошо, что я забыла просить суеверия. Я пришла к тебе. Какие суеверия? Как? Я же в прошлый раз-то прямо перед Амельиной у тебя была. Так, вспомни, просто задыхаться начинал. Говорите. Кстати, вы же в прошлый раз у меня ингалятора бронили. Это не мой. Так. У меня другой совсем. Вот смотри. Странно. Ладно, Светочка. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания. Так, а вы к кому? К вам. У нас проблема. Вижу вашу проблему. Ну, пойдемте. Ну, и чем ты их нарисовал? На марганцовку не похоже. Ляписом, что ли? Секрет фирмы. Да? Чего-то не оттирается твой секрет. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Светочка, ну, сходите куда-нибудь с Федором, а? А то он заставит меня брови выщипать. Или еще что-нибудь в этом роде. Лежи. Я надеюсь, минут через пятнадцать от твоего секрета фирмы и следа не останется. Простите. Да? Очень серьезные проблемы, да? Нет, ничего страшного. Так. Не двигайся. А мы с Федором пока сходим кофе выпьем. Есть. Работаем, работаем. Никому не скучно на катке. Слушайте, а вы тренер, да? Да, тренер. Я прям с вами наблюдал все четко. Ну, видно профессионал. Работаем. Ну, а ты чего пришел, на фигуристов посмотреть? Или ждешь кого? Знаете, мне вот просто врачи велелись заняться зимними видами спорта. Говоришь, олимпийским чемпионом стану. Олимпийским не станешь. Ты уже большой, он какой огромный вымокал. Фигурным катанием нужно с четырех лет заниматься, дружочек. Да, значит, право, мой брат. Никуда не берут мед с моей астмой. Да нет, я этого не говорил. Ты знаешь, приходи завтра в пятый кабинет, записывайся в секцию и катайся здесь хоть с утра до вечера для здоровья. Это ж дело такое, не будешь чемпионом, в чем другом удача тебе улыбнется. Так. Ну, послушайте, просто интересно, астматикам что, вообще, что ли, в спорт нельзя? Да нет, ты понимаешь, в чем дело. У астматиков лекарства, ингаляторы. И первый же допинг-контроль станет для тебя последним. Ладно, я пошел работать. Работаем, елки зеленые! Ну что, Улька, решила, как соревнование? Поедешь, нет? Слушай, я не знаю, вообще кошмар какой-то. Колени болят ужасно. У Дениса вчера ночью приступ был, он где-то ингалятор свой посеял. И всю ночь мучился, бедненький. Ну, и парочка у вас. Невеста еле ходит, жених еле дышит. Не смешно. Ладно, шучу. Амелина мне всю ночь кошмарным с ней снилось еще. Да. Как мы теперь без нее будем? Света, открывай дверь, говорю. Паскудина такая, а? Открывай дверь, зараза такая, ну! Ай, ты посмотри, а, лужи кругом, а! Открывай дверь, говорю! Вот охламонки кусок, а! Открывай, говорю! Ой, вы только посмотрите на нее, она развлекается. А я в свои часы отработанные отдыха, значит, должна тут горло драть, да? Нет, не понимаю, что вы делите горло? А то я деру горло, я три часа под проливным дождем. Извините, Дон! Сижу, между прочим. Ну, сидите, зайдите домой. Что, до улицы? Ёлка! Черт! Мать честная, а! Зараза какая! Ну, извините. Мать, да я тебе голову оторву. Сейчас, мы все уберем. Все? Романтический вечер, можно продолжить. Мне на работу надо. Разрешите, гражданин начальник, а то с утра маховая рассина во рту нет. Гражданин начальник разрешает. Видимо, есть версия. О, господи, привет, Гоша. О, господи, когда этот страшный сон закончится? Вот ты мне не верил, а я пошел на доготуку все узнал. Ой, ну что ты узнал? У Ульяны Ветлецкой есть жених. Так. У жениха бронхиальная астма. И он где-то потерял свой ингалятор. Ну, разве это не подозрительно? Подожди, подожди. Ульяна Ветлецкая это... Лучший фигурист Камелиной. Ага. Бронхиальная астма примерно у миллиона москвичей. Ну, что, мы всех тут дозревать будем? Гоша, это не вариант, это не версия. Версия? Стоять! Нет! Что? Между прочим, начальство еще тоже не завтракало. Толяша, возьми мне яичницу с беконом, апельсиновый сок и хлеб с жемом. Черный. Ага, а еще, пожалуйста, узнаете, у Надюши не звезлили перепела в икорном соусе. Шагом марш! Плэй шарман! Плэй шарман! Почему мне никто не верит? Это очевидно. Гоша, только не нервничай. Ну, я тебе верю. Тогда возникает вопрос, и самое главное, что дальше? Нужно поговорить с Ветлицкой. Так. И еще, есть у меня одна мысль, он отребует детальной проверки. Ну, вот, остались мы одни. Уль, не отставай. Извините. Простите. Боже мой, за что? А это вы? Можно вас на секундочку? Вы в порядке? Я не знаю, что мне теперь делать. Пожалуйста. Ну, найдете другого тренера. Такой, как Амелина, больше нет, понимаете? Я ради нее была на все готова. Я с травмами готова была на лед выходить, только бы она была довольна. Угу. И вот теперь... Ну, все-таки жизнь продолжается. У вас есть друзья, карьера, любимый человек. Какая теперь карьера? Я безамеленный никто, ноль. Зачем жить? Ради чего? Ну, вы молодая. Ради вашего любимого человека и жить. Мм? К тому же, я думаю, он будет рад, если вы уйдете из спорта. Ульяночка, привет. Все хорошо. Все хорошо. Пойдем, малыш. Пойдем домой. Ну, пойдем. Все. Спасибо. Извините. Ну, пойдем. Гоша, а это вообще законно? Скрыть базу медицинских данных? Ну, Ленитович, он же для дела. Так. У Лены Ватлицкая прививки, детские болезни. Ага. Вы знакомы с этим диагнозом? Так. Ну, я, конечно, не специалист. Но с этим диагнозом можно жить до ста лет. Так и знал. А я смотрю, Гоша, вы заинтересовались косметикой? Эх, Леонид Львович, если вы только знали, сколько эти фирмы тратить на рекламу. Значит так, Амелина возлагала на Ватлицкого большие надежды. И все было бы хорошо, если бы Ульяна не упала на тренировки. Клепа, ко мне. И не заработала болезнь суставов, но, превозмогая боль, Ульяна продолжает тренироваться. Да, ее жених Денис Попов знает, что тяжелые нагрузки могут привести ее к инвалидному креслу. Да, но Ватлицкая все равно подчиняется только тренеру. И он идет к Амелиной. Просить ту, чтобы она сняла соревнования Ульяну. Чем все это закончилось, мы уже знаем. Мотив, конечно, слабоватый. Но из-за любви они на такое решаются. Не любовь. Деньги. Триста тысяч долларов стоят контракт Ульяны Ватлицкой на рекламу косметики. И тут одно из двух. Либо это реклама, либо соревнования. Мысль улавливаешь? У нас доказательств никаких, одни догадки. Отпечатки пальцев. Подожди. Их надо взять с инкалятора, ножниц и сравнить. С чем сравнить, Гош? Дениса Попова как такового нет у нас в базе данных. Потому что он добропорядочный гражданин. Тогда у меня есть один план. Ульяна. Ульяна, я говорю, я не могу сегодня приехать. Да успо... Да успо... Успокойся. Спасибо. Ну... Ладно, хорошо. Я минут через три сприеду. Все, ладно. Все, давай. Хорошо. Пока. Спасибо. 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 А может, коньячку? За счет заведения? Вас ждут самые большие чаевые. Ищут. Вас ждут самые большие чаевые. Ищут. Денис Васильевич Попов! Вы задержаны по подозрению в убийстве. Что? Амелиной Валерии Никитичной. Что он говорит? Ваши отпечатки пальцев обнаружены на орудии убийства. Денис! Что он говорит? Денис, это же не ты! Ну скажи им! Ну скажи им, это же не ты! Я это сделал ради тебя. Ой, ну конечно! Нет! Займись! Тихо, 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 тихо! Это че он?! Не слушайте его! Он не мог! Ой, Светочка, прикрой дверь, а то дует. А кто здесь? Валерия Никитична. Здравствуйте. Слушай, какая наглость! А тебе что здесь нужно? Отпустите, пожалуйста, Ульяну. Она не выдержит этих соревнований. Ох, ох, можно подумать, что ты о ней печёшься. Тебе же бабки важны. Что, думаешь, я не знаю про контракт? Мне Уля всё рассказала. Так что мимо, милый друг. Ладно. Хорошо, я дам вам тридцать процентов. На большее даже не рассчитывайте. Нет, милая, меня деньги не интересуют. Мне Ульяна для моего статуса имиджа важна. Я в неё, между прочим, столько сил и времени вгрохала, на несколько сборных хватит. Она мне должна привезти медаль и привезёт. Вот приедет и делай с ней всё, что хочешь. Да поймите же вы, она может стать инвалидом, как вы этого-то не понимаете. Ага. Пускай она лучше сейчас уйдёт, пока она в силах… Каких силах? Заработать тебе денежки на рекламе? Не дрейфь, мой милый. Вернётся – заработает. Надеюсь, она лучшая. Я не позволю, чтобы она рисковала. А ну-ка, хватит! Будет так, как я сказала. Уля без меня шагу не ступит. И вообще, пошёл вон отсюда! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай тащи свой суперклей. Давай быстрее, батюшка. А, закончился клей. Класса. Черт. Что? Носите на здоровье. Это мне. Тебе. Ну, они же дорогущие. У них таких подарков еще никто не делал. Для этого нужны братья. Гоша, подожди. Ты ж хотела так на углу. Ну. Друзья, напоминаю, что наш суперинтеллектуальный конкурс «Всезнайка» продолжается. Пока в промежуточной таблице результатов наметился явный фаворит. Это Георгий Стрельцов из Москвы. Удастся ли ему сохранить свое лидерство, а также сможете ли ему поставить конкуренцию? Вот этот подруг. Узнаем через несколько дней. Звоните. Участвуйте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Женщик, прикрой меня, я побежала. Хорошо. Продолжение следует... Я еще думаю, почему не стреляет-то? А он вообще не моргает? Оказывается, за секунду до того, как я в себя пришел, Мухина ему звистанула доской по голове. Какая же она замечательная эта твоя Мухина. Ну, вот и мой дом. Провожать меня не надо. Федь, это наша последняя встреча. Я так решила. Пока. Ну, здрасте. Боже мой, Леша. Что с вами вы порезались? Здрасте, Глафира Сергеевна. Вы, как всегда, с пробежки? Подожди, Леша. Что случилось? Где Аня? Аня? Аня нет. Аня там. Что? Ань! Что натворила? Ты что надела? Что же это? Милиция! Милиция! Скорую у нас! Помогите! Так. Да я не твой, мне плохо. Она меня не любит. Она меня даже не видит. Я для нее как мальчишка. Да не смотрите вот так. Это у меня первый раз. Ладно. Сейчас. Шесть. Смотрите. Вы всю ночь тут просидели. Вам надо послать перед работой обязательно. Федя, пойдемте. Не могу я уснуть. А то... Горько. Федя, понимаешь, все твои страдания, они бессмысленны. Еще японский психолог Кунорава доказал, что любовь это химическая реакция. при общении с постеплошным полом прорабатывается фермен, который... Слушай, ты, дитя Индиго, пошел вон отсюда. Понял? Тихо, 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 тихо. Федя, Федя. Лечить он меня надумал. Умник. Ты все таяни поумничаешь. И ты валишь шкуром. Лиза. Да. Лафира Сергеевна. Лафира Сергеевна. Ау, 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 ау. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Да, да. Они ссорились ужасно. Что ж ты сделал-то? Что ж ты сделал-то из-за этих метров пройдешь? Ну смотри, что я его глопил, Сергеевна. Вари ты с синим огнем, лед! Пуши губ, ты, Леша! Все-все-все-все-все-все. Что за шум? Что тут у нас? Потерпевшая Анна Клёнова, 24 года, разведена, танцовщица стриптиз-клуба Моргана Моргана. Моргана. Привет. Моргана. Ножевые ранения. Прямо в грудь. Увезли уже. Как и что, я поехал? Давай. И пока. А что это у тебя глаза-то, как пилька в томате? Ты откуда такой красивый? Из вытрезвителя. Кто обнаружил тело? Здравствуйте, я. И не тело, а Анну. Она жива. Петрович сказал, что с минимальной кровопотери литра два. Наш судмедэксперт не ошибается, молодой человек. Вы кто? Клёнов. Алексей Сергеевич. Бывший муж Анны. Приехал утром, чтобы отдать ключи от дачи. Дверь открыл своим ключом. А соседку вы не слушаете? Она всегда меня ненавидела. Жаба. Как по описанному. Долго готовились? А я не дурак. И прекрасно понимаю, в какую передрягу я попал. Но у меня есть железное альби. Прошу обратить внимание. Прошу. Посмотрите, пожалуйста. Вот контракт. Вот отчет о командировке. И вот, пожалуйста, два билета. Туда и обратно. Я был в Питере трое суток. В Москву приехал в семь часов утра. Судя по пятну, на Анну напали в районе шести часов утра. Вот такие познания. Три года в медицинском и пять лет на химфаке. Моя фирма занимается поставкой медоборудования. Я могу вам оставить документы. Если вы сделаете мне копию, я должен отчитаться перед начальством. А сейчас еще минута вашего внимания. Прошу вас и вас. Женщина. Да. Женщина, здесь шуба из шиншиллы. Здесь два дорогих эксклюзивных костюма. Так, еще была Анина шкатулка. Я ее почему-то не вижу. Там были вот эти дорогие старинные сяги. Остальное ерунда. И не Мугит. И меня. А от вашей рациональности, Каленов, из города никуда не выезжать. Вас вызовут. Вас вызовут. Конечно. Счастливо. До свидания, женщина. Уй, простите, пожалуйста. Стеснительный какой. Чего тебе? Я думал вас ангажировать буквально на минутку. Так, сразу говорю. Стучать ни на кого не буду. Так и не надо. Я думал, просто спросить у вас по поводу Ани Кленовой. Ани? Кленовой? Да. Может, дружите с ней? Нет, не дружу. Так, привет, пока. А что, она что-то натворила? Да нет. Я участковый. Вы удостоверение не считаете, да? Она просто соседей заливает уже третий раз. Они написали заявление, теперь мне придется ее искать, чтобы с ней поговорить. Я подумал, может, на работе или клиента постоянного. Так. Мы вообще-то танцовщики, а не... Я же не в этом смысле. Я не хотел обидеть, честное слово. Я в другом совершенно. Ладно, поняла. Она дружит с Женькой Зуевой. Девчонки! А Женька где? Она отгула взяла. Ребят, что я хотел сказать. Ведь у этих стриптизерш очень тревожная профессия. В клубах приветствуются приватные танцы. А вдруг наша Кленов не угодила какому-нибудь клиенту? Теперь вопрос. А где нам искать этого клиента? Осип Матвеич, вы вот это сейчас специально? Что такое? У меня в голове стая дятлов, а вы с этими спичками. Прости. Дятлы стаями не собираются. Это грачи. Паралетели! Паралетели! Здравствуйте. О, Гошка! Ты чего здесь? Здравствуйте, проходите. Можно, да. Да, конечно. Присаживайтесь. Вы себя хорошо чувствуете? Мне кажется, я простудился немножко. Где мне расписаться? Вот здесь, внизу, подпись, расшифровка. Извините. На этом листе. Подпись, расшифровку. Не двигайтесь, пожалуйста. Гоша, не мешай. Расшифровку, пожалуйста. Теперь вот здесь подпись. Что это? Насекомые. Расшифровку. Сказать? Не надо. Не надо, гончика. Гоша! Гоша! Иди сюда! Ну, что ты туда пошел? Иди сюда, быстро. Расшифровку, пожалуйста. Если вы нам понадобитесь, мы вас вызовем. Да. Выздоравливайте. Я могу идти? Конечно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, дядяже. Ну-ка. Так. Ты хочешь сравнить свой экземпляр с этими североафриканскими ключами? Да, Леонид Леонид Леонидович. Ну? Да вы, Леонид. Гошка, ну, конечно, отраву можно пить только под наркозом, но она воскрившая. Тимвазин. Леонид Леонид Леонидович, Гошка, привет. Абсолютно. Абсолютно. Тихо, тихо. Катя, здрасте. Здрасте. Кленов когда из Африки прилетел? Почему прилетел? Он на поезде приехал. Да, Леонид? Из Африки на поезде. С какой Африки? Я думаю, с северной. А точнее сказать не могу. Миграция Мавары. Подожди, он из Питера приехал. Какая еще Мавара? Мавара – это ядовитый клей. Переносчик вируса Эпштайн-Бор. Этому человеку нужно срочно вводить вакцину. Да. Вначале кашель. А через 75 часов вполне может настать проличь дыхания. Клещ, какой клещ. Ребята, я так болен, мне так хреново. Тебе будет еще хреновей. Вот здесь адрес. Место, где тебе помогут. Ты нам скажешь, куда ты дел нож. Отойдите, пожалуйста. Куда ты его сплавил? Господи, нож какой нож. Я не понимаю, что вы говорите. Кленов, вы что, не понимаете, вам жить осталось пару часов. В Питере вы никак быть не могли. Поэтому давайте, пожалуйста, колитесь и побыстрее. Где орудие убийства? Не убивал я. Клянусь вам, не убивал я. Я с Лидой в Тунис ездил по горячей путевке. А документы мне приятель из Питера прислал. Вот и все. Я провернул эту историю для начальника. Она у меня зверь. Понимаете, я так вот в отпуске не был. Тут просто подвернулся такой случай. Ну, я же ничего не делал. Ничего, понимаете? Я не жива, слава Богу. Смотри. Смотри внимательно сюда. Вот это. Это адрес института иммунологии. Да. Внизу тебя ждет патрульная машина. Да. Доедешь за 40 минут, будешь жить, кататься в отпуск. И благодари Бога, что у меня брат дюжин-лубознательный. Хорошо. Оперативная проверка показала, что Кленов действительно прилетел в 5.20 утра. Соответственно, покушаться на жизнь своей супруги он не мог. Жаль. Как жаль? Да жаль, что плохо работаете с лицом. Где ваша, так сказать, оперативность? Кленова допросили? Круг ее вообще не проверили? Кленова в реанимации. Единственная ее подруга, Женя Зуева, она в отгулок. Сейчас ждем, когда вернется. Что значит ждете? Вы что, а в фонаре ли что ли? Немедленно найти ее. Федь, простите, товарищ полковник, только что позвонили из реанимации, Кленова пришла в себя. Ну что, Стрельцов, тебе опять повезло. Ладно, мы еще с тобой поговорим. В следующий раз. Здрасте. Глафира Сергеевна. Привет. Здравствуйте. Глафира Сергеевна, а вы не знаете, где Аня? А ты что, ты ничего не знаешь, что ли? Нет, а что случилось? Да ты что? Аня в больнице, Аня помирает. Вот у нас тут такое было. Господи, я отгул взяла. На один день отсыпалась, потом в линокрадку с сестрой. Женя, Женя, только ты не переживай. Может быть, все обойдется. Ты меня прости, я опаздываю. Пока. Не переживай. Девушка, мне нужно всего лишь один раз ее увидеть. Слушка, слышите, Лент Кленова в коме, она на парадах, ее никто не пускает. Одну минуту. Но я должна увидеть Аню, понимаете, должна. Извините, пожалуйста. Минуту. Простите, вы интересуетесь Кленовой? Кленовой. Кленовой. Я Иганя Зуева, ее подруга. А вы мне можете помочь? Мы вам не поможем, а вы не поможете, это точно. Мы расследуем дело о покушении на вашу подругу. Что, Саня, скажите мне? Она жива? Мне ничего не говорят. Врачи держат полное неведение. Скажите, что с ней? Вы знаете, не будем скрывать, состояние, состояние очень тяжелое, но стабильное. Господи, я ее предупреждала. Он страшный человек. Я знаю, кто это сделал. В общем, полгода назад я прихожу к маме, она письмо какое-то сочет. Я тогда пристала к ней, говорю, мол, что? И она мне тогда и сказала, что этот зэк ей первое письмо написал. А у него был адрес, или ему кто-то дал? Нет. Знаете, как бывает, они же пишут там, здравствуй, дорогой друг, пишет тебе такое-то, такое-то. То есть в никуда? Да. Она взяла и ответила. У нее как раз там с мужем, с Лешей совсем все плохо было. Ну, он второе письмо ей написал, и вот так у них этот роман по переписке и образовался. Понятно. А звали этого зэка? Я не знаю, как его звали. Причем, вы знаете, я считаю, что это как-то вот ненормально, это любовь, письма. Да ну, это бред, конечно. Ну, Анька, она, вы знаете, она такая романтичная была. Романтичная стриптизерша. А вы считаете, что стриптизм могут танцевать только падшие женщины, да? Ну. Что? Простите, пожалуйста. Вы упомянули, что он страшный человек. С чего вы это взяли? Он за убийство сидит. Вернее, сидел. Он как раз на днях должен был выйти. А последний раз вы увидели с Клёновой когда? Как раз в ночь. В последнюю ночь. Она прям со сцены к нему побежала. Ой, вот я сейчас думаю, если бы тогда я знала, что все случится, зачем я ее отпустила? Господи, я даже виновата себя чувствую во всем, что случилось. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, где могут быть эти самые письма? Я не знаю. Может быть, дома. Я вас очень прошу, пожалуйста, найдите. Найдите этого подонка. Найдите. Мы сделаем все возможное. Вы извините, мне пора идти. Я на репетицию опаздываю. О, Господи, надо еще Паше позвонить нашему хореографу. А да, Федор, возьмите, пожалуйста, мою визитку. Если вы что-то узнаете, я вас очень прошу, тут же позвоните мне. для меня это очень важно. А знаете что, приходите на наше шоу. Конечно. Конечно. Спасибо. Да, спасибо. Ну, куда? Ну, ты, наверное, на стриптиз. А у меня, прости, другие планы. Нет здесь ничего. В кухне ищите. Ищем, ищем. Говорила я вам, что вы ничего не найдете. Только в прошлый раз он все ящики перерыл. Слушайте, хотя я не понимаю, куда эти письма могли деться? Любовную переписку, ее не выкидывают, ее перечитывают, смакуют каждое словечко. Куда те... Он ее забрал. Ну? Любимое развлечение зэков состоит в любовной переписке, из которой можно узнать, что девочка не из бедных. Как ты из любовной переписки поймешь, что девочка не из бедных? Легко. Пишет он ей, дорогая любимая, стоят такие морозы, а ты одна на улице и в метро. Ты, наверное, замерзла, и некому тебя согреть. А она ему в ответ, не волнуйся за меня. Я сижу в шубке, в машине парюсь в пробке. Это бред. Так никто не пишет, да, Усик Матвеевич? Ой, нет-нет-нет. Федор осуждает очень логично. Что это такое? Спасибо. Зэк, назначать встречу. Приезжай. Творить с ней. Кать, неземную любовь, а потом, что делает, забирает вещички, самое главное письма, которое является главной уликой их отношений. Вот и вся история, конец. Ось, смотри. Да. Ну ладно, конец. Разве ты не радишься? Ребята, поехали, а, давай их же хватит. Давай, все, все, валили, опять неаккуратно. Вот, ребята, я знала, что это вы. Да? Да, дело в том, что я нашла вот и письма, понимаете? Я нашла письма, я нашла их, я понимала, что нужно отдать вам было еще тем. Вы не поверьте, Малышечка, я буквально зачиталась. Этот Егор, этот Егор, этот Егор, он буквально, он вам поможет. Такая любовь к девушке, вот к этой девушке, она как раз покойница. Такая любовь, это просто как роман, вы понимаете? У него талант. Катя! Обратитесь, пожалуйста, за внимание. Девушка, у меня на вас все надежда. Спасибо большое. Это такие, ребята, слова, вы не цените этого, никто уже. как только ворота за мной захлопнутся, я тут же приеду к тебе. Все будет замечательно. Жди меня, Анечка, твой Егор. Ну, как? Любовь. Прям поэт. А ты знаешь, Катя, в заперти такие открываются таланты. Вот я на губ вахте в армии сидел. Так, ты как? Так, господа. Ага. Работенки подвалила? Тебе две беру. Начать, конечно. Перед вами списки осужденных, которые освободились за последние две недели. Я рад, что вы приступили к работе. Андрей Викторович, Иван Вячеслав. Вот. Егор Булкин, Егор Ильич освободился 15-го. Угу. Горька! 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 Где Егор-то? Шетыре! Шетыре! Егор! Егор! Егор, давай, вставай! До тебя милиция пришла! Вставай, давай! Это Егор Булкин. Так он, Егор, так я же говорю ему, ты, говорю, иди в дом-то поспи, а он как вот сел три дня на табуретку-то, так и сидит, и ест на табуретке, и пьет, и вон, а дрыхнет теперь. Он на свадьбу к доченьке спешил, так спешил, так спешил, боялся, что не успеет, так успел, аккурат к ЗАГСу приехал. Понятно, скажите, вот вы говорите, три дня, это кто-то может подтвердить? Он, почитайся о деревне и может подтвердить. Понималу-то, сейчас я разбужу, сейчас сына позову. Михей, давай отца поднимать! Не надо, не надо, не надо. Давай, оттыхай, человек. Да давай, не надо, спасибо большое. Ну что, точно есть не будете? Я пас, у меня Гульбякова тут стоит, отдышать трудно. Кать, на тебя можно положиться. Кать, а что мы с Шубином-то скажем? Я вот так думаю, что не Горвудса, подписался чужим. Слушайте, а в вашем списке Георгий есть? Он хватит в наш список. Причем здесь Георгий? Ну просто Георгиев часто Егором и зовут. Он же Гога, он же Юра, он же Жора. Звоню, звоню, звоню. Толик, да, это Мухина, привет. Слушай, открывай список с самого начала, ищи всех Георгиев. Ага. Так, Григорий Иванович Прохоров, 29 лет, сидел за убийство. Ого. О, красавец списанный, бронетт. Хорош. Федь, не верю, я не мог он убить. Смотри какой. Потому что рожа смазливая, потому и не мог. Да не потому что рожа смазливая, а потому что... Письма его почитай. Я верю, он искренне любит Клёнову. Я бы даже сказал, до смерти ее любит. Сынник, несчастный. А куда он выбыл, блин? Сейчас так, деревня Закутки. Подожди, это Калужская область? Калужская. Ребята, там у Кума дача. Э-э-э, 150 верт. О, прокатимся. Только, кстати, шубим, служебку не дам. А, моя машина в ремонте, я не могу. Не-не-не, не. Ребята, я машину свою не отдам. Старика своего не дам мучить. Садимся. Садимся вперед. Толик, ты вы с нами поедешь. Не выдержат. Обещаю тебе. Выдержат. Если был бы богат. Ты и в отдел займись бумагами. Почему? Потому что. Спасибо, Федор. Федор, но я резину только поменял ведь. Бывший осужденный Георгий Прохоров выбыл из мест заключения два дня назад. Участкового отметился. Значит, представление закончено. Что ж так без фантазии, Егор Прохоров? Спрятаться не догадался? Зачем? Егор, обедать иди. Ой. Здрасте. Здравствуйте. Ух ты. Откуда такие красивые сережки? Ты Егорушка привез. Подарок это. Красивый, правда? Да, красивый. Егор Прохоров, вы задерживаетесь по подозрению в покушении на Анну Кленову. Анечка сама дала мне эти серьги для сестренки. Я хотел, чтобы она со мной приехала, но она осталась мужа бывшего ждать. Он должен был ключи от дачи привезти. Сказала, что сама через три дня приедет. Зачем Кленовой нужно было отдавать тебе эти серьги, если через три дня она бы их сама вручила? Пишите, пожалуйста, протокол задержания. Так, милый человек, давай-ка, собирайся, а в Москве разберемся. Это неправда, Егорушка. Это неправда. На выход. Послушайте, он не виноват. Он никого не трогал. Он пять лет, пять лет на чужую вину сидел. Манечка, подожди, подожди, Манечка, подожди, мы таким словом не проймем. Давай, давай. Да вези, вези. Не в покуси, Дима. Что, Аня совсем плоха? Можно с ней хотя бы увидеться до того, как укатаете? Что, ты? Ё-моё, а! Чего? Чего-чего? Фёдор сглазил. Все, приехали. Вылезайте. Кать, выпусти меня. Да не морщи ты, Федь, сейчас посмотрю. Да не надо сидеть, я сам. Ага. Давай, вывалюсь. Кать, останься в машине. Да. Ну, открывайте. Ну, давай, давай. Сейчас будет полчаса мотор искать. Ну, ладно тебе. Федор, вы мотор не потеряли? Кать, давай сейчас под руку не говорить мне, ладно? Федь, ну что ты там копаешься? Ну, что у тебя тут случилось такое? Это все вообще надо вот так вот взять и выбросить. Шорка вывать. Ха! Ой, спасибо. Федя! Федор, ты был прав. Клиент на месте. Я всегда прав, Толяш. Давай пакуй его. Извини, братишка, а где у вас здесь реанимация? Вот, на третьем этаже. У лестницы окна. Спасибо. Стой! Стой! Сказал, стоять! Пустите! Пустите, пьяны! Все, того ненавижу! Задержанный Прохор. Ввести. Вернулся, чтобы добить ее? Давай, рассказывай. А я это тебе зачту, как чистосердечное. Может быть. Я все расскажу и подпишу. Да, убил! И обокрал! Так прошу тебя, пусти к ней попрощаться. Хоть на пару секунд. Увидеть ее в последний раз. Так на жалость меня не бери здесь. А то расплачусь. Рассказать тебе, как было дело? Переписывался ты с девчонкой. Узнал, где работает, чем занимается. Что дорогие шмотки носит, что за латишкой. Ой, ладно, все. Все понятно. Ведите в камеру. Мне больше сказать нечего. С удовольствием. Конвой! Встань. Если увидите ее, прошу, скажите, что я жить без нее не могу. Федь, да есть у тебя глаза, нет? Ну, не мог он убить, видишь? Переживает парень. Я вижу факты и улики. Федя, наша работа – это не только факты и улики. Да. Так что, взяли мы этого Егора Георгия. Ну, конечно, пока отпирается. Ну, скоро запоет соловьем, куда он денется. Ну, из ворот, Левгард. Артист. Сцена по нему плачет. Ты бы увидел. Слушай, надо было побриться. Слушай, а ты уходишь, что ли? Да. Так мы же футбол хотели вместе посмотреть. Брат, я тебя умоляю, не сегодня. Ты бы знал, какая девушка меня ждет. Какие у нее глаза, ты бы ее видел. Красавица, умная, талантливая. Да. А вы давно знакомы? Какое это имеет значение? Ты же сам говорил, это химия. Это раз увидел и влюблен. Такие попадаются не каждому. Понимаешь? Она просто чудо. Я женюсь. Знаешь, ты, Федя, мне кажется, ты хочешь сокосить боль утратой. Ну, типа клин клинул, что ли. Значит, ты безответственная. И потом... Мне уже пора, у меня возраст. Понимаешь? А я один. А она чудо. Кстати, где ее визитка? Я вообще-то тоже здесь живу. И мне не все равно, кто мне будет борщи готовить. Борщи. Скажешь тоже, борщи. Ты понимаешь, что это не ее масштаб? Она... Она другая, дай сюда. Она другая. Как она двигается. Как она... Как она танцует. Ты бы видел. А тебе еще рано. Она тебе понравится, поверь мне. Абонент не отречает. Выключен. Зато я теперь точно знаю, где она. Все. Я пошел свататься. Молодой человек? Да. Вам что, не понравилось? Что вы? Такое шоу. Вам. Только я думал, солистку Женю увидеть. Да не до работы сейчас Женя. Да. У нее подругу грохнули. Аньку. Да. Елки-молки. А то и так подфартила. Что ж тут фартового-то? Машина выиграла. Вот. Да еще пацана отхватила себе такого. Красавец. Замуж собралась. А как машина выиграла? Легко. Нет, интересно. Женя ей на день рождения какой-то шампунь подарила. Фирменный. Угу. И прикинь, открывает упаковку, а там приз. Да ладно. Да, Анька чуть в оборок не упала. Вот. Ну, машину решила скинуть, школу танцев свою открыть. А зачем ей эта школа? Вот зачем ей школа танцев? Ну, как зачем? Ну, деньги надо вкладывать в какие-то ценные бумаги, там, в рестораны. Ну, а что это? Ты такая дорогая тачка. Крутая. Да. Да. О, мальчик. Подождите минутку. Чего тебе? Здравствуйте. Мне нужна Евгения Зуева. Ну, это я. Так, подожди. Алло. Нет, я не понимаю, почему вы не можете выдать приз деньгами? Да, я выиграла машину, и что? Слушайте, да идите к чертову со своими правилами. Ой, ну хорошо. Хорошо, я заберу приз. Нет, сегодня подъеду и заберу. А, что тебе? Здравствуйте. Я брат Федора Стрельцова. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Понимаете, Федя, он такой ранимый. Не, ну если вы кажете с серьезными намерениями собрать связь на свою оставшуюся жизнь, вы знаете, я не против. Он просто... Мальчик, какой Федор? Ну, просто Федор действительно хочет на вас жениться. Мне кажется, вам нужно подумать. Ты знаешь, я совершенно уверена, что в ближайшее время я замуж не собираюсь. Вообще никакого Федора я не знаю. Я уезжаю далеко и надолго. Так что спи спокойно, дружок. Так вот, я на всех пожарных случаев пробил. Действительно был разыгрыш. Разыгрывалась иномарка. Ты сидишь? 30 тысяч евро. Ого. За бутылку шампуня. Слушай, огромные деньги. А может быть, кто-то, ну, узнал про этот выигрыш, решил украсть купон и убил Кленов. Я даже знаю кто. Трохоров. Это свое. Ну что, почему ты всегда так? Я не верю, что он меня убил. Может, его подставили? Ну, может же такое быть? Федя, она вообще тебя не знает. И к тому же уезжает за границу. Мальчик, ты откуда взялся? Мне тоже это интересно. Кто она? Да Зуева твоя. Ты извини, но я зашел к тебе познакомиться. Ты такая суровая и холодная девушка. Вообще замуж за тебя не собирается. Ты же нет, ты собрался? Слушай, кажется, я все пропустила. Ты же с этой, как я, со Светланой крутил. Свет – это все в прошлом. Бочила она его. Браво, браво, браво. И сиди молча. Что там у тебя за версии? По поводу версий. Версии две. Почему я выбросила Светлана? Первая – эгоист. Вторая – баболаз. Третья – по работе. По работе? Мальчик, не трогай компотик. Значит, по работе. Зуева, Зуева дарит своей подруге Кленовой шампунь. Та вытаскивает купон и выигрывает машину. Что? Значит, кто там? Что? Зуева тоже выиграла машину. Чего себе. С этого момента поподробнее. Я сам слышала, как она потелефону со менеджером ругалась. Хотела приз с деньгами забрать. Стоп. Шампунь подарила Жене. Так, кто узнал на свидание Кленовой и Прохорова? По-моему, твоя свадьба откладывается. Но на свидание я все-таки схожу. Да это я виноват. Он у меня глупый, верит всему, что ему скажешь. Он в это с открытыми глазами. А я пошутил, просто пошутил. Ну, в итоге... Перестаньте, я вас понимаю, ничего там страшного нет. Вы лучше расскажите, как ваше расследование. Ну так, хорошо. Уже можно сказать, что хорошо. Аню перевели из реанимации в палату. Сейчас ждем, когда она придет в себя. Берем показания. И, естественно, все сразу сдвинется с мертвой точки. Ага. Ну и слава богу. Слава богу, конечно. Ой, вы знаете, я забыла. У меня важная встреча. Я опаздываю. Вы извините. Да, конечно. Это вы меня, простите. Я вас задержал. Затуркался. Давай машину. И мигалку включай. Слава богу. Стоять! Руки! Двойно! Руки! Где Аня? И так жили-были две подруги. Аня и Женя. Но только вот беда. У Ани и муж. У Ани и любовная переписка. Да, пускай он зэк. Зато какая любовь. А у Жени ничего этого нет. И в довершении всего. Надо же было случиться такой глупости. Своими собственными руками. Подарить дорогущую иномарку. Ведь у самой ни карьеры, ни семьи. Комната в коммуналке и никаких перспективностей. И стало Жене очень обидно. И решила Женя свою подругу Аню убить. Благо случай представился замечательный. Дружок зэк вышел на свободу. И вот Женя дожидается, когда Егор зэк уедет. И пришла она к Ане. И разыграла все как по нотам. Первым делом, естественно. Забрала талон на машину. Благо он безымянный. Ну, все обстояло как ограбление. Сожгла письма любовника зэка. Ну, пускай думает, что это он заметал следы преступления. И в итоге мы имеем подружка в могиле. Зак на нарах. Ему не привыкать. А Женя в шоколаде. Там ей самое место. Да. Она всю жизнь получала все. И полной ложкой. Отведите меня в камеру, я устала. Гошка! О, привет! Привет! Ну что, все нормально? Аню перевели, Егор с ней. А я очень за них рада. Давно не видела настоящих чувств. Чувства, чувства, чувства. Вон, Гошка вообще считает, что это все только химические реакции. Понимаешь, Веть, мне кажется, я начинаю понимать. Дело здесь не только в химии. Здесь что-то еще. Что-то из другой области. В общем, мне надо все обдумать. Обдумай. Обдумай, брат, потом растолкуешь мне. Лады? Стрельцова! Вы это о чем? О прекрасном, Кать. Да. О прекрасном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Тебе тоже, сынок, пора уже. Пошли, подожди. Выпьем? Ты прекрасно видишь. Алка, подружка, давай выпьем за здоровье невесты. Какую же ты красавицу вырастила, а? А ты чё не пьёшь? Давай, 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 давай. Ниночка, моя подруга, я пью за тебя, за твое счастье, за твое любовь и за твое здоровье. О, ты чего, мать, водку пить не умеешь? Ну-ка, запивай, запивай. Ах, молодёжь, ничего-то вы не умеете. Вот, давай. Ну вот, держи, держи. Наташка! Дёжь ты, пораный! Мишклёп, ну здравствуйте, а ты, Федя? Да. Господи, как на Колю-то покойного, на отца-то похож. Ну здравствуй, родственник. Чё у тебя Таня? Гошка, Зая, дай я тебя поцелую. Как отдохнули. Вы, как ты посмотрел. Таня Александровна, как отдохнули. Ой, хорошо. Море, чайки, волны плещутся. Ну, я с вокзала-то прямо сюда. Вот за ним, за Гошкой. Паде, надоел вам тут всем, да? А? Я-то думала, всего на неделю поехать. А тут такое… Федь, я не одна. Дмитрий Андреяныч, заходи, не бойся! Просто здорово, мужики! Вот. Иди, знакомься. Зовите меня просто Дмитрий, а то пока отчество моё выгуришь, вспотеешь. Ну, давай, знакомься. Чё ты, испугался, что-то? Гоша, Гоша, здорово, здорово! Хиловат, конечно. Да ладно, он с тебя родственник. Я маленький, но злой. Ну что, ребятки, до поезда совсем ничего, но повечерять успеем за знакомство. Ой, слушайте, мы же вам гостинцы привезли. Где фрукты-то у нас? Сейчас, сейчас. Может, прям на кухню? О, тут, тут, смотри-ка, тут. Вот, только не рассыпь, я запрашиваю. Миноград, миноград. Посмотри. В порядку, ещё раз. Федя. Оно. Ладно, давай всё на месте, я уже выезжаю. А чё, Федя, ехать надо, да? Да, срочный вызов. А нам через два часа уезжать. Убийство. Я, Федя, я-то думала, мы познакомимся поближе. А, Танюш, Танюш, это служба, 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 ничего не поделаешь. Мы ж теперь родня. А, Федя, мы ж теперь родня. Ну, приедешь к нам в этот курс, мы там уже по полной программе, всё. Ну, напоминай лихо, прости, если что не так. Так. Сейчас, званиваться будем. Сейчас, я. Инна, ты чего? Значит, картина такая. Смотри, потерпевшая у нас Наталья Карпова, двадцать три года, одна из подружек невесты. Стояла в толпе, разговаривала, пила и вдруг рухнула со всей муще. Несчастный случай? Да нет, не думаю. Скорее всего, отравление, цианид. Ты уверен? Ну, уверен, буду после экспертизы, а вот у Мухина есть доказательства. Мухина! Подойди, пожалуйста, мы на работе. Да, секунду. Чего ты захвырешь с ними? Не знаю, знакомый какой-то. Катюш, я заскочу криминалистом, осколки захвачу, да? Да. Хороший у тебя сотрудник, Фёдор, не растерялась. Не борешься. Судя по запаху миндаля, цианистой калий, проверь, пожалуйста. Ну что, можешь нашивать сюда лампасы? Будешь генералом. Преступник уже в СИЗО? Он тебе рассказал, за что грохом невинную девочку? Крати ерничать. Алла Ратушевич, которая ушла, считает, что именно она виновата в смерти Натальи. Дело в том, что последний глоток Наталья сделала именно из бокала Аллы. Судя по всему, хотели убить именно ее. Ну, подробности завтра, мы завтра встречаемся. Не забудь. Куда ведешь тропинка, милая? Куда ведешь тропинка? Куда ведешь тропинка? Куда ведешь тропинка? Ушавки думай. Кого, любимая, уж не воротишь, не вернешь, кого ж дала… О, тетя! Федя! Здорово! Проходи, не стесняйся, Федя, проходи. Федя пришел. Феденька, а мы решили не уезжать. Да. В смысле? Ты не волнуйся, я Москву с восемьдесят пятого года не видел. О, как. О, разрослась столица матушка. Вот, решили посмотреть, Федь. Ну, если, конечно, мы тебя не стеснемся… Да, а то, Федь, мы еще в гостиницу сперем. Да ну, ну что, ну, какая лестница? Давай, не левать, не левать. Федь, выпьешь, мам? Конечно, выпей, ты чего спрашиваешь? А что это? Это… О, первач. Ты выпей, Федь, выпей, выпей. О, хорошо. О! Федь, Федя. Давай, давай. Федя. 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 Ну, что ты прямо при ребенке такие страсти рассказываешь? Федя, потому что он же все понимает. У него же мозги поволще, чем у любого взрослого. Он знает, как у него мозги… У него аналитический склад умазал. Все равно, ну, не хорошо, Федь. Ну, ты, Федь, не беспокойся. Федя, мы погуляем, Москву-то посмотрим и поедем. Ой, нам кошка такое рассказывал, обещал показать. Рассказывал, да? Ну, да. Федь, ты же не против? Я покажу Москву и поедем. Стоп, снято. Стоп, снято. Аллочка, прекрасно, просто замечательно сегодня все. Спасибо. Десять минут, перерыв. Алла Валерьевна, Алла Валерьевна. Миша, подойди ко мне. Здравствуйте. Здрасте. Извините, ради Бога, я не думала, что съемка так задержится. Давайте найдем более тихое место. Хорошо? Ларочка. Конечно. Пойдемте. А можно, да? Прошу вас. Вы знаете, я ведь на самом деле ужасно напугана. Наташа погибла из-за меня. Мы с мужем сегодня всю ночь думали, кому понадобилась моя смерть. Ведь у меня совершенно нет врагов. Алла Валерьевна, а может, Тамара? Она же вам угрожала и вчера… Ларочка, не говори ерунды. Чего только не скажешь сгоряча, поправь лучше парик. Простите, пожалуйста, а Тамара это кто? Тамара Пескова. Замечательная артистка. А вы ее не знаете? А у меня есть фотография с проб. Вот, пожалуйста. Позвольте. Мы работаем в одном театре. Когда мне предложили играть эту роль, я отказалась, потому что участвовала в другом проекте. А потом согласилась, потому что подумала, что от таких ролей не отказываются. И я совершенно не знала, что Тамарочку уже утвердили на эту роль. На нее шили костюмы, парик. Дай, пожалуйста. Она устроила мне скандал. Вы знаете, я ее прекрасно понимаю. Скажите, а ведь она была на свадьбе, правда? Да. Но, вы знаете, я ее не приглашала. Как потом выяснилось, она приходила со мной помириться. Но была немножечко не в себе. Разговор был короткий, я не терплю пьяных. Вот. Лара! Да, дорогой. Познакомьтесь, пожалуйста. Это и мой муж. Михаил Очаров. Очень приятно. Простите, ради Бога. Работа. Конечно. Если я что-то вспомню, я вам обязательно перезвоню. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну, на самом деле… Лара. Я иду, иду, иду. Это я уговорила Тому в ресторан пойти помириться с Аллой. Уж больно сильно она ее тогда зацепила. А чем зацепила? Да знам и чем Мишка на 15 лет младший Ратушевич. Ну, вот Тома и прошлась по этой теме мелкой сеткой. Дура. Все знают, что Миша с Аллой пылинки сдувает. Там настоящая любовь. А что же все-таки в ресторане произошло? А что? Мы пришли, сели в баре. Томка набралась под самые глаза. Хватит два бокала и калки поперлась. Ну, вроде как выпить за примирение. А я видела, как Алла взяла бокал из рук Томы. Погодите, погодите. А какой был бокал? Бело-синий с цветочком, стеклянный. Ну, вот. Я потом пошла в туалет попудрить носик. Возвращаясь, а Тамарки нигде нет. И тут вот эта беготня, крик. Тамарку я в тот вечер так и не нашла. К бару она не вернулась, хотя обещала. Так, девочки мои, если она пришла в ресторан помириться, Зачем травить? Ну, мало ли, передумала. Посидела в баре, посмотрела на успешную звездную соперницу. Пяпс – зависть. Черная зависть стала чавкать ее бессмертную душу. А пузырек с ядом она с собой всегда носит? А почему нет? Ну, правильно, начать пожарный случай, конечно. Моя смерть едет в черной машине. Так, куда опять собрались? Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, куда опять собрались? Стрельцов, ты что, совсем дорогу ко мне в кабинет забыл? Никак нет, товарищ полковник. Так, что по делу об отравлении в ресторане, почему не докладываете? Работаем, товарищ полковник. Пытались дозвониться Тамаре Песковой, она у нас основной подозреваемой. Не смогли. Пробили адрес, едем к ней. Почему подозреваете мотив? Месть, зависть. Да. Ну, Юрий Петрович, артисты, странные люди. Ну, понятно. Ладно, езжайте. Так, а вас, Анатолий, попрошу остаться в отделе. Нечего всем стадом ходить. Ну, хватит, это можно. Давай посоветим. Давай. Раз, два, два, три. О, черт. Что там? Мухина. Ешкин кот. Что с ней? Кажется, жива. Пульса почти нет. Алло, скорая, капитан Стрельцов говорит. Срочно бригаду… Лескова 16. Лескова 16, квартира 41. Фетя, иди сюда, смотри. Алла, прости. Алла, прости. Алла, прости. Фу, ребята. Ничего себе оперативности. Я только в трубку положу. Я сейчас скоростью. У нее пульт очень слабый. Что с ней? Рома, ты? Ты что тут? Знаете, таблетки уже не в первый раз глотает. С тех времен и дверь перестала закрывать. Потом в привычку вошло. Томочка, а натура тонкая, нервная. Ну, понимаете, она пугала так всех. Но в этот раз что-то ужасное случилось. В этот раз все было серьезно. Это вам сердце подсказало, да? Представьте себе, нет. Она сама мне звонила. Но, Катя, это только бывшая жена. Поверь, прошу тебя. Ромочка, да ты что? Конечно, я тебе верю. Но ты успокойся, выпей. Ну что ты? Спасибо, Катюша. Мы так с ней хорошо поговорили, посмеялись. Она сказала, что теперь у нее все будет хорошо. Попрощалась и положила трубку. И тут вас что-то насторожило. Да, вот это ее прощай. Понимаете, она никогда не говорила прощай. А тут еще наш общий друг позвонил. Сказал, мол, Тома через столько лет звонила, просила прощения за все. Ну, вы знаете, меня как током дернуло. А я вызвал скорую и сам сюда. Мухина, улавливаешь мысль? Она позвонила всем, с кем когда-то поссорилась. А Ратушевич она написала записку. Значит, она не знала, что Алла жива. Осталось выяснить, откуда яд. Мне кажется, я знаю откуда. Рома работает в лакокрасочной промышленности. При производстве красок, насколько я помню, из курса химии, используются отравляющие вещества. Ванадий, Кадмий, Мышьяк, Ценбиды. Да, и что вы, меня в чем-то подозреваете, Кать? Ромочка, конечно, нет. Федь, она сама могла взять этот яд, в конце концов. Как? Сама? Нет, Катюш, ну что ты. Это совершенно невозможно. У нас все очень строго. Ну, хотя, признаться, я работал дома. Вот как. Все сводится. Как соучастник пойдешь, Ромочка. Так, хватит. Я не понимаю. Хватит, я сказала. Пойдем, я тебя провожу. Мухина, а что это было здесь? Сидел и тут. Твоя недоделанный женишок? Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь. Что это? Осторожно. Миндаль. Здравствуйте. Я вижу. Здравия желаю, товарищ Попов. Все свободно. Стрельцов, вы что, а в фонарели? Вы что, вчера к криминалистам вечером притащили? Юрий Петрович, фляжку и жидкость с запахом, напоминающей запах жареного миндаля. Ну и что вы надеялись в этой фляжке найти? Яд. Ценистый калий, которым, предположительно, Пескова пытался травить Ратушевича. Да. Вот вам заключение. Во фляжке миндальный ликер. Да над вами все отделение потешается. Смех продлевает жизнь, товарищ полковник. Но это не снимает с нее подозрений. Ладно, хорошо, все передам. Значит так, очнулась ваша Пескова, давайте идите в больницу, и чтоб без чистосердечного не появляться. Все, свободны. Тамара, послушайте дельный совет. Напишите чистосердечное признание. Вам же легче будет. Признайтесь. В чем я должна признаться? В том, что вы хотели убить Аллу Ратушевича, но и произошла нелепая ошибка. И погибла ни в чем не повинна девушка. Вы с ума сошли? Я помириться хотела с ней. Не получилось. Расстроилась и ушла. Потом привлеклась домой. И пила сутки. Ну, а потом... Но ведь записку эту Алла, прости, вы написали? Написала. Потому как думала, что помру без прощения. Вы извините, но это как-то все мало убедителей. Вы по-прежнему подозреваемый номер один. У вас доказательств нет. Да я найду доказательства. Я вам докажу, что вы покушались на жизнь Алла Ратушевичну. Это... Нет, Федор Николаевич, не докажете. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас. Томка. Ну, милая, ты что? Прости меня, я так перед тобой виновата. Ну, мы же с тобой почти родственники. Ну, поругались, поорали друг на друга, помирились. Ты что? Простите, пожалуйста, извините. Вы сказали, что я не докажу. Что вы имели в виду? Федор Николаевич, Тамара мне принесла бокал из бара. Но там стояли похожие, но не такие. И у меня есть доказательства. В ходе следственного эксперимента Игорь Мерша и Пескова показали на низкий стакан. А погибший выпил ее из высокого. Федь, покажи. Юрий Петрович, собственно, в эксперименте и необходимости не было. Сейчас в лаборатории лежат осколки высокого стакана со следами царистого калия. Посмотрите. Заключение. Ну, и зачем эти сложности? Высокий бокал, маленький бокал. Ну, это ресторан, чтобы они могли отличить, где вот из бара, а где вот из зала. Да, ну, это красиво. А, смотри, ну-ка. Новую купим дальше. Федя, привет. Ой, здорово, здорово. Федя, мы такую красоту тут смотрим. Смотри, сколько стоят услуги фотографа. Надо узнать, сколько у нас это стоит. Да, Танюш. Я хочу фотографии. Да, у меня все схватит. Да, свадебные фотографии. Да, у меня, у меня… На всю жизнь. Ой, Федя устал. Мы сейчас что-нибудь приготовим. Федя, давай, бери это нахуй. Сейчас посмотрим. Ладно. Ага. Слушай, Федь. Да. А вы фотографии хорошо просматривали? В смысле? Ну, фотографии со свадьбы. Просто вдруг в кадр попал момент, как преступник… Да. Да? Преступник в момент совершения злодеяния фас в профиль со всех ракурсов. Так, его опознали? Да ну чего? Ну ты один умный, а мы все идиоты. Ребят, идите есть, мы на крыле. Турик уже все там прошерстил. Я в шоке. Толяша, родной, скажи, пожалуйста, тебе в институте просто хотя бы значение слов, оперативная работа. Объяснили? Ну, конечно, да. Да? Оперативная, Толяша, это значит быстро. Я понимаю. А чего уж тогда молчишь? Что? Что молчишь? Я постараюсь не опоздать, я просто еще на работе. Хорошо, конечно, я тебя целую. Чего молчишь? А свадьба? Что такое свадьба, Толяша? Свадьба – это не только пьяные гости. Это фотограф, это оператор. Ну да. А это значит фотографии и видеозаписи. Ага. Ну? А, все, понял, понял. Сейчас. Сейчас. Устань. 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 Серьезно? Замуж собралась, да? Угу. Алло, здравствуйте. А будь доброй, пожалуйста, Нина. Что, за этого дохлика, что ли? Кто? Это из милиции. Да, я подожду. Да, я жду, жду, жду. Святцов. Что, ты ревнула, что ли? Федь, я женщина. Хочу семью и детей. По-моему, это нормально. Ну да. Ну, за этого идиота зачем? Алло, Нина? Да, здравствуйте, это Анатолий. Вы мне можете дать адрес фотографа, который был на свадьбе? Пишу. Так ты же не зовешь. А ты женись на мне, Стрельцов. Сразу все проблемы решатся. Двадцать четыре часа при тебе, под одной крышей. Ну, как хорошо будет, к мужу не надо отпускать. Так тебе же слабое предложение сделать. Слабое. Дело в том, что есть некоторые обстоятельства, которые, ну, как бы... Федор Николаевич, Федор Николаевич, я все понял. На свадьбе был профессиональный фотограф, вот здесь его адрес. Я сейчас быстро смотаюсь туда. Стой. Давай адрес. Сам смотаюсь. Кать, поможешь? Ага, раскрепощеннее чуть-чуть. Ну-ка, ну-ка, улыбнись-ка. Ага. Так, отлично. А теперь что-нибудь сделай? Так вот дерзкое, дерзкое сделай. Ага. Отлично. Подалекитесь на секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Ага. Здрасте. Вы фотографировали свадьбу племянницы Аллы Ратушевич в прошлую субботу. Да, я. Нам срочно нужно посмотреть на фотографии. Чем скорее, тем лучше. Хорошо, хорошо. Так подождите, пожалуйста. Здесь, перерыв. Витя, может, отпустишь меня, а? Ну, пожалуйста. Ага, сейчас. Кто тут своей степени? Рабочий денежник начался, Мухина. У меня уважительная причина. Я в ЗАГС опаздываю. Теперь понятно, на чем это это? Ну и что? Что? Заявление подавать. Соболезную. От души. Ты еще не знаешь, на что подписываешься. И ты не знаешь. Я тебе расскажу. Пока-пока. Подожди, ты это... Спланируй так свое торжество, чтобы все-таки оно не пришлось на третью субботу месяца. У меня каждая третья суббота месяца рабочая. И я должен все-таки достойно выдать лучшего сотрудника замуж. Потому что... Катюша, не забудьте, кстати, в шубе нам пригласить. Рубочка, приятно. Прости, пожалуйста. Рубочка, ну что же ты. Ну, ну, прости. Ну, ну, прости. Ну, держи, это тебе. Спасибо тебе. Катюша, я прошу тебя, впредь, пожалуйста, больше не опаздывай. Я люблю пунктуальность, ты же знаешь. А так мы уже пропустили нашу очередь подавать заявление. Ну, Рон, ну, 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 я там ничьи распеваю, я работаю. Ну, прости, я на службе была. Вот, кстати, о службе, Катя. Я, конечно, все понимаю, но как ты можешь работать с этим ужасным типом? Ты про Федю, что ли? Да он нормальный просто, шутит не всегда удачно. Ну, не знаю, не знаю, Катя. Я подумал, может быть, после свадьбы тебе лучше уйти с работы. Я очень за тебя переживаю, Катюша. А вдруг что-нибудь случится? Рон, да ничего со мной не случится, не волнуйся. Я везучая, я давно работаю. И папа тоже считает, что милиция — это не лучшее место работы для моей будущей жены. А что еще считает твой папа? Что ты замечательная, умная и необычайно красивая девушка. Катюша, ты просто не представляешь, какая жизнь нас с тобой ждет. Мы уедем из Москвы. Папа уже пригласил нас пожить в его загородном доме. А наши квартиры мы будем сдавать. Тебе совершенно не придется работать, понимаешь? Рома, ну, у меня совсем другие планы. Да тебе там все понравится, Катя. Там такая природа, такой замечательный воздух, такая красота. Папа уже купил туда новую мебель, хотел сделать тебе сюрприз. Я уже заказал свадебное платье. Ты будешь всем довольна, Катя. Ну, как ты не понимаешь? Катя, ты куда? Катя, вернись! Ушлепок. Это еще ржет. Че тут лыбится? Федор? Да? Ты че так хмурый ты с утра, а? Не выспался? Где Мухина? Время полдевятого. Где ее носит? Еще не жена, а уже ведет себя, как мать-героиня. Жена? Катька замуж собралась? А за кого? Мало того, что плетутся пять километров в час, еще не припарковались. Да. Безобраз. Ты подумай, а? А может быть, надо раньше ложиться спать? Тогда на работу не будешь опаздывать. Не надо же, Боже мой, первый раз пришел, раньше меня уже ворчит. Товарищ старший лейтенант, а почему вы все позволяете в таком тоне разговаривать с начальством? Извините, был неправ и справлюсь. Что у тебя? Фотографии со свадьбы. Ничего интересного. Хотя вам, может быть, будет интересно в качестве будущего пособия, для будущего торжества, Екатерина Андреевна. Фамилию свою оставить или как? Или как? Стоп. Так, очень мне интересно, значи, эта рука. Где эта камера? Не интересуйся, я знаю. Это папа Рома. Чего ты села, расслабилась? Вставай, поехали. Будем знакомиться с твоим свеклом. Давай быстрее. Далеко припортовалось? Пять километров в час. Эх, молодость, молодость. Там звонок справа, позвонит. Я думал, это фонарь. Все, хватит. Здрасте. И после того, что случилось, вы смеете сюда являться? Смените тон. Дядя самых честных правил. Мы на государевой службе расследуем убийство. Павел Константинович, мы совсем по иному поводу. Вот на свадьбе вы снимали все на видеокамеру. Вы не могли бы нам предоставить пленки записи? Нет. Мы можем изъять камеру официально, но это займет очень много времени. Может быть, как-то в частном порядке. Не трудитесь, Екатерина. Я не ума лишенный. У меня ее украли. Как украли? Документы на камеру предоставьте. Хорошо. Слушай, Катюха, да это целое поместье. Есть где разгуляться, как говорила одна моя знакомая герцогиня. Правда, батюшка у тебя будет спесивый. Слушай, ты же с Ромой поругалась? Ну и правильно, Катя. Ну сама подумай, зачем тебе это за мужество? Холостой, свободный, что хоть что и делай. Как лучше, да? Иди в выход. Прошу покинуть мой дом. Да. Как вы могли, Екатерина. А что случилось? Мой сын и этот мужелан. Еду. Честь имею светлейший. Ну и где ты будешь искать эту камеру? Иголка? Стоги сена. Есть два варианта. Первый. Если эту камеру тиснул какой-нибудь мелкий воришка. Тогда нам повезло. Ну второй, что камеру украл убийца. Так он уже бы сто раз уничтожил и камеру, и кассету. Я тебе вот что скажу, Стрельцов. Любит тебя фортуна. Любит. Ну что, ищи. Может повезет. Слушай, друг, тут такое дело. Камеру у меня тиснули. Подарок любимой бабушке покойной. Если тебе приносили, верни. Не тревожь прах старушки, мент. Знаю я, что тебе нужно. Как чуял, паленая вещица. Сейчас. Держи свою камеру. Она. Ну сказала, а говори, б. Кто принес? Это камера. Там была кассета. Ты камеру видишь? Видишь? Молодец. Тут была кассета. Ну? Если не хочешь чалиться за все свои подвиги, ты нам отдаешь эту кассету. Скажи, я понял. Да, я понял, скажи. Да, я понял. Молодец. Знаешь, ты там не только же плохо. Целый день будешь там на свежем воздухе бегать, прыгать. Гоша, короче, Катя, теперь все эти диски мне надо отсмотреть. Гоша, ты как? А где родственники? Эй, Клёпа. На Красную площадь пошли. Ой. А ты чего? Клёпа, Клёпа. Устала. Ага. Целый день по магазинам, вещевым рынкам. Феди, мельники, не отправляй меня к ней. Я все этим в школу позвоню, на работу. Так, пожалуйста, не отправляй меня к ней, Федя. Я тишо воды ниже твоего буду. Федя, только, пожалуйста, не отправляй меня к ней. Послушай paintings, ну, она же все-таки тетка твоя родная, понимаешь? Она хорошая, добрая. А если тебе эта Димка не нравится, так я поговорю. Нравится, Федь, хороший, все хорошие. Федь, ну, ты, ты мой брат. Не отпускай меня, Феди, не отпускай меня. Ну, ты что, ну, брат, успокойся. Успокойся, слышишь? Я, я, давай договоримся, я к тебе в каждый отпуск буду приезжать. Мы с тобой на речку, шашлыки, рыбу ловить, все же хорошо будет. Я понял, Федя. Можно домой? Чего молчишь, Катя? У тебя тут пустота. Видеть тебя больше не хочу, подаю рапортов увольнения. Ничего невозможно найти. Разбери. Разбери. О, привет. Федор, боже, что с тобой? Тебя совсем в родственнику катал? Ты ж так в ящик сыграешь. Курских ведь перепить просто невозможно. Это да. Таняша, я не пил. Да. Да не пил я. Я на кухне сидел, всю ночь смотрел диски. Три осталось. О, как. Ну-ка, давай. Сейчас. Картинка так трясется. Да, дяденька ведь был пьян совсем. А где? Занесите, пожалуйста. Ух ты. Ну-ка, Терина, ты зверь. Спасибо. Да что бы в наше время у начальства выбить новый компьютер. Это подвиг. Да. Поздравляйте. Смотрите. Да ладно, она убийца. Нина, что же вы так нервничаете? Все-таки работа у вас с ядами. Штука небезопасная. Вы, вы правы. Я, я от неожиданности просто. Расскажите нам об убийстве. Так получается, что вы единственная, кто знает правду. Я? Я вас не понимаю. Вашу тетку Аллу Ратушевич хотели убить. Мы точно знаем, кто налил яд в ее бокал. Это сама Наталья Карпова. Подождите. Вы хотите сказать, что Наташа сама себя убила? Нет, нет, что вы. Там, там произошла фатальная ошибка, но сейчас не об этом. Нина, вы были Наташиной лучшей подругой. Может быть, вы нам объясните, за что Наташа так люто ненавидела Аллу? Моя тетя и Наташа любили одного человека. В смысле? Наташа была любовницей Михаила. И, видимо, ее перестал устраивать этот любовный треугольник. Гоша, я не могу взять собаку. Данин Клевович. Дмитрий Андреевич, где ты? Ну давай скорее. Дмитрий Андреевич, скажите, пожалуйста. Танюш, ты может все-таки возьмем, а? Ну ты-то хоть соображаешь или нет? Ну давай, грузи вещи-то. Гоша, да у нас в деревне пси на пикзе. Давай, давай. Ну как собак. Куда ты? На это давай. Ну куда нам еще клево-друг мне? Курица, куда ты? Слушайте, это... Да еще билет не взяли. Да с человечно, вот что я скажу вам. Ничего, Гоша, клепа я беру себе, я буду с ним ходить, я буду с ним гулять. Ну вот и хорошо, Гоша. Слушайте, я вас прошу, давайте. Давайте уже садимся в машину, едем и опоздаем по вашим московским пробкам. Давай, пойдем. Давай, Гоша, Гоша, пожалуйста. Может вам вперед сесть? Мина, племянница. Приехала Ратушевич не одна, а с лучшей подругой, с Натальей Карповой. Ну и так случилось, что Ратушевич предложила ей работу, домработница. Да, а Михаил при всей своей любви к роскошному Ратушевичу был не прочь повеселиться с милой барышней. В итоге, страстный роман, любовный треугольник. Но Михаил уходить от Аллы не хотел, он начинающий артист, она богата. В общем, хотел и женой любовницы подоткнуть. А Наташе такой расклад перестал нравиться. Она собиралась одним махом решить проблему, ну, от соперницы избавиться и в мужья получить богатого вдовца. Да, и все бы получилось, но одна маленькая неувязочка. Выпила, собственно, ручно приготовленную от Рамона. А откуда она яд взяла? От Нина, от лучшей подруги. Ну, выкрала у нее промерку, мы нашли ее в личных вещах. Ну, прям шекспировские страсти. Здрасте. Девчонка сама угодила в свои сети. Стрельцов, а ты чего молчишь? Заболела, что ли? Хуже, товарищ Пахманов. У меня срочное дело. Простите, пожалуйста, Петрович. Не едят. Так, не может быть, кто-нибудь скажет здесь, в чем дело? Нет-нет-нет, это в автобус. Это курица. Гоша, Гоша, ну, пойдем. Ну, не придет, ну, служба такая. Ну, что делать? Ну, вы уж утром попрощались. Пойдем. Вот, прощайся с Леонидом Львовичем. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Все, прощайся и поехали. До свидания. До свидания. Гоша, не волнуйся. Я за Клепой буду следить. Я буду с ним гулять. А ты приезжай в гости к нам обязательно. И мы с Федей тоже. А мы будем к тебе приезжать. Леонид Львович, скрыть ему. Я его очень люблю. И вас, и Клепу. Спасибо. Кошик, ну, все, пойдем, мой мальчик, пойдем. Все, пойдем. Давай. И Клепа, все, к Клепе приедем. Пойдем, спасибо. До свидания. Все, пошел. Шведя! Стоять! Шведя! Шведя! Кошик, Кошик! Татьяна Савьевна, Татьяна Савьевна, все в порядке, уезжайте. Он у меня остается. До осени. А там, Господи. Поехали, Господи. Поехали, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова